7 ноября, 64-го, Комарова. После обеда, когда я, как всегда, приготовилась лечь, внезапный стук в дверь. Толя. Я высунула голову. Оказывается, едучи из Ленинграда в будку, Анна Андреевна желает прихватить с собой по дороге и меня. Машину у ворот. Ахматовская настойчивость, ахматовское нетерпение. Оно и понятно. Сколько накопилось событий, происшествий, стихов, бед, надежд и крушений за долгие месяцы, что мы не видались. Четыре месяца, треть года. Даже и не охватить сразу. О деле Бродского за это время, о продолжении хлопот, запечатленных частной перепиской, дневниками, официальными документами, читатель может узнать на страницах тяжбы. Смотри, приложение первое. Примечание автора. Главное, мне хочется знать, как поживает в издательстве ее однотомник. Ведь он мне несколько сродни. Да и помимо того, вообще. Я обещала Толе явиться в будку сегодня же после ужина. Обещала наобум опрометчиво. Никого из друзей на этот раз в зоме творчества нет. Друзей нет, а мой страх перед толпою, огнями, рельсами, толкотней, спешкой, электричками. Вот он, во мне. При одной мысли о станционной платформе вздрагивает дыхание. Выручил спасибо Давид Яковлевич Дар. Он со мною за одним столиком. Умный, добрый чудак. Ценит поэзию Бродского, возмущается судом. Страстный обожатель Бориса Леонидовича. Давид Яковлевич Дар. 1910-1980. Очеркист, эссеист, автор философских трактатов и аллегорических сказок для взрослых. В дни ленинградской блокады вышла в свет его первая повесть. Антифашистский памфлет «Господин Гориллиус» 1941. Тяжко раненый на Ленинградском фронте, Дар долго лечился в госпитале и там написал «Рассказы о боевых друзьях» Перм 1944. После войны была опубликована повесть о Циолковском 1948. А с 1951 года началась литературно-педагогическая деятельность Дара. Призвания Дара и роль, которую он тогда играл, были интересны и существенны. Он будоражил, так вспоминает о значении педагогической работы Дара, его младший современник и нередкой собеседник Найман. Он не уставал убеждать и показывать, что искусство — это не комод с признанными и навеки упакованными достижениями, а постоянно творимое новое. Не спровергал авторитеты, досмешничал, издевался и так далее. Дар был затравкой в кристаллизирующемся растворе сочинительства других, закваской литературного теста, катализатором творческой реакции. — Давид Яковлевич в 1951 году пришел в Дом культуры трудовых резервов Ленинграда, — сообщает мне в письме его ученик и соавтор Ельянов, — руководить кружком молодых поэтов и прозаиков, учащихся ремесленных училищ и рабочих. Два раза в неделю он вел занятия, на которых не просто шла речь о литературе и духовной жизни, а всегда происходило высокое таинство, посвящение в интеллигентность. Читались трудные книги, стихи запрещенных поэтов. Его знали и любили, и прислушивались к его мнению многие молодые литераторы тех лет. В 1957 году под редакцией Дара в Москве в труд «Резервиздати» вышла книга «Голос юности», «Голос молодых участников его ленинградского кружка». Большое впечатление на друзей Дара произвела его весьма самокритичная надгробная речь самому себе, которую он произнес на праздновании своего шестидесятилетия, запретив собравшимся все юбилейные речи. Как только начались преследования Бродского, который никогда членом никакого объединения не был, Дар, вопреки энергичным протестам жены, он женат был на вере Пановой, примкнул к защитникам молодого поэта. После тяжкой болезни и смерти Веры Федоровны в 1973 году Дар вышел из Союза писателей, мотивируя свой поступок тем, что он человек аполитичный, а Союз писателей – политическая организация. Неудивительно, что Даром заинтересовался КГБ, опасаясь его вредного влияния на молодежь, тем более, что он никогда не скрывал своей любви к Пастернаку, писателю Апальному. Когда в 1977 году Давид Яковлевич подал заявление в АВИР о своем желании уехать в Израиль, разрешение последовало незамедлительно, хотя многие документы были им к тому времени потеряны. В Иерусалиме в 1980 году вышла в свет последняя книга Дара «Исповедь безответственного читателя». Примечание актора. Перелистав карманное расписание, Дар вычислил время, надежнейшее для спокойного перехода через рельсы, те промежутки между семью и восемью вечера, потом между десятью и одиннадцатью, когда толпа пассажиров, спешащих в город и из города, уже схлынули, встречных электричек нет и, по его расчетам, на станции пусто. Так оно и оказалось. Ни путаницы зеленых, красных, желтых, ослепляющих, избивающих с толку огней, ни толкотни на обеих платформах. Два-три человека слоняются лениво. Я без страха перешла через рельсы. А потом озерная улица, то есть, собственно, асфальтированная просека, и по обеим сторонам радость моя, любовь моя, сосны. И вот я у нее, Анна Андреевна, за своим письменным столом, который вовсе не стол, вдоль стены тахта, на ножках из кирпичей, не совсем тахта. Сев напротив хозяйки, вслушиваюсь, вглядываюсь. На кухне голоса. Там живет сейчас целое семейство. Сара Иосифовна и ее незнакомые мне муж и дочь. Сара Иосифовна Арнс. Невестка первой жены Пунина, Анны Евгеньевны. Жена-ботаника Льва Евгеньевича Арнса. Отношение семьи Льва Евгеньевича Кахматовой всегда и после развода с Пуниным было и оставалось дружественным. Вот как характеризует Анатолий Найман Сару Иосифовну. Хозяйство в Комаровском домике вела Сара Иосифовна Арнс. Почти семидесятилетняя старушка, маленькая, с утра до вечера в переднике, всегда с улыбкой на морщинистом личике, с всегда печальными глазами. Тихая, нежная, услужливая, самоотверженная. Она боялась Ахматовой, но ничего не могла поделать с неистребимым желанием дать отчет о расходах, и находила момент пробормотать что-то о подражавшем твороге, на что та немедленно разъярялась. Сар, я вам запретила говорить мне про творог. Еще больше Ахматовой она боялась и безгранично любила и почитала своего мужа Льва Евгеньевича, брата первой жены Пунина. Он тоже был маленького роста, с выразительным живым лицом чудака, с живыми веселыми глазами и длинной белой бородой, которая развивалась по ветру, когда он ехал на велосипеде, главным образом купаться на щучье озеро. Ботаник, и, кажется, с ученой степенью он знал названия и свойства множества растений. Человек был верующий, православный. В свое время был репрессирован, и на слова следователя «Как же вы, просвещенный человек, и в Бога веруете?» ответил «Потому и просвещенный, что верую». Рассказы страницы 146-147. Примечание актора. От круглой железной печки возле двери веет теплом, но изо всех щелей. С полу от окна от двери дует, и дрожью пронизывает ноябрьский холод. Не назовешь комнату, приспособленной для зимнего обитания, какое-то недожилище. Зато Ахматова, она вполне Ахматова. Молчим. Слишком долго не видались, чтобы заговорить сразу. Ох, как дует с полу, хочется поджать ноги. «Мы встречаемся с вами в новую эпоху», — говорит, наконец, Анна Андреевна. «Расстались при Хрущеве, встречаемся при Брежневе. Бег времени. Правительство-то новое. Да новая ли эпоха?» Напоминаю читателям, что решение о снятии Хрущева было принято пленовом ЦК 14 октября 1964 года, а объявлено 16 октября. Примечание актора. Молчим. Я спросила, каков ей показался Иосиф. Он ведь приезжал в Ленинград из ссылки в отпуск. Из ссылки подумать только. Анна Андреевна нахмурилась. «Я поняла, что у меня хватит сил спокойно ожидать освобождения еще не более десяти дней», — сказала Анна, не ответив на мой вопрос. «Мы подписывали поручительство когда?» «Девятнадцатого октября?» «А сейчас ноябрь на дворе. Более десяти дней я не выдержу». Опять мы впали в молчание. Прямо бедствие какое-то. Что значит «не выдержу?» Мне хотелось расспросить об однотомнике, но раз она сама об этом ни слова. Печатают ли они, наконец, все три части поэмы, реквием и вообще весь этот отдел? Наконец она сказала, что ей очень хотелось бы ознакомиться с выступлением Чуковского, с тем порадио к ее юбилею. Я обещала завтра же написать деду. Опасаясь новой молчанки, я спросила, как праздновался в Ленинграде ее юбилей. И тут мы, наконец, свободно разговорились. Мне даже и хохотать привелось. Видывала я Анну Андреевну негодующей Федрой, Екатериной Великой, царевной Софией. А тут я впервые увидела Ахматову в комедийной роли. Да еще кто бы мог подумать, в мужской. Все писательские организации поздравили меня. Все, кроме родного ленинградского отделения. Да-да-да. Наверное, им за такую оплошность намылили холку. Через полтора месяца сам Прокофьев в сопровождении Брауна и Чапырова пожаловал ко мне извиняться, не иначе как по приказу свыше. — Преподнес букет белых лилий. Не дать, не взять, архангел Гавриил. Интересно, в каких же выражениях он извинялся, в каких буквально? Чем оправдывался? Анна Андреевна привстала. На моих глазах превратила себя в косопузого кривоногого поздравителя. В правой руке букет, левой он обнимает голову, твердит неустанно. «Ой, стыдобище! Ой, срамотища!» Я утерла слезы. Анна Андреевна опустилась в кресло и снова из Александра Прокофьева превратилась в Анну Ахматову. — Хотите, прочитая новые стихи? — спросила Ахматова, не дав мне опомниться. И прочитала три. Одно в пути, другое на смерть Срезневской. Третье — в Выборге. Стихотворение «Земля, хотя и не родная», первоначально называвшееся в пути, Новый мир 1965, номер 1, впоследствии печаталось без заглавия «Бег времени, седьмая книга», номер 113. «Памяти Срезневской и Выборге. Бег времени, седьмая книга. Примечание актора». Одно о тайне тайн, о таинственном даре поэта, другое о смерти не только Валерии Сергеевны, но и собственной своей смерти. «Срезневская, наверное, последняя из тех, кого Ахматова могла окликнуть. А помнишь? Последняя, кто знала ее со времен гимназической юности. Почти не может быть, ведь ты была всегда». Прочитав в Выборге, Анна Андреевна объяснила. «Я Выборг осмотреть не успела, но Ладыжинская так хорошо рассказала мне о скале, что я словно увидела сама». А вот я, увы, не увидела. Не знаю почему, но почему-то увидела я только то, чего в буквальном смысле слова увидеть как раз и невозможно — белую, стоящую на коленях зиму. И на коленях белая зима следит за всем с молитвенным вниманием. А подводную скалу не увидала. И Скандинавию, и Нептуна тоже нет. Помолчали. «Понравились?» — спросила Анна Андреевна. Я ответила по правде. Первые два очень, оба превосходные. Кроме очарования и поэзии, заново поразила меня прославленная ахматовская зоркость. Тысячи людей, в их числе и я, тысячи раз видели финские сосны на закате. Она первая увидела, не скажу уж, воплотила в стихе, что на закате стволы сосен, такие прочные столбы, коричневые чуть не до черноты, превращены силой света в розовое, нежное, живое, обнаженное тело. Я не запомнила, но попробую вспомнить это стихотворение на обратном пути. «И Срезневской. И мнится, что души отъяли половину, ту, что была тобой». Такое чувство я испытывала после смерти Тамары Григорьны. «Хочу, чтобы памяти Срезневской напечатано было в моем сборнике особым шрифтом, может быть, курсивом, или обведено черной рамкой. Это желание осуществлено не было. Памяти Срезневской напечатано в беге времени тем же шрифтом, что и остальные стихи, и бестраурные рамки, зато с ошибкой. Вместо «ту, что была тобой» напечатано «ту, что была с тобой». Примечание автора Я расхрабрилась и спросила, как поживает однотомник, движется ли по чиновничьей лестнице, то есть идет ли редакционная работа. «Да», — неохотно ответила Анна Андреевна. Я опять не решилась о поэме и о реквияме. Поняла, что об однотомнике Анна Андреевна говорить не желает, во всяком случае со мною. Есть же на это какая-нибудь причина, вряд ли приятная. Заметив на столе сборник Кушнера, прочитанный мной недавно, я спросила, что она о нем думает. «Изящен», — ответила она, то ли с одобрением, то ли с укором. «Интеллигентен, литературен, изящен. Однако я боюсь, нравится ему такое занятие — писать стихи. А вот эта женщина...» — Анна Андреевна раскрыла сумочку и вынула листок со стихами Натальи Горбаневской. «Ей не хочется, больно ей, но не писать она не может». И прочитала Горбаневскую вслух медленным глубоким голосом. Пожалуй, оно понравилось мне. Странные стихи и неуловимые. Звук какой-то новый, немножко бродский звук, но свой. Наталья Евгеньевна Горбаневская родилась в 1936-м, поэтесса. Окончив заочное отделение Ленинградского университета в 1964 году, Горбаневская некоторое время работала как переводчица и библиограф. Ее стихи начали ходить по рукам после того, как в 1961 году появились в сам издатском журнале «Феникс». С Анной Андреевной Натальей Горбаневской познакомилась, по-видимому, в 1963 году. К какому именно ее стихотворению относится реплика Ахматова, я, к сожалению, не помню. Слова Анны Андреевны о боли, которые продиктованы стихией Горбаневской, подтверждены всем жизненным путем молодой поэтессы. Стихи писать Наталья Горбаневская не перестала, но выбранный ею жизненный путь рожден той же болью. С января 1968 года Горбаневская вместе с Анатолием Якобсоном и Ларисой Богорас сделала с основательницей и постоянной сотрудницей хроники текущих событий. Она, вспоминала впоследствии Якобсон, сделала десять номеров и делала их хорошо. Она вообще человек литературный, умеет писать, владеет материалом. Благодаря Горбаневской, создавшей в первых десяти номерах определенную традицию, хроника выходила на хорошем литературном уровне. Смотрите «Улановские. История одной семьи. Москва. 1994. Страницы 408 и 410». В августе того же 1968 года Горбаневская среди восьмерых демонстрантов вышла на лобное место на Красной площади в знак протеста против вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию. Накануне она мастерила флажки и плакаты с надписями по-русски и по-чешски «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!» «За нашу и вашу свободу». Она вышла на площадь, везя перед собой коляску с младенцем. С нею одновременно Константин Бобицкой, Павел Литвинов, Лариса Богорас, Вадим Делане, Владимир Дремлюга, Татьяна Баева и Владимир Файнберг. Подробное описание этой демонстрации смотрите в книге Натальи Горбаневской «Полдень. Франкфурт-на-Майне, посев 1970-й», а также в статье Ильи Мельштейна «Выйти на площадь. Огонек, 1990-й, номер один». Двое из демонстрантов получили тюремные сроки, трое – ссылку. Файнберг был сразу заключен в психиатрическую лечебницу, Баеву друзьям удалось выдать за случайную прохожую, а Наталью Горбаневскую спас на некоторое время младенец. Она была оставлена на свободе, признана невменяемой и отдана под опеку матери. Когда младенец подрос, с нею расправились по-настоящему. Три года, с декабря 1969 по декабрь 1972, она провела в психиатрической больнице особого типа в Казани. В журнале «Источник», 1993-й, номер два, среди документов из архива ЦК КПСС, опубликована служебная записка КГБ, относящаяся ко времени суда над Горбаневской, 1970-й. В ней сообщается о приговоре, о том, что Горбаневская являлась активной участницей дерзких антиобщественных акций и тому подобное. Стихи Горбаневская не переставала писать до заключения, и в заключение, и после. Укажу на те, которые вышли до ареста в Советском Союзе. В газете «Московский комсомолец», 1965-16 мая. В журналах «Знамя», 1966-й, номер шесть, и «Звезда Востока», 1968-й, номер один. В «Звезде Востока» стихи нескольких молодых поэтов, озаглавленные «Первая встреча», сопровождаются короткими характеристиками. О стихотворениях молодой Натальи Горбаневской пишет Нина Татаринова, высказывая, в сущности, ту же мысль, что и Ахматова. Читая их, думаешь не о рифмах, не о строках, а о жизни, о том, какой ценой это дается поэтессе, свидетельствуют заключительные стихи ее подборки. «Накорябай строку, нацарапай на запястье своем, да травинку кровинкой закапай за рабочим столом». После освобождения в 1973 году в Соединенных Штатах Америки вышел сборник стихотворений Горбаневской «Побережье». В 1975 сборник под заглавием «Три тетради стихотворений», куда вошли ее сам издатские сборники 1972-1974 годов. В декабре 1975-го Наталья Горбаневская эмигрировала в Париж. За границей ее стихи начали в изобилии публиковаться в журналах и отдельными сборниками. Отсылаю читателей к энциклопедическому словарю русской литературы с 1917 года, составленному Вольфгангом Казаком. Лондон, 1988. Примечание актера. Потом Анна Андреевна рассказала, «Окспортцы вздумали вытянуть меня на Нобелевскую премию, спросили, разрешаю ли. А я находилась тогда в припадке негативизма, которым страдаю с детства. Я ответила, поэт — это человек, которому ничего нельзя дать и у которого ничего нельзя отнять. Слышал я уже от нее эту формулу, ошибочную. Отнять, увы, можно. Отнять, например, читателей-современников или читателей вообще. Я ей сказала, вот балда, позабыла сообщить сразу, что Юрий Павлович Анненков в письме к деду спрашивает из Парижа, когда и где Ахматов будет в Италии. Он хочет меня видеть, потому что давно уже собирается иллюстрировать поэму без героя. Думаю, вот причина расспросов. Но это не он должен делать. Кто же? Тот, кто понимает, что поэма не мир искусства. Шире. О, конечно, какой же это мир искусства? Но ведь иллюстрировал же Анненков двенадцать, сказала я. Тоже не мир искусства, а рисунки в самую точку. Тогда он был здешний и понимал, из Парижа понять нельзя. Пожалуй, нельзя. Как из Москвы нельзя понять Париж. Вот, например, история с Сартром. Чем объясняется странный его поступок? Отказ получить премию после Пастернака. Ведь это великая честь, стать в один ряд с Пастернаком. Почему же он отказался? Потому что Сартр левый, объяснила Анна Андреевна. С октября по декабрь 1964 года в европейских и американских газетах, например, «Ле Монт» 24 октября или «Нью-Йорк Ревью оф Букс» 17 декабря, печатал заявление Жанна Поля Сартра с отказом от присужденной ему Нобелевским комитетом премии по литературе. В общей форме Сартр сначала обосновывает тоска с убеждением, что писатель никогда не должен принимать премии за свои работы. В частности же, о своем отказе получить премию после Пастернака сообщает. В нынешних условиях Нобелевская премия объективно выглядит как награда писателям Запада, либо строптивцам с Востока. Ею, например, не увенчали Неруду, одного из крупнейших поэтов Америки. Речь никогда всерьез не шла о Луи Арагоне, который ее вполне заслуживает. Достойно сожалению, что премию присудили Пастернаку прежде, чем Шолохову, и что единственное произведение удостоенной награды – это книга, изданная за границей. И в некоторых переводах заявление Сартра добавлено «Осужденная дома». Лалаянс, Нобелевские премии, Советская библиография, 1989, номер 2, страница 23. «Я не поняла, коли Пастернак для них правый, то кого же они издешних считают левым? Сафронова, что ли? Или, может быть, Кочетова?» «Если окажусь в Риме, пошлю с Артру анонимное письмо». С показной мечтательностью ответила Анна Андреевна. Таким тоном, словно посылать анонимные письма – самое для нее разлюбезное дело. «Правые, левые, а как назвать того полковника в машине? Не правый, не левый, а просто зверюга. Интересно, много ли таких в армии?» Я рассказала Анне Андреевне недавнее свое приключение. «Ясный день, тороплюсь за Москворечье в Лаврушинской писательской дом, стою в очереди к такси, передо мной полковник. Когда подходит к нему машина, он внезапно оборачивается и спрашивает, «А вам, гражданка, куда?» «В Замоскворечье. Садитесь, подвезу. Нам тоже в Замоскворечье. Тут поблизости меня поджидает жена». Я села с шофером. Проехали мы дома три-четыре. Ждет в подъезде дама с девочкой. Полковник отворил дверцу. Дама вся в мехах, духах, серьгах. Девочка лет пяти, беленькая, у нее волосы не вьющиеся, а завиты, да плеч, вся в кудряшках. Сели, поехали. Не знаю, вссорили была полковница с мужем и раньше, или осерчала, что лишняя пассажирка в машине. Не знаю, но она не проронила ни единого слова во весь путь и глядела в окошко негодующе. Красная площадь. Тут полковник, взяв девочку на колени и гладя ее по волосам, произнес речь. Светлана, смотри, слушай и помни. Светлана, смотри направо. Это Кремль. Смотри и запоминай. В Кремле жил самый великий человек на земле. Самый великой за всю историю человечества. Я скажу тебе, как его звали. Иосиф Виссарионович Сталин. Он спас нашу родину. Он спас тебя от смерти. Повтори. От смерти, повторила девочка. Дура, зарычал полковник. Ты имя повтори. Иосиф Виссарионович Сталин. Бедное дитя, перебила меня Анна Андреевна. Я рассказала дальше. Я к шоферу. Отворите мне дверцу, я выйти хочу. Шофер, на Красной площади машинам останавливаться запрещено. Тогда чуть проедем. Проехали. Он притормозил. Я вышла. Я думаю, полковник догадался, что к чему. Вам же в замоскворечье, — крикнул он мне вслед, не без насмешки. А я чувствовал себя оплеванный. Ведь для него в ответ я слов не нашла. И для девочки. Я сбежала от него молча, трусливо. Уверяю вас, — утешила меня Анна Андреевна. Он и мадам поняли ваш уход отлично. И, помолчав, добавила девочке. Бедное дитя. Потом мы заговорили про ее поездку в Италию. Я обрадована, она махнула рукой. Что вы, Лидия Корневна, чему радуетесь? Двигаться, смотреть, узнавать я физически уже не могу. Сил нет, поздно. Чему радоваться? Каждую минуту будет входить в номер отеля незнакомый господин и спрашивать, правда ли, что в Советском Союзе началось, наконец, антисоветское движение. Благодарю покорно. Мне было пора. Взяв с меня слово «завтра непременно прийти днем», она меня отпустила. Я трудно пробиралась в темноте сквозь цепкие ветви низкорослых елей. Выбравшись на озерную, пошла легко и быстро. Не встретила ни одного человека. Хорошо, что с детства не боюсь ни темноты, ни леса. По обеим сторонам дороги сосны. Между ними из глубины изредка прямоугольники света, освещенные окна домов. Восьмое ноября, шестьдесят четвертого. Рябина в этом году хищная, окровавленная, вы заметили? Сегодня, наверное, ветер. Сосны за моим окном всегда неподвижны, нарисованы. Японский рисунок. А сегодня они качаются, перешептываются, сплетничают. Значит, ветер. Такими словами встретила меня Анна Андреевна, чуть я заявилась к ней около полудня. Нынче я пришла днем в надежде вывезти ее погулять. Но ветер противопоказан больному сердцу, и она ни за что. Застала я ее против ожидания не в постели, а прибранную, одетую, причесанную. Сара Иосифовна подавала ей кофе. Я захватила с собой письмо деда. Пишет он мне, а не ей, но несколько строчек интересные для Ахматовой. Это о боксмане, о Солженицыне, о Твардовском. Думала я по дороге. Тревожить или не тревожить дурными вестями Анну Андреевну? У нее на душе и без того много тревог. Внезапная трудная болезнь Нины Антонны. В начале октября Нина Антонна перенесла инсульт. Иосиф, Толя. Поедет она или не поедет в Италию? Однако дурные слухи о боксмане уже и так донеслись до нее, и она сильно обеспокоена этой новой бедой. Так уж лучше, думала я, пусть знает из первоисточника. Да и показалась она мне сегодня бодрее обычного. — Юлиану Григорьевичу предложено уйти из Горьковского института, — прочитала я. Все договоры с ним расторгнуты, ссылки на него изымаются, о чем он не знает. Он был у меня пришибленный. Письмо Корнея Ивановича ко мне, 31 октября или 1 ноября 1964 года. Примечание актора. — Пришибленный и я, — сказала Анна Андреевна, — вместе с ним и за него. Николай Васильевич Лисючевский — человек мстительный и свое дело знает. В феврале 1962 года в Москве в Большом театре состоялось торжественное заседание по случаю 125-летия со дня смерти Пушкина. В президиуме среди начальственных лиц и официальных представителей пушкинских учреждений Пушкинского дома Михайловского музея Пушкина находились и крупнейшие пушкинисты. Приглашен был и Оксман. По словам НН, Юлиан Григорьевич, поднимаясь по лестничке в президиум, громко сказал, завидев за столом Лисючевского, директора издательства «Советский писатель». А товарищ Лисючевский здесь от чьего имени? От имени убийц-поэтов? После 1956 года сделалось известно, что Лисючевский причастен к аресту поэта Бориса Корнилова, тот расстрелян. И поэта Заболоцкого, тот получил лагерный срок 8 лет. О Лисючевском смотрите записки том 2, за сценой, примечание автора. А тут еще такая Николая Васильевича удача, наивная иностранка, если ты наивно не ездишь в Советский Союз, наивный Глеб Петрович Струве со своими наивными благодарностями. Речь идет о гонениях на Оксман со стороны КГБ из-за его переписки Струве. Оксман передавал свои письма через американку Кэтрин Фойер или по дипломатическим каналам. Переписка касалась исключительно историко-литературных вопросов. Однако одно из писем Оксмана было выкрадено у Фойер в гостинице, а дипломатическая почта перлюстрирована. КГБ провел обыск у Оксмана и передал его дело в Союз писателей. Теперь опубликованы документы, касающиеся этой истории. Докладная замначальника 2-го главного управления КГБ Бабкова в статье Лазарева «Колесики и винтики. Октябрь, 1993, номер 8, страница 183». И воспоминания профессора Льюиса Фойера и Фойер Миллер в книге «Таньяновский сборник. Пятые таньяновские чтения. Рига, Москва, 1994». Бабков сообщает. В одном из писем Струве Коксману говорится. «Сегодня дошли до меня с разными материалами, столь любезно собранными и пересланными вами, и воспоминания ЕМТ». Елена Михайловна Тагер поясняет Бабков. «О Мандельштаме и два ваших письма. Мне бы хотелось задать вам еще много вопросов о разных людях. Некоторые биографические данные о Мандельштаме мне уже стали известны, но сообщенные вами подробности были новые, и читать их было жутко. О Боксмане смотрите также записки том 2 за сценой. Примечание редакции, 1996-й». Я ей сказала, что о заезжей иностранке не знаю ничего, а вот письмо Струве Юлиан Григорьевич мне показывал. «К сожалению, не только вам», — перебила Анна Андреевна. «Да, конечно, многим. Но дело-то в том, что письмо Струве не содержит в себе ничего криминального, антисоветского, компрометирующего. Благодарность и благодарность только и всего». Запомнила я одну фразу, недословно. «Впервые советский ученый откликнулся на мой многолетний труд». «И дальше о днеучтивости. Криминала нет». «Не наивничайте хоть вы», — вскрикнула Анна Андреевна. «Учтивости». Письмом этим Струве учтивейше доказал, что советский ученый переписывается с антисоветским. Дал Николаю Васильевичу в руки неопровержимое тому доказательство. Она задохнулась. Я переоценила сегодняшние ее силы. «А что показывал письмо Юлиан Григорьевич не только мне?» «Это она права. Он сам подозрение имеет на одного молодого человека, фамилии которого в разговоре со мной не назвал. Похвалившись письмом, засунул конверт в который-то толстенный томище русской старины или русского архива, не помню. Когда они явились, то всего лишь минут пять, не более, тыкались для виду в разные книги, а затем прямо пошли к полке со старыми журналами, выхватили нужный том и вытряхнули оттуда искомый документ. Так мне Юлиан Григорьевич рассказывал. Я замолчала, ругая себя. Незачем было лишний раз огорчать больную. Вот и без всякого законного ветра причинен ей вред. Однако Анна Андреевна углядела мою попытку незаметно спрятать в карман письмо Корнея Ивановича. «Читайте новости дальше». Я промямлила. Ничего интересного. «Но от нее не укроешься». Пришлось читать. В союзе писателей выступил Друзин и заявил, что пора призвать к ответу этих хрущевцев — Твардовского и Солженицына. «Солженицына?» — переспросила Анна Андреевна. «Еще бы. Давно пора. Ведь это он призвал их к ответу. Он весь как божия гроза. С первого же дня я у него спрашивал, понимает ли он, что скоро его начнут терзать». Замолчали. Желая отвлечь Анну Андреевну от грустных пророческих дум, я прочитал ей двухстрочную неизвестного автора эпиграмму на Друзина. «Был областной подонок Друзин, стал ныне Друзин всесоюзен». Основные сведения о Друзине смотрите записки том 1 «За сценой». Эпиграмма же вызвана тем, что в 1957 году Друзин был переведен в Москву и назначен заместителем главного редактора литературной газеты. В последствии, в 60-е годы, он один из главных деятелей Союза писателей РСФСР, один из секретарей правления Союза, заместитель председателя комиссии по приему в члены Союза и по работе с молодыми и прочее и так далее. Одновременно он заведовал кафедрой советской литературы в Литературном институте имени Горького. Разумеется, и свою критическую деятельность Друзин продолжал в полном соответствии с очередными указаниями начальства. Смотрите, например, его статью, опубликованную 6 сентября 1959 года в газете «Литература и жизнь» «Жить и работать для партии, для народа». «Пристрастие к будничной бытовщине убивает революционно-романтический пафс», написанное в этой статье. Или «Важно, чтобы автор занимал в своем творчестве правильные идеи на политические позиции. Остальное не так важно». Примечание автора Анна Андреевна не улыбнулась. С ужасом заговорила об албанцах и китайцах, которые в обе радиоглотки защищают Сталина. «Да ведь у нас водятся такие», — сказала я. «И я бы таких», — неожиданно спокойным, деловитым, ровным, даже бесстрастным голосом ответила Анна Андреевна. «И я бы таких людей отправляла в соседнюю комнату, и там специалисты проделывали бы с ними точно то же, что с каждым делал Иосиф Виссарионович». Желание, чтобы люди, защищавшие Сталина, испытали на себе хотя бы часть страданий, на которые он щедро обрекал других, высказывался Ахматовый не только в разговорах, но и в стихах, например, в стихотворении защитникам Сталина. «Это те, кто кричали «Варраву! Отпусти нам для праздника!» — те, что велели Сократу отраву пить в тюремной глухой тесноте. Им бы этот же вылить напиток в их невинно клевещущий рот, этим милым любителям пыток, знатокам в производстве сирот». Двухтомник, 1990, том 1, страница 353, примечание автора. 9 ноября, 64-го. Сегодня снова о китайцах и албанцах. Подумать только, живешь тихо, мирно, и вдруг оказывается, что ты враг 600 миллионам людей. По случаю перемены правительства она теперь сомневается в своей поездке на Запад, в Оксфорд, где ей на днях дали почетные звания доктора филологических наук, и в Италию, где ей собираются вручить премию. «Со мной всегда так», — говорит Анна Андреевна. «Только начнет поворачиваться судьба чем-нибудь для меня хорошим. Италия, Оксфорд. Тут случается нечто невообразимое. Всегда. Вот и сейчас китайцы жаждут моей крови. А вдруг наше новое правительство с ними подружится? Какая же тогда моя поездка на Запад? В Сицилию, в Лондон? Между прочим, все это предсказано у меня в Китежанке. «Ты лучше бы мимо, ты лучше б назад, хулима-хвалима, в отеческий сад». Китежанкой Ахматова нередко называла поэму «Путем всея земли», «Бег времени тростник», примечание автора. «Прочитала мне два четверостишия. Одно о встречах, которые горше разлук, а второе вот оно. А тебе еще мало по-русски, и ты хочешь на всех языках знать, как круты подъемы и спуски, и почем у нас совесть и страх». Не странно ли, что строки этим написаны теперь, то есть до ее поездки? Ведь не китайцев и албанцев она имеет в виду, а римлян и лондонцев. Оксфордская степень, итальянская премия. Странно. А первое четверостишия, к стыду моей дырявой памяти, я не запомнила. «Надеюсь, встреча наша с Иосифом будет веселой и счастливой», — сказала она, — «только бы поскорее». Все радиостанции мира кричат об освобождении Ивинска и Бродского. Для того ли я растил Иосиф, чтобы имя его стояло рядом с именем этой особы? Ладно. Приеду в Италию, потом в Оксфорд и объясню им «ху из ху». Боюсь, не удастся. Поэзия сильнее правды. Боюсь, Ивинская все равно войдет в историю, как звезда любви, как муза великого поэта, как Лара из Живаго. «Нет, не так», — ответила, подумав Анна Андреевна. «Она войдет, как Авдотья Панаева, обокравшая первую жену Огарева». Так. Основное примечание об Ивинской, смотрите записки том 2 за сцены. Что же касается Авдотьи Панаевой, обворовала, не обворовала, смотрите специальные исследования Черника. Огарев, Некрасов, Герцин, Чернышевский в споре об Огаревском наследстве. Дело Огарева-Панаевой по архивным материалам. «Москва, Ленинград, Академия, 1933», а также о Чуковской, жена поэта, в его книгах «Рассказы о Некрасове», «Москва, 1930», или во втором томе сочинений в двух томах «Москва, правда, 1990», примечание автора. Заговорив о Бродском, она стала бы спрашивать у меня подробности о Поликарпове, о приезде его в Переделкино к деду. К этому времени Поликарпов, 1905-1965, заведующий отделом культуры ЦК КПСС. О Поликарпове и его роли в деле Пастернака смотрите записки том 2 за сцены, примечание автора. В общем, про это она уже наслышана, а теперь просит не в общем. Что ж, губы у деда были серые, и когда мы с Фридочкой поднялись в кабинет, он почему-то лежал, и лежал в странном виде. Не в халате, не в рабочей своей курточке, а в синем парадном костюме при галстуке. Подвинулся и нас попросил сесть у него в ногах. Ну и дальше Поликарпов ему объяснял, что будто бы только с его именем, с его Чуковского заступничеством они считаются, а вы, Корней Иванович, за кого, дескать, заступаетесь? Ну и дальше запустил обычную шарманку. Подстрочники, попойки, под всем этим там в глубине грязь. — Бесстыдники, — сказала Анна Андреевна. — Чуковскому который год пошел? — Восемьдесят третий? — Бесстыдники. — Я сказала, что сперва испугалась. Дед лежал странно, косо и не в ту сторону, то есть головою не там, где подушка, а наоборот, и главное — губы, губы. Но он вдруг выпрямился, сбросил ноги на пол, притопнул башмаком и, фарся перед нами, сказал. — Он требует, а я ему кукиш. Идемте вниз ужинать. Между тем Анна Андреевна уже не слушала меня. Она пристально глядела в окно. Я и так не терпелась понять, кто это пожаловал в будку, что она встала, с нежданной легкостью прошла в переднюю, отворила дверь на холод, прямо на крыльцо. Оказалось, Натан Альтман с женой. Меня поразило, с каким ужасающе безобразным акцентом говорит он по-русски и в какой степени жена его, вопреки прославленной красоте и элегантности, решительно лишена обаяния. Начался разговор о поездке в Италию, о премии, о художественных сокровищах Рима, об Оксфорде. Анна Андреевна веселая, даже, я сказала бы, радостная, никаких тебе трагических четверостишей о встречах, что разлуки тяжелей. Я ушла. Десятое ноября, шестьдесят четвертого. Сегодня я застала Анну Андреевну в постели. Лежит пластом. Сердце. Ни о какой прогулке и речи нет. Глотает нитроглицерин. Я собиралась была потешить ее стишатами Сергея Васильева, как с Прокофьевым купался. Привожу отрывки из стихотворения Сергея Васильева «Как с Прокофьевым купался», напечатанного в Литературной России 6 ноября 1964 года. Сколько б лет не пролетело, буду чувствовать спиной, как с Прокофьевым купался я в купеле ледяной. Ветер дул на всю катушку, в рваной пене от гульбы оловянные масти волны подымались на дыбы. Ну а мы, а мы разделись, извините, догола, и с разбегу бух в пучину, закусивший у дела. Что там думать, мять куделю, вплавь, чтоб пенилась душа. Ты на ладоге смолился, я дублен у иртыша. Норови волне под брюхо, мы ж родились, черт возьми, не котятами на вате, а железными людьми. Режь, Сережа, бога нету, режу, Саня, как ножом. Хорошо бороть стихию, бога нету, ногишом. Примечание автора. Развернула газету, прочла заглавие. Анна Андреевна негодующе на меня поглядела. Я умолкла. Купался? С Прокофьевым? Это в газете? Я не ослышалась. Поэт воспевает свое купание с Прокофьевым. Она сердито взбила подушку, сердито поставила ее дыбом и села, на нее опираясь. Вы, кажется, собираетесь мне это читать? Да, для смеху. Нечему тут смеяться. Дурной знак. Прокофьев стоит твердо. Разумеется, для Иосифа и для нас знак дурной. О поэзии не говорю. Воспет зачинщик беды. Прокофьев состоит при Толстикове, а Васильев при Прокофьеве. Чтобы отвлечь Анну Андреевну, я начала расспрашивать ее о вчерашних гостях. Мне показалось, вчера она была им рада. Она Тане Альтмане и жене его. Альтман мой старый друг. Не могу же я не принять жену моего друга. И, забавно, стишки в литературной России в честь Прокофьева знак дурной. А приезд ко мне и хороший. Эта дама вернейший барометр. Она никогда не удостоила бы меня визитом, если бы акции мои в глазах начальства не поднялись. Завтра Анна Андреевна уезжает в Ленинград, оттуда в Москву, оттуда в Рим. Выдержит ли сердце? Да и Нина Антонна рядом не будет, а всякая другая хуже. Анна Андреевна прочла мне новое из пролога. Восхитительное. Пролог живет здесь, в этом доме, сказала она. Чуть только я сюда возвращаюсь, он за меня берется. Боюсь, Италия ему помешает. Одна тамошняя возможная встреча. Анна Андреевна многозначительно помолчала. Одна встреча может повернуть весь сюжет. Я не спросила, встреча с кем? С кем-то из ее прежних друзей тринадцатого года? Или с тем, кто проникнуть в тот зал не мог? А в сущности не все ли равно? Лишь бы сон во сне снился и снился. Понимаете? Встреча с тем, кто может дать новый материал для одной из сюжетных линий. Мне было пора. Жаль, что уезжаю, так и не дождавшись Иосифа, сказала Анна Андреевна. Уезжая завтра вечером, просила днем зайти проститься. До отъезда за границу она еще поживет в Ленинграде, потом в Москве. Быть может, еще и успеет увидеться с Бродским. Одиннадцатый ноября, шестьдесят четвертого. Я зашла проститься, но Анна Андреевна, оказалось, сегодня еще в Питер не едет. То ли ей не здоровится, то ли некому ее сопровождать. От прогулки она снова наотрез отказалась. Сил нет, да и, кажется, я оторвала ее от работы. Она за письменным столом. Приход мой был не кстати. Однако она не сразу меня отпустила. И состоялся, наконец, давно желанный мною разговор о беге времени. Радости он мне не принес. Я не спрашивала. Анна Андреевна заговорила о беге сама. Минный Саевна Дикман просил меня познакомить ее с вами. Но я эту просьбу тактично отклонила. Не хочу, чтобы вы с нею встретились. Я более изговорчива, чем вы, и намного уже согласилась. Вы не согласились бы. Дикман? Не сразу я вспомнила. Минна Исаевна Дикман работает в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» и редактирует сборник «Ахматовый бег времени». Она уже выкинула 700 строк, пояснила Анна Андреевна. И я не сопротивлялась. В этих ее словах все меня рассердило. И то, что она не сопротивляется. И, с другой стороны, то, что она заподозрила меня в каких-либо притязаниях. Не такая уж я не складная дура, чтобы проявлять упорство более упорное, чем сам автор, быть более монархистской, чем сама монархиня. Воюю я с редакторами, это правда. Но из-за собственных своих рукописей. А если случается из-за чужих, то только в границах авторской воли. Быть более неуступчивой, чем Анна Ахматова, людей смешить. Но 700 строк. 700 ахматовских строк. От злости я даже не спросила, каких. Я согласилась бы и на 800, и на 1000, продолжала добивать меня Анна Андреевна. Если бы не память о вашем зрении, загубленном при моем непозволительном участии. Помолчали. Трудно заговорить после таких вестей. Да и не нужна мне жалость к моему зрению. Да и не только из-за моего зрения она согласилась. Я сказала, что здесь, в Комарове, не читаю и не пишу ровно ничего, кроме писем. И в этот свой приезд дала полный отдых глазам. Гуляю, ем, сплю и ничего не делаю. Впервые, может быть, в жизни. На этом бы мне и кончить. Но я не сдержалась и спросила, какова вообще Минна Исаевна Дикма. Ну, помимо цензуры. То есть, любит ли она стихи? Разбирается ли в поэзии? Любит? Тут Анна Андреевна тяжело и гневно повернулась в своем кресле. Минна Исаевна Дикман не сочла нужным скрыть от меня, что любит мои ранние стихи. Поздние — не очень. Подходящий редактор для «Бега времени», не правда ли? Двенадцатый ноября, шестьдесят четвертого. Серый, хмурый, пленительный финляндский день. Но я его себе сама испортила. Со случайными попутчиками согласилась съездить в Кокколу. Ныне Коккола именуется Репина, и хотя Илье Ефимовичем переименование это, безусловно, заслужено, оно меня раздражает. Вообще-то, к экскурсии на соседнюю станцию я устала. Незачем мне было туда таскаться. Отъезд оттуда в семнадцатом разлучил нашу семью с Кокколской дачей навсегда. Правда, помнится, побывала я там, затаив дыхание, в сороковом, но тогда хоть с друзьями это меня поддерживало. А сегодня наш ручеек, где Боба когда-то рукой поймал рыбку, наша гряда камней, награждавшая ссадинами мои босые ноги, наша самая большая ель у крыльца, окно из папиного кабинета, но тут же и новые какие-то елки, и перестроенные крыльцо, и новый сарай, и наш колодец, провалившийся и изгнивший. Уж лучше бы совсем ничего, чем то да не то. О нашей Кокколской жизни смотрите мою книгу «Памяти детства. Москва. Московский рабочий. 1989-й. Дача, о которой идет речь, сгорела до тла в 1986 году. Примечание актора. Живут незнакомые люди, и я с полузнакомыми приехала. Зачем? Тяжко. Другие Ивы что-то говорят под нашими, под теми небесами. Цитата из стихотворения Ахматовой «Ива. Бег времени. Тростник». «К автору этих строк пришла я сегодня только вечером. Приплела с кое-как. Тут то ли найман, запишущий машинкой, взята взаймы у Гитовича», — пояснила Анна Андреевна. «Машинка на стуле, то ли перед ней на маленькой скамеечке. Лицо четко очерченное, замкнутое, прямоносое и прямолобое. Четкий профиль. Переписывает что-то из тетради Анны Андреевны». Не знаю почему, может быть, по звуку голоса, всегда выдающего мою усталость, Анна Андреевна сразу приметила, что я не в себе. Я рассказала ей, куда съездила утром, поддавшись на чужие уговоры. «Напрасно вы позволили распорядиться собой. Ваши спутники совершили поездку всего лишь в пространстве. Сколько отсюда до Кокколы? Пять километров? А вы прогулку во времени. Съездили в свое детство». Я сказала, что после детства уже побывала однажды в Кокколе, в сороковом, и потому рассчитывала, что обрела иммунитет. Но ошиблась. Толя писал, не поднимая глаз и не поворачивая головы. Даже стук машинки не мешал мне чувствовать себя с Анной Андреевной привычно наедине. «А как вы думаете, — спросила она, — куда на днях съезжу я? В Италию? Или в год по общему летоисчислению 1912-й, то есть свои 23? Италия, Италии». О первой своей поездке в Италию Анна Андреевна рассказывала. «В 1912 году я проехала по Северной Италии, Генуя, Пиза, Флоренция, Болония, Падуя, Венеция. Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромно. Оно похоже на сновидение, которое помнишь всю жизнь. Смотрите автобиографию коротко о себе. Двухтомник, 1990, том 2, страница 267. Примечание автора». «Помолчали. Ну да, конечно, я понимаю, Италия для нее тоже, что Бежицк или Бродячая собака, тоже своего рода подвал памяти. В этом подвале жива Флоренция, Венеция и Гумилев, с которым Ахматова еще не развелась, с которым они увидели и пережили Италию вместе. Тут Толя вынул из машинки лист, вставил другой и приготовился продолжить работу. Но Анна Андреевна попросила переписать для меня памяти Срезневской. Какой она умеет быть проницательно зоркой, словно увидела мою больную мысль. Стихотворение, посвященное Срезневской, это тоже своего рода подвал памяти для нее. Я заново устала, так можно устать от гипнотического сеанса, и заторопилась домой. Толя кончил. Анна Андреевна вписала сверху эпиграф, а юность была как молитва воскресная. Я простилась. Толя помог мне одеться и пошел меня провожать. По дороге мы разговаривали. Он подробно рассказал мне о своей очередной поездке к Иосифу. Одержимость невесты продолжается. Толя отвез ему книги, еду, вещи. Я расспрашивала о быте. Мне хотелось увидеть, что скрывается за словом «Каноша». Мгновениями слушая Толю, видела. Он превосходный рассказчик. Неужели не пишет, кроме стихов, прозу? Толя отвез Иосифу копию нашего поручительства. Каноша — это большая станция и маленький городок. До Норинской от нее около 30 километров. Добираться надо было на попутном грузовике, которых за день проходило 5-6. Из них верный один, почтовый, по закону никого перевозить не имевший права, по безвыходности же положение странников подхватывавший. Приехав, я пошел наугад и в первой же избе по левую руку увидел в окне блок сигарет «Кент». Бродской снимал дом у хозяев, мужа и жены Пестеревых. Кажется, за 10 рублей в месяц. Пестеревы жили рядом в другой избе, более новой и крепкой. Люди были добрые, участливые. К Бродскому расположенные называли его «Йосиф Александрович». Дом был покосившийся, с высоким крыльцом, с дымовой трубой, половина кирпичей которой обвалилась. А железо, когда отопилось печь, раскалялось, в темноте светилось красным, и Пестеревы каждый день ждали пожар. Вокруг деревни были поля, голые к тому времени. Близко подступал лес, невысокой, сырой, дикой. На другом конце деревни протекала речушка. Над ней стоял клуб, он же начальная школа. Мы в нем посмотрели фильм с Баталовым в главной роли. Иногда можно было дозвониться до Ленинграда, с почты, в соседнем сельце Данилове. Сутки я провел в одиночестве, потому что его командировали в Каношу на однодневный семинар по противоатомной защите. Он вернулся с удостоверением и с фантастическими представлениями о протонах и нейтронах, равно как и об атомной и водородной бомбах. Когда я уезжал, он проводил меня до Каноши и, всовывая рубль в руку шоферу, молодому парню, который отказывался брать деньги, произнес с напором Картава. «Алло, парень, не затрудняй мне жизнь». Рассказы. Страница 138-139. Примечание автора. 14 ноября 1964-го. Сегодня взяла к ней Азу. Уж очень она просила, ну хоть взглянуть. Пришли мы явно не в пору. Анна Андреевна работала. Тем не менее, встретила нас приветливо и любезно. Мне бы научиться не звереть, когда отрывают от работы. Я у нее спросила, пишет ли она пролог. «Я его не пишу, он пишется сам», — был ответ. Прочла дивные строки, не знаю, из пролога нет ли, но, думаю, пролог. Запомнил только «Этот рай, где мы не согрешили, тошен нам». И дальше «С будущим убийцею в очреве». Строки, отрывочно запомненные мной в Комарове, читаются так. «Этот рай, где мы не согрешили, тошен нам. Этот запах смертоносных лилий и еще не стыдный срам. Снится улыбающейся Еве, что ее сквозь грозные века с будущим убийцею в очреве поведет любимая рука». Двухтомник, 1990. Том 1. Страница 392. Примечание автора. «Она в поисках формы для бреда. Я буду бредить, а ты не слушай. Неповторимый бред, жгучий бред». Цитаты из стихотворений «Так отлетают темные души». Библиотека поэта. Большая серия. Страница 196. Записки. Том 1. Номер 19. «Пусть голоса органа снова грянут. Бег времени Анна Домини». «Мне видится Павловск-холмистый. Бег времени. Белая стая. Примечание автора». «Где ему форму отыщешь, как не во сне?» «Ищет форму для бесформенности, и притом действенную, драматическую. Найдет». «В поэме без героя нашла ведь форму для памяти?» «Память же сродни бреду, а форма поэмы сродни драме». «Интересно, в какой степени удается ей восстанавливать ташкентский вариант сожженной драмы, от которой и пепла нет?» «Думаю, восстанавливать и не будет. Она пишет заново». «Историю пьесы Энума Элиш, которую Ахматова по ее утверждению сожгла в Ленинграде в 1944 году. Смотрите Библиотеку поэта, большая серия, страница 508-510. «Пролог – часть этой пьесы. Пользуюсь случаем указать ошибку в первом томе сочинений, на странице 302. Читать следует этот рай, где мы не согрешили, рай в котором – искажение. Та же ошибка в сочинении том 3, страницы 8 и 10. Примечание автора». Анна Андреевна с присущей ей внезапностью обратилась к Азе и попросила ее прочитать мне вслух Толину статью о поэме. «Лидия Корневна плохо видит. Читайте вы». «Ну, машинопись-то, первый экземпляр, я теперь вижу отлично». Статья мне понравилась. Своеобразная, точная, тонкая, сжатая. «Скажите все это Толи», – повторяла Анна Андреевна. «Ахматова собирала мнение о поэме, сама писала о ней», – сообщает Найман. «Затем пересказывает ту же самую свою статью, которую я услышала 14 ноября 1964 года в Будке. Уже после ее смерти, – продолжает Найман, – выяснилось, что она записала мое наблюдение в самый день нашего разговора. И вот в каких словах. Еще о поэме. Икс игрок сказал сегодня, что для поэмы всего характернее следующее. Если первая строка страфы вызывает, скажем, изумление, вторая – желание спорить, третья – куда-то завлекает, четвертая – пугает, пятая – глубоко умиляет, а шестая – дарит последний покой или сладостное удовлетворение. Читатель меньше всего ждет, что в следующей страфе для него уготовано опять только что перечисленное. Такого о поэме я еще не слыхала. Это открывает какую-то новую ее сторону. Рассказы. Страница 128-129. Примечания автора. Дальше новый поворот, новая просьба, уже потруднее, попросила Азу перепечатать воспоминания о Мандельштаме и привезти экземпляры суда в Комарова. Первый предназначается мне. Аза согласилась. Спасибо ей. Надеюсь, ей это не составит большого труда. Она все равно хотела съездить в город, ну и отдаст там рукпись машинистке и привезет экземпляры обратно. Спасибо ей. А вот мне каково? Не в больном глазе тут дело, глаз зажил. Но Анна Андреевна всегда такая точная, сегодня уполномочила меня подумать, перестроить, построить, если надо, исправить. В общем, делайте, что хотите. Без нее? Что? Перестраивать Ахматовскую прозу без Ахматовой? Хм. 15 ноября, 64-го. Не пустил меня к ней днем проливной дождь. Я пришла вечером. Она обрадовалась, уже не ожидала меня. Болтали. О Валерии Сергеевне Срезневской. В 46-м году, психически больная, Валерия хлопотала себе пенсию и в каком-то учреждении произнесла «Сталин немецкий шпион». Ее арестовали и дали ей семь лет. Об Арсении Александрович Тарковском. Книжка его стихов вышла слишком поздно. Слава поздняя испортила его. Он разучился быть вежливым. Сначала писал мне письма по стилю совершенно любовные. Арсений, зачем вы сбиваете с толку лубянку? Стыдно. Потом начал дерзить. Я уже рассказывал, вам кажется. Сидит целый вечер и бубнеет. Не пишите прозу. Не пишите прозу. Не пишите прозу. Можно подумать, я Клима Сангина написала. С большой горечью Марии Сергеевне. Марии Петровых, один из самых глубоких и сильных поэтов наших. Она читала вам свои стихи? Убедились? А ей всю жизнь твердили, вы не поэт. Она поверила. У нее теперь психоз. Нигде не читать свои стихи и никому не давать печатать их. Даже когда предлагают, просят. Я могу только так. Из души в душу. Вспомнились мне слова Марии Сергеевны. Заговорили о здешнем море. Все оттенки серого, сказала я. Неверно, ответила Анна Андреевна. Не серого. Серебряного. Все оттенки серебра. Я объясняю друзьям, кто хочет изучить все оттенки серебра, должен приехать в Комарова. Не было пора, я заторопилась. Она просила завтра непременно прийти. 16 ноября 64-го. Анна Андреевна уезжает завтра утром. А сегодня странный день, непонятный. Сначала монологи. Целые серии. О Шкловском. Я раззнакомилась с этим человеком, когда он написал, что капитан Шем из капитанской дочки то же, что госпожа Простакова. Это чудовищно. Пушкин был первый историк 18-го века. Его святыней была эта женщина. Смелая, мужественная, добрая, хотя и неграмотная и грубая. Для Пушкина святыня, а для Шкловского, но, видите ли, Простакова. Пушкин в это время терзался Наталье Николаевной, которая вся ушла в наряды. Его тошнило. Он написал ту, Миронову, и дочью Машу. У дочери одно украшение — розовые ушки. Цитирую те строгие из книги Шкловского, которые так возмутили Анну Андреевну. Мы уже говорили, что эпиграф к третьей главе «Старинные люди, мой батюшка, недоросль взят из Фанвизина». Слова эти принадлежат Простаковой. Таким образом, Пушкин неожиданно сближает семейство Мироновых и семейство Простаковых. Чем это вызвано? Комендантша по своему отношению к мужу напоминает у него Простакову. Виктор Шкловской «Заметки о русских классиках». Издание второе, исправленное и дополненное, Москва, советский писатель, 1955, страница 77. Примечание автора. От Светаевой. «Хотят любить Светаеву, и за нее любят Сергея. А он был убийца». Эти мои слова передали Наталье Ивановне Столяровой. Она прибежала вся красная. «Вы не уважаете Марину Ивановну?» «Нет, Марину я уважаю. Моя мать была участницей покушения на Столыпино, я свято чту ее память. А моя мать была членом народной воли, и я тоже свято чту ее память. Но ни ваша мама, ни моя не были агентами сталинской разведки». Уверяю вас, Лидия Корнеевна, Марина про Сергея была отлично осведомлена. Но у нее роман за романом, а Сергей-то прошлое, давнее. Что он и какой он, ей было уже все равно. Мать Натальи Ивановны Столяровой, Наталья Сергеевна Климова, 1885-1918, до революции Курсиской, была членом партии эсеров, максималистов. Она участница покушения на председателя Совета Министров Петра Аркадьевича Столыпина, 12 августа 1906 года на Аптекарском острове. Столыпин остался невредим. Пострадали убитые и ранены около ста человек. Эсеры, подготовившие этот взрыв, арестованы. Среди них и Наталья Сергеевна Климова. Все приговорены к смертной казни. Наталье Климовой из Петропавловской крепости удалось передать на волю письмо, опубликованное впоследствии в 1908-м в газете «Образование», номер 8, под названием «Письмо перед казнью». Однако смертная казнь была заменена ей пожизненной каторгой, а в 1909 году Климова с каторги сбежала за границу, знаменитый побег 13. Мать Анны Андреевны в девичестве Инна Эразмовна Стогова 1856-1930 в молодости Курсийской была членом народовольческого кружка. Ахматова с оттенком удовольствия, сообщает в своем эссе Лидия Гинсбург, рассказывала мне, что ее мать любила говорить про какой-то кружок. Выяснилось потом, что этот кружок – народные воли. Мама очень гордилась тем, что как-то дала Вере Фигнер какую-то свою кофточку. Это нужно было для конспирации. Лидия Гинсбург – «Человек за письменным столом». Ленинград, советский писатель, 1989-й, страница 297. Наталья Ивановна Столярова, 1912-1984-й, родилась в Италии, близ Генуи и получила образование в Париже. В 1934-м она приехала в Советский Союз, а весною 1937-го арестована. Провела 8 лет в лагере, а затем с 1945-го года в ссылке. В 1956-м году Наталья Ивановна вернулась в Москву, работала секретарем у Ильи Григорьевича Ренбурга, переводила для заработка с французского. Встретившись и подружившись в середине 60-х годов с Солженицыным, она многое рассказала ему о жизни женщин-лагерниц, и кое-какие из сообщенных ею фактов попали на страницы архипелага ГУЛАГ. В своих очерках литературной жизни Солженицын посвятил Столяровой, одной из его многолетних помощниц, специальную главу. Что касается мужа Цветаевой, Сергея Яковлевича Фрона, то приведу сведения о нем, сообщаемые в докладе Кэмпбелла, ни с теми, ни с этими. «Тернистый путь» Марины Цветаевой. Докладе, сделанном на симпозиуме в Женеве в 1978 году. Об Эфроне читаем. Эфрон, без ведома жены, сделался членом так называемого Союза Возвращения на Родину. Союз Возвращения скоро превращается в Союз Друзей Советской Родины. В конце концов, Эфрон становится волей или неволей, сознательно или же несознательно никем иным, как агентом ГПУ. Это не просто подозрения или же злонамеренные сплетни, это не выдумка, не клевета, это, к сожалению, горькая правда, правда, которую мне пришлось проверить недавно на основе досье в швейцарских национальных архивах, посвященного делу Игнатия Рейса, убитого агентами ГПУ в сентябре 1937 года в Пюли близ Лозанны. Следствие по делу Рейса убедительно и бесповоротно установило, что Эфрон не только принимал участие в выслеживании Рейса и, между прочим, в выслеживании сына Троцкого, Льва Седова, но что вместе с другими друзьями Советской Родины он из Парижа руководил убийством и того, и другого. Сборник «Одна или две русских литературы» 1981-й страница 46-47. Быть может, это и правда, что Марина Цветаева ничего не знала о деятельности своего мужа как агента ГПУ, но о его вступлении в первоначальную организацию, в союз возвращения на родину, она не знать не могла. Примечания редакции. В 1992 году Майл Фенберг и Юрий Клюкин опубликовали документы из следственного дела Эфрона. Столица номер 38, страница 56-62 и номер 39, страница 56-62. Литературные газеты 1992-й, номер 36, страница 6. Из справки 1956 года по реабилитации Эфрона с полной определенностью следует, что в 1931 году Эфрон был завербован органами НКВД. По заданию органов вступил в русскую масонскую ложу Гамаюн. При его участии органами НКВД были завербованы ряд белые мигрантов. По заданию органов провел большую работу по вербовке и отправке в Испанию добровольцев из числа бывших белых. Осенью 1937 года Эфрон срочно был отправлен в СССР в связи с грозившим ему арестом французской полиции по подозрению в причастности к делу об убийстве Рейса. По работе с органами НКВД Эфрон характеризовался положительно. Среди материалов дела находятся и два письма Цветаевой к Берии в защиту мужа и дочери. Цветаева пишет, «Когда в точности Сергей Эфрон стал заниматься активной советской работой, не знаю. Думаю, около 1930-го. Не зная подробности его дел, знаю жизнь его души день за днем. Я знала только о Союзе Возвращения и об Испании. Но что я знала и знаю, это обеззаветная его преданность. Не целиком этот человек по своей природе отдаться не мог. С октября 1937 года по июнь 1939 года я переписывал с Сергеем Эфроном дипломатической почтой два раза в месяц. Письма его из Союза были совершенно счастливые. Жаль, что они не сохранились, но я должна была их уничтожить тотчас же по прочтению. Мы простились, но когда я в передней уже надела пальто, она вдруг объявила, хочу пройтись. Сколько раз я предлагала ей выйти? Нет, ни за что. А сегодня вдруг. Идемте гулять. Вы подождите меня на крыльце. Сара Иосифовна поможет мне одеться. Я постояла на крыльце, оглядываясь вокруг, вдыхая влажный воздух. Погода для ноября неожиданно теплая. Вышла Анна Андреевна, ступила с крыльца на землю и вдруг заметила, что на вербе набухли и собираются распускаться почки. Она протянула к ним руки, словно хотела обнять, и обрадовалась им, и пожалела их. Бедные, глупые, когда вздумали распускаться? Завтрашний мороз их убьет. Сняла перчатку, погладила ладонью серый пушок. Потом тяжело оперлась на мою руку, и мы пошли. Она в теплом грубошерстном платке, сделает три шага и остановится. А дышка. Я чуть-чуть свободнее развязала узел у нее под подбородком. Пошли дальше. А дышка все равно, хотя она и опирается левой рукой на меня, а правой на палку. Тяжелая, задыхающаяся, старая. Господи, как же она поедет в Рим! Наконец, шагов через двадцать пять мы ступили на асфальт, на озерную. Анна Андреевна, снова задохнувшись, совсем развязала платок. — Теперь вы идите домой, — приказала она, — а я буду стоять и глядеть вам вслед. Вот тебе и прогулка. Жестокая она, человек. Как же уйти, не зная, доберется ли она до дому благополучно? Я умоляла ее разрешить мне проводить ее до крыльца. Расспрашивала, заболело ли у нее сердце. Предлагала нитроглицерин, он у меня всегда с собой. Что случилось? Почему мне нельзя проводить ее, раз у нее одышка, ей так трудно двигаться? Каково мне сейчас бросить ее и уйти? Нет, стоит непреклонно. Спокойным ровным голосом повторяет. Вы идите, а я буду смотреть вам вслед. Я не знала, чего во мне было больше — покорности, жалости или злости. Стихи на нее нахлынули, и мое присутствие мешает им? Так и сказала бы. Я пошла. Пошла от нее прочь. По зерной шла быстро, легко, оглянулась. Анна Андреевна на том же месте. И когда я оглянулась, она подняла палочку и помахала мне ею. Вернуться? Нет, я уходила все дальше, и каждые десять шагов оборачивалась, и каждый раз, как я оборачивалась, Анна Андреевна поднимала палочку и махала мне ею. Вот я иду, иду, оборачиваюсь, она кажется мне все меньше, меньше, вот уже совсем маленькая вдали, вот я уже не отличаю ее платка от пальто, но палочка поднимается, я вижу поднятый взмах. Что это? Прощание? Прощение? Благословение? Сижу у себя, записываю эти строки. В Комарове мы увиделись сегодня в последний раз, покаюсь перед собою. Все эти дни я где-то глубоко в душе, тайком от самой себя обдумывала, а не спросить ли, что случилось тогда в Ташкенте, за что она на меня рассердилась. Теперь я рада, что ума хватило не спрашивать, не взбалтывать. Пусть навсегда теперь и останется она в моей памяти, такую, как час назад, там, вдали, непонятная, большая, издалекивающая мне своей палочкой. Прощание, прощение. Восемнадцатое ноября, шестьдесят четвертого. Тяжкий день. Читаю и перечитываю воспоминания Ахматовой о Мандельштаме. Ломаю себе над ними голову. Сколько раз она уже читала их мне, всегда чуть-чуть в новом, переиначенном виде. То длиннее, то короче. Она сама не полагала их оконченными. Одно время вообразила, помнится, будто кто-то их у нее потихоньку изъял, потом восстанавливала. Или заново писала. Не знаю. Во всяком случае, доставшийся мне экземпляр хранит следы работы разных лет. Трудностей в том, чтобы перестроить, скомпоновать, перекомпоновать, я не ощущаю. Моих редакторских навыков вполне хватило бы. Но для этого требуется все же возможность общения с автором. Я-то ведь не знаток биографии Мандельштама. Даже для того, чтобы задавать вопросы, необходимо быть знатоком. А ее нет возле, и я не знаток. И когда еще мы с ней увидимся? И еще одна беда, главное. В воспоминаниях Ахматовой нет ни портрета ось помильче поэта, ни портрета их отношений, соратников, единомышленников в искусстве. Анна Андреевна всегда подчеркивает, что соратниками они были, во всяком случае, в начале пути. А его теории знакомства слов сказаны мельком, а четвертой прозе тоже. Восхитительные куски, краткие, сгущенные, острые, меткие, едкие, словом, проза Ахматовой, но нет единого дыхания, нет даже подобия какой-либо постройки. Построить легко, а чего нет, того нет. Отрывки переходят иногда в простые перечни. Перечень стихов, обращенных Мандельштамом к Ахматовой, перечень красавиц, в которых он бывал кратко, пылко, но безответно влюблен, свидетельство о том, что свою жену, Надежду Якульну, он любил невероятно, неправдоподобно. Каждое звено драгоценны сама по себе, каждая Ахматова о Мандельштаме, но слишком мало о Мандельштаме поэти. Зато описание обыска, проводы, Мандельштам в Воронеже, ослепительны. Скупость и строгость в трагических местах, чисто Ахматовские. Я ограничилась тем, что заполнил некоторые белые пустоты в машинописи, оставленные для цитат. И то не все, потому что под рукой нет книг. Поставил также против пустот большие вопросительные знаки. Придется Анне Андреевне уж кого-нибудь в Ленинграде или в Москве поискать, кто поможет ей вспомнить. Впервые воспоминания Ахматовой о Мандельштаме напечатаны за границей в 1965 году в Альманахе «Воздушные пути», номер 4. Затем в 1968, во втором томе ее сочинений, в двухтомнике, 1986, даны лишь отрывки с таким пояснением Герштейн. В 1957 году Анна Андреевна начала работу над воспоминаниями о своем соратнике и друге. Это поэт Осип Мандельштам. Самое заглавие работы Анны Андреевны «Листки из дневника» указывало на первоначальные намерения автора сделать художественный очерк малой формы. Но постепенно эти воспоминания разрастались, Ахмата возвращалась к ним в течение последующих лет, дополняя рассказами о разных периодах их дружбы, о важных событиях в жизни Мандельштама и о его смерти. К сожалению, эти многочисленные дополнения не были сведены ею в единое целое, работа осталась незавершенной. Несколько разных редакций этих воспоминаний требуют для их опубликования тщательной текстологической подготовки, которую мы не имели возможности произвести. В настоящем томе мы ограничиваемся несколькими выдержками из них, печатая их в ряду других беглых высказываний Ахматовой о писателях-современниках. Том 2, страница 373. Эта текстологическая работа была произведена Веленкиным, подготовленные и прокомментированные им листки из дневника о Мандельштаме. Смотрите, двухтомник, 1990-й, том 2. Примечание актора. Вечером я позвонила ей в Ленинград. Рукопись мною получена, и с первой же оказии я пришлю ей большое письмо. К отзыву моему она не проявила ни малейшего интереса, даже и вопроса не задала. Зато с совершенной беспощадностью осыпала меня градом дурных новостей. От реквиема в книге осталось всего два стихотворения, поэмы без героя и путем всея земли, посланные на дополнительное рассмотрение в Москву. Это значит, весь отдел разрушен, уничтожено подводное единство трех поэм. К семистам уже прежде выкинутых строк прибавилось еще сколько-то. Минна Исаевна снова выразила желание встретиться со мной, но Анна Андреевна объявила редакторше, что я несговорчивее, чем она, и встречаться не стоит. «Будьте вы несговорчивы», закричала я в трубку, но сейчас же спохватилась и добавила, «Не слушайте меня, я в вопросах печатания дурной советчик». «Я уже на все согласилась», отчетливо выговорила Анна Андреевна. «Только если поэмы без героя не напечатают, верну деньги и потребую книгу обратно». «Мы простились, теперь уже надолго». «Я буду вспоминать наши беседы в Комарове», любезно произнесла Анна Андреевна, и, помолчав и шумно подышав в трубку, «Как вы шли по лесной дороге, а я смотрела вам вслед». Стихотворение Анны Ахматовой В этом отделе собраны те стихи, без которых понимание моих записей затруднено. Номер 104 «Сердце к сердцу не приковано, если хочешь уходи, много счастья уготовано тем, кто волен на пути. Я не плачу, я не жалуюсь, мне счастливой не бывать, не целуй меня усталую, смерть придет поцеловать. Дни томлений острых прожиты вместе с белой зимой, отчего же, отчего же ты лучше, чем избранник мой». 1911. Номер 105. Молю с оконному лучу, он бледен, тонок, прям, сегодня я с утра молчу, а сердце пополам. На рукомойнике моем позеленела медь, но так играет луч на нем, что весело глядеть, такой невинный и простой в вечерней тишине, но в этой храме не пустой, он словно праздник золотой и утешенье мне. 1909. Номер 106. «Как ты можешь смотреть на Неву, как ты смеешь сходить на мосты, я недаром печальный слыву с той поры, как привиделся ты, черных ангелов крылья остры, скоро будет последний суд, и малиновые костры, словно розы в снегу цветут». 1914. Номер 107. «Высокие своды костела, синей, чем небесная тверть, прости меня, мальчик веселый, что я принесла тебе смерть, за розы с площадки круглой, за глупые письма твои, за то, что дерзко и смуглый, мутно бледнел от любви. Я думала, ты нарочно, как взрослый хочешь быть, я думала, тонна порочных нельзя, как невест, любить, но все оказалось напрасно, когда пришли холода, следил-то уже бесстрастно за мной везде и всегда, как будто копил приметы моей нелюбви, прости, зачем ты принял обеты страдальческого пути и смерть к тебе руки простерла, скажи, что было потом, я не знала, как хрупко горло под синим воротником, прости меня, мальчик веселый, совенок замученный мой, сегодня мне из костела так трудно уйти домой. Ноябрь 1913 Номер 108 Белый дом Морозное солнце, с парада идут и идут войска, я полдню январскому рада, и тревога моя легка, здесь помню каждую ветку и каждый силуэт, сквозь инея белую сетку малиновый капли цвет, здесь дом был почти что белый, стеклянное крыльцо, столько раз рукой помертвелой я держала звонок кольцо, столько раз, играйте, солдаты, а я мой дом отыщу, узнаю по крыше покатой, по вечному плющу, но кто его отодвинул, в чужие унес города, или из памяти вынул навсегда дорогу туда, волынки вдали замирают, снег летит, как вишневый цвет, и видно, никто не знает, что белого дома нет. Лето 1914-го слепнева. Номер 109. И мнится голос человека здесь никогда не прозвучит, лишь ветер каменного века в ворота черные стучит, и мнится мне, что уцелела под этим небом я одна, за то, что первая хотела испить смертельного вина. 1917-й. Номер 110. Все ушли, и никто не вернулся, только верный обет любви, мой последний, лишь ты оглянулся, чтобы увидеть все небо в крови. Дом был проклят, и проклято дело, тщетно песня звенела нежней, и глаза я поднять не посмела, перестрашной судьбою своей, осквернили причистое слово, растоптали священный глагол, чтоб с сиделками тридцать седьмого мыло я окровавленный пол, разлучили с единственным сыном, в казематах пытали друзей, окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки своей, наградили меня немотою, на весь мир окаянно кляня, обкормили меня клеветою, опоили отравой меня, и до самого края доведши, почему-то оставили там, любо мне, городской сумасшедшей, по предсмертным бродить площадям. 1959 номер 111 Осипа Мандельштама Я над ними склонюсь как над чашей, в них заветных заметок не счесть, окровавленной юности нашей, эта черная нежная весть, тем же воздухом, так же над бездной, я дышала когда-то в ночи, в той ночи и пустой и железной, где напрасно зови и кричи, о, как пряно дыханье гвоздики, мне когда-то приснившейся там, это кружатся эвредики, бык Европу везет по волнам, это наши проносятся тени, над дневой, над дневой, над дневой, это плещет днева о ступени, это пропуск в бессмертие твой, это ключики от квартиры, от которой теперь ни гугу. Это голос таинственной лиры на загробном гостящей лугу. 1957 Номер 112 Черепки Ты не можешь оставить свою мать сиротой, Джойс. Мне, лишенной огня и воды, разлученной с единственным сыном на позорном помосте беды, как под тронном стою балдахином. Вот и доспорился яростный спорщик до енисейских равнин. Вам он бродяга, шуан, заговорщик, мне он единственный сын. Семь тысяч три километра. Не услышишь, как мать зовет в грозном вое полярного ветра, в тесноте вступивших невзгод, там дичаешь, звереешь. Ты милый, ты последний и первый, ты наш, над моей ленинградской могилой равнодушная бродит весна. Кому и когда говорила, зачем от людей не таю, что каторга сына сгноила, что музу засекли мою, я всех на земле виноватий, кто был и кто будет, кто есть, и мне в сумасшедшей палате валяться великая честь. Вы меня, как убитого зверя, на кровавый подымите крюк, чтоб хихикая и неверя, иноземцы бродили вокруг и писали в почтенных газетах, что мой дар несравненный угас, что была я поэтом, в поэтах, но мой пробил тринадцатый час. Номер сто тринадцать земля, хотя и не родная, но памятная навсегда, и в море нежно-ледяная и несоленая вода, на дне песок белее мела, а воздух пьяный, как вино, и сосен розовое тело, в закатный час обнажено, а сам закат в волнах эфира, такой, что мне не разобрать, конец ли дня, конец ли мира, или тайна тайн во мне опять. 1964 Номер сто четырнадцать Памяти Срезневской Почти не может быть, ведь ты была всегда в тени блаженных лип, в блокаде и в больнице, в тюремной камере и там, где злые птицы, и травы пышные, и страшная вода. О, как менялось все, но ты была всегда, и мнится, что души отъяли половину, ту, что была тобой, в ней знала я причину чего-то главного, и все забыла вдруг, но звонкий голос твой зовет меня оттуда, и просит не грустить, и смерти ждать, как чудо, ну что ж, попробую. 9 сентября 1964 Комарова Приложение первое Тяжба в промежутке 17 июня 7 ноября от моей последней встречи с Ахматой в Москве и до первой встречи в Комарове из моего общего дневника 23 июня 1964 года пиво воды в деле Бродского просвет наконец-то мое письмо и Фридину запись прочел Черноутсан и обещал попробовать что-то сделать затем неожиданность делом возмущен заведующий международным отделом КГБ я его понимаю молодчики грубо работают уже и левая итальянская печать выступила от Иосифа пришло очень хорошо написанное письмо Круденко мы пошлем его в разные места Фрида приезжала из Тарусы и была на приеме в управление милиции с просьбой распорядиться послать Иосифа нафтек ей сказали что это может сделать Архангельск сам и Каноша но Архангельск сам увы боится Иосиф на три дня ездил с разрешения начальства в Питер из письма Бродского Руденко товарищ генеральный прокурор к сожалению я не имею понятия о форме в которой у меня есть право к вам обратиться Я знаю только что мой приговор обжалованию не подлежит я даже не знаю есть ли у меня вообще данное право но я твердо убежден что как гражданин своей страны и как человек вообще я имею право протестовать против того что мне кажется несправедливым это человеческое право и оно дается человеку с его рождением поэтому я обращаюсь к вам я начал работать с 15 лет я был фрезеровщиком кочегаром фотокорреспондентом санитаром техником геологом матросом я хотел повидать мир и мне это удалось все это время я писал стихи в октябре 1962 года я заключил с гослитой с датом свой первый договор на перевод стихов в сборнике Заря над Кубой и с тех пор по самое последнее время вел профессиональную переводческую работу именно это время осень 1962 и весь 1963 год именно это время когда вышли две книги с моими переводами когда мои оригинальные стихи были опубликованы впервые в журналах когда ленинградская студия телевидения по моему сценарию сняла и выпускает сейчас на экран кинофильм именно это время послужило впоследствии поводом для обвинения меня в невыполнении важнейшей конституционной обязанности честно трудиться на благо Родины и обеспечении личного благосостояния я цитирую судебное постановление товарищ генеральный прокурор я знаю немало профессий и считаю труд переводчика ничуть не менее достойным чем труд кочегара больше того это древний как самый мир труд и я смею думать что мой труд шел на благо Родины ибо взаимопонимание едва ли не наивысшее человеческое благо далее я никогда в своей жизни не написал ни единой антисоветской строчки точно так же я никогда не писал порнографии точно так же я никогда нигде ни с чьей помощью не устраивал своих вечеров где противопоставлял себя нашей советской действительности я выступал всего два или три раза по прямому приглашению союза писателей с чтением своих переводов на все это я указал суду но никакого внимания на это обращено не было я просил суд также объяснить мне в чем же я конкретно обвиняюсь ответа на этот вопрос я не получил и потом в течение всего заседания суд занимался самым разнообразным поношением моей поэтической деятельности хотя обвинялся я по вполне определенной статье и приговор мне был вынесен в соответствии с ней товарищ генеральный прокурор это незаконно как литератору мне абсолютно безразличны мнения людей невежественных с какой бы яростью они не высказывались но в том-то и дело что вся эта дикая свистопляска была устроена для того чтобы отвлечь внимание от основной сути дела я не виновен обвинять меня по указу о тунеядцах значит фактически игнорировать не только документы скрепленные государственной печатью но и самый закон обвинять меня в уклонении от общественно полезного труда невозможно и все-таки вызвав в качестве свидетелей шестерых человек которые по их же собственным словам никогда меня не видели суд нашел возможным обвинить меня в уклонении от общественно полезного труда прежде всего могут ли называться свидетелями лица которые меня никогда не видели свидетелями чего они в таком случае являются когда я спросил на основании каких же материалов они решаются составлять обо мне свое мнение судья запретил им отвечать я просил свидетелей указать мне что именно дает им право обвинять меня в порнографии и антисоветчине просил привести какой-либо пример сделать это никто оказался не в состоянии создавалось такое впечатление будто они знают что нужно сказать но не знают о чем они говорят кроме того один из свидетелей воеводин представил суду фальшивую справку гласящую что я не являюсь ни поэтом ни профессиональным литераторам справка была выдана якобы от лица комиссии по работе с молодыми авторами при ленинградском отделении союза писателей но присутствовавшие на суде члены этой самой комиссии заявили что с ними данный вопрос никогда не обсуждался заседания комиссии не было и такого решения она не принимала один из свидетелей обвинения заявил будто я обманным путем освободился от воинской службы это тоже ложь после всего этого последовало полуторачасовое выступление общественного обвинителя Сорокина которого я видел в первый раз представлявший собой совершенно разнузданную клевету по моему адресу а также по адресу сиятельных тунеядцев как он сам выразился имея ввиду Чуковского и маршака после этого был устроен перерыв а затем оглашен известный вам приговор товарищ генеральный прокурор не юридически не нравственно я не виновен я не уклонялся от общественно полезного труда и не вел антиобщественного паразитического образа жизни я имею все основания обвинить суд в недобросовестности и фальсификаторстве в преднамеренном осуждении ничем иным нельзя объяснить столь явное пренебрежение к фактам все это произошло потому что я чтобы не говорил суд действительно поэт пишу свои стихи и перевожу стихи зарубежных поэтов я убежден что придет время когда о недостатках и достоинствах моих стихов и переводов будут судить сведущие люди а не те что заявили в своем постановлении будто я писал ущербные упадочнические стихи которые распространял среди молодежи Москвы и Ленинграда это глупость смешанная с ложью что же касается юридической стороны дела то если хоть одно из брошенных мне обвинений основательно я должен нести наказание несравненно больше чем то которому я подвергнут и в этом смысле суд также совершает преступление перед законом уже хотя бы на этом основании я заявляю протест против вынесенного мне приговора я прошу повторного разбирательства если я не прав я ничего не выиграю но я знаю что я ни в чем не виновен и ничего не боюсь я прошу у вас не милости а справедливости и верю что мне не будет в этом отказано и я получу возможность вернуться к своему труду с искренним уважением Бродской июль 1964 года из дневника Чуковского 25 июня 64 были у меня вчера четыре джентльмена Смирнов председатель Верховного суда РСФСР Базанов директор Пушкинского дома Ворожейкин директор Юриздата и еще один чья фамилия не выяснена мои коллеги по изданию Восьмитомного Кони оказалось что со Смирновым председателем Верховного суда я уже встречался в жизни на Лахте Вольгина в 1922 году Он говорит «Помню вы все возились с детьми Был ли он тогда ребенком я не решился спросить Он тучный высоколобый с усталым лицом Я заговорил об Осипе Бродском Он оживился Представьте я получил о нем два письма Оба из Ленинграда Одно по-английски Пишет какой-то студент на бумаге вырванной из тетради Такое смешное письмо Вам смешно а он страдает Больной должен где-то под командой грубых людей возить навоз и так далее Очень смешное письмо Я стал говорить о злобном Прокофьеве который из темных побуждений решил загубить поэта о невежественном суде Базанов и незнакомец вяло поддерживали меня но Смирнов отошел в угол балкона покурить и все говорил такое письмо и по-английски Дневник 2 страница 356 Поустовской Микояну Дорогой Анастас Иванович Я встретился с тяжелой несправедливостью Молодого ленинградского поэта и переводчика Бродского объявили тунеядцем судили за то что он писал стихи и сослали из Ленинграда на север это дает мне основание обратиться к вам и просить вас вмешаться в это дело материалы из которых видно существо дела прилагаются Поустовской 27 июля 1964 Из письма Бродского Вигдоровой 16 августа 64 Дорогая Фрида Абрамовна писать вам нужно бы слишком о многом потому и не выходят письма Это даже и лучше спокойнее Да и вообще все это время нахожусь как бы за скобками Кроме того никаких таких новостей у меня не было Вот и не писал и кажется даже не поблагодарил за машинку Этого сейчас сильно стыжусь и как бы с жаром как бы наверстываю упущенное Она мне служит маленькую но иногда замечательную службу Дело в том что когда свыше поступило указание устроить мне комиссию именно из Архангельска сюда приезжал специальный человек отнесшийся ко мне весьма благожелательно следовательно возможно какая-то связь между Москвой и Архангельском скажем на предмет за требование оного дела или наоборот что если я попрошу здесь чтобы дело послали в Москву хотя вряд ли меня послушают имеет ли это смысл в общем я хотел бы что-то знать вернее и как-то поступать ибо дольше находиться в бездействии не хочу и не могу мне кажется что воз не двигается с места по моей вине я хотел бы также чтобы вы если не трудно написали мне всю правду даже если дело решительно безнадежное Миронов и прочие простите мне пожалуйста этот несносный тон и может статься нелепой фантазии говоря по чести у меня просто увеличилось число причин по которым я желал бы освобождения кроме того уже семь с лишним месяцев всей этой вздорной позорной истории ничего удивительного что нервы разгулялись а вообще же ничего убийственного не происходит хотя то что происходит для меня пожалуй хуже самого невероятного но об этом слишком долго пожалуйста не сердитесь как свидетельство полной своей лояльности приложу к письмецу стихи писанные здесь в мае июне за весь июль написал только одно славное в общем стихотворение и больше ничего меня завалили переводами но что-то такое случилось что не могу к ним подойти и ничего не выходит но это уж сугубо мои личные дела о них не стоит литература просто как ни вертис здесь трудно работать на ноябрьске или к новому году меня может статься отпустят может быть имеет смысл поехать в Москву я очень хотел бы увидеть вас и поговорить у меня очень плохой почерк потому и воспользовался машинкой которая давно хочет передать вам привет и сказать что она цела и здорова черновик ответа Вигдоровой Бродскому конец августа шестьдесят 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 ну вот наконец и письмо от вас я очень понимаю что вам писать трудно вообще а мне в особенности и все-таки хорошо что вы написали отвечать тоже трудно потому что не могу втолковать главного дело не в Архангельске и не в Каноше и даже не в Москве и Ленинграде не в городах а в конкретных людях и даже не в Прокофьеве дело взав отделом административных кадров товарища Миронови и это гораздо серьезнее у него есть все моя запись письмо Чуковской ваше письмо адресованное Руденко так что вы тоже действуете все эти материалы лежат на столе Леонида Федоровича Ильичева к нему же от себя обратился руководитель союза писателей Федин Паустовский послал мою запись и ваше письмо председателю Совета Министров Микояну и конечно высказал ему свое мнение на произошедшее пока ответа нет вот что сбиваясь на протокол я могу вам сказать есть только один человек к которому мы не обратились Н.С но его в Москве давно нет и уже нет того человека который хочет к нему обратиться я и хочу но я как вы сами понимаете не фигура вам не повезло в том что ваши друзья и заступники люди не чиновные они очень немного могут они одолевают путь не милями а миллиметрами но нет такой минуты когда бы они не помнили о вас и не действовали бы не семь как вы пишете а девять месяцев время достаточное для того чтобы родился ребенок а он вот не рождается несмотря на все это я с удивлением прочитала ваши слова о ноябре или новом годе не могу и не хочу думать что вы все еще будете там чудо ли или до кого-то дойдет все же смысл позор происходящего но вас должны освободить так я думаю и верю еще еще раз хочу сказать что если бы речь шла об архангельске о котором упоминаете вы может хватило бы моего скромного влияния а тут дело совсем совсем другое постарайтесь понять из письма Корнея Чуковского Лидии Чуковской 17 июля 1964 сейчас получил номер Таймса где рассказана история Бродского сообщено о ходатайствах Шостаковича моем Исмуэл Яковлевиче а также сказано по поводу Рэквемя что Ахматова великий поэт Чуковский пишет о статье Патрисии Блейк быть советским литератором все еще опасно опубликованной 21 июня 1964 года в New York Times Book Review автор статьи сообщает копии писем и телеграм которые были направлены в суд и в ЦК партии многими выдающими сопредставителями русской интеллигенции и творческими работниками такими как Дмитрий Шостакович Корней Чуковский и Самуил Маршак недавно тайными путями дошли до Запада они заявляют что молодой и все еще развивающийся талантливый поэт должен быть огражден от необоснованных и оскорбительных обвинений и указывают что процесс Бродского широко комментируется в России как рецидив методов которые применялись в период культа Сталина История Иосифа Бродского свидетельствует о том что быть советским литератором все еще опасно Он протеже самого крупного из ныне здравствующих русских поэтов 75-летней Анны Ахматовой Выдержки из статьи даны в переводе с английского Из письма Бродского Вигдоровой сентябрь 1964 Читать ваше письмо было гораздо мучительнее чем думать о собственных невзгодах Очень больно что вас так ранит эта история Хотел бы вас как-то утешить но боюсь вышло бы слишком кокетливо Вы пишете что меня должны освободить Нет Фридо Абрамовна не должны И не только в силу политической ситуации а потому что у этой страны нет долга передо мной Я чувствую очень сильно насколько эта земля не связана с человеком Поэтому я все буду сам Нужно ее пересилить вспахать что ли перехитрить Ладно И эта лирика Очень хочу на ноябрьские или к новому году выбраться на пару дней хотя теперь не знаю удастся ли болею уже неделю и на меня глядят очень косо Из моего общего дневника 11 сентября 64 Сегодня дурные вести о деле Иосифа Несколько дней назад в городе была у меня Наталья Грудинина она специально приехала из Ленинграда чтобы добиться приема у Смирнова Миронова Суркова Руденко и кроме того послать большое письмо Никите Сергеевичу письмо составлено длинно но горячо и убедительно Вместе с Львом Зиновичем она посетила Воронкова и они вместе подробно объяснили ему сколько в деле фальшивок Ну вот а сегодня Корний Иванович ходил к Федину который читал начал его воспоминаний Озощенко и Федин сказал что дело Бродского с приденной записью было докладываемо лично Хрущеву по-видимому из-за криков за границей он сказал якобы что суд велся безобразно но пусть Бродский будет счастлив что его осудили за тунеядство а не за политику потому что за стихи ему причиталось бы десять лет Значит мерзавцы или обманутые обманули Никиту Сергеевича разного рода фальшивками со стряпанными Лернером потому что никаких антисоветских стихов у Бродского нет и быть не может он живет на удивление далеко от всякой политики завтра я еду в город увижу с Фридой которую не видела сто лет и будем думать думу да еще Никита Сергеевич спросил как Фридина запись попала за границу Фрида посылала ее в известие в литературную газету в прокуратуру и так далее очевидно в каком-то из этих учреждений кто-то переписал и пустил по рукам а то что ходит по рукам неизбежно попадает за границу а от Иосифа вести плохие и самая плохая так что он не в силах переводить хотя его завалили переводами зима там близка переживет ли он ее Вигдорова Федину сентябрь шестьдесят четвертого глубоко уважаемый Константин Александрович никто не вправе перекладывать тяжесть со своих плеч на чужие каждый сам должен нести свою ношу но я перекладываю свою ответственность за человеческую судьбу на вас потому что оказалось я бессильна у меня нет пути на котором я могла бы добиться справедливости речь идет о судьбе молодого талантливого поэта несправедливо и бессмысленно сосланного на пять лет за тунеядство я обращалась в газету для журналиста путь единственной верной в прокуратуру в ЦК все напрасно нет нужды излагать суть этого дела оно полное и подробно изложено в записи двух судов на которых я присутствовала и в письме Лидии Чуковской работнику ЦК Игору Сергеевичу Черноуцану прочитайте эти материалы вправе я или не вправе так поступать но я перекладываю ответственность за судьбу оклеветанного молодого поэта на вас вы руководите союзом писателей может быть перед вами откроются двери которые плотно закрыты передо мной Вигдорова Дьяконов Федину сентябрь 64 глубоко уважаемый Константин Александрович вы по всей вероятности помните меня мальчиком я Игорь единственный сохранившийся из семьи Михаила Алексеевича Дьяконова которого я знаю вы любили и единственный попытались нам помочь в 1938 году вы на днях получили письмо от Фриды Абрамовны Вигдоровой я очень вас прошу в память той не удавшейся вам помощи в 1938 году оказать помощь в этом деле хотя человек о котором идет речь мне совершенно неизвестен но исход этого дела для нас всех в Ленинграде пробный камень действительно ли 1938 год не повторится с глубоким уважением и благодарностью за прежнее ваш Игорь Дьяконов из письма Грудининой Миронову 11 сентября 64 Поскольку высказанное вами мнение о деле Бродского до суда и непосредственно после оказалось трагичным для дела и исказило нормальный ход разбирательства и надзора со стороны органов прокуратуры то прошу вас как коммуниста принять меня выслушать и дать указания о проверке фактов которые я вам сообщу это совершенно необходимо потому что молодые литераторы моего родного города несут тяжелые идеологические потери в результате открытого показательного суда над Бродским и беззаконного приговора а также потому что восстановление законности и справедливости затягивается на чересчур долгий срок из письма Грудининой Хрущеву 13 сентября 64 по праву человека отдавшего жизнь воспитанию собственных детей и литературной молодежи я прошу вас избавить молодые умы от дела Бродского техника фабрикации дела в результате многолюдного суда стало известно чуть ли не всей интеллигенции Ленинграда и Москвы наши правосудия чернят за границей и все лишь потому что в одной из народных дружин Ленинграда завелся лгун и провокатор некий Лернер когда же все это кончится партия и вы лично обещали нашим детям строгое соблюдение законов почему же безнаказанно нарушен закон в Ленинграде беззаконный приговор должен быть снят наши дети молодые литераторы а также все кто был потрясен этим омерзительным делом должны успокоиться и знать что тридцать восьмой год больше никогда не повторится из моего общего дневника 14 октября шестьдесят четвертого переделкина мы приехали к деду вместе с Фридой чтобы вместе она так хотела пойти к Ивановой уговариваться о комнате но дед внезапно позвал нас обеих к себе наверх он лежал на диване слабый и грустный сообщил поразительную новость к нему приезжал Дмитрий Алексеевич Поликарпов специально по делу Бродского просить чтобы Корнеев Иванович взял назад свое заступничество снял свое имя Корнеев Иванович дорогой отказался наотрез странное дело никаких политических обвинений против Бродского не выдвигается а все та же галиматья о тунеядстве о подстрочнике о каких-то попойках и прочее что это за бесчеловечие безобразие приезжать на дом к больному старику с допросами и насильничеством из моего общего дневника 22 октября 64 сдвиг по делу Бродского большой счастливый Миронов тот самый Миронов который накануне суда так гнусно говорил с Корнеем Ивановичем который дал ход всему беззаконию так вот тот самый Миронов 3 октября позвонил Ленинград Грудининой и сообщил что он передал дело снова в прокуратуру СССР куда ее Грудинину и вызовут 19 октября эта Жанна Дарк была на приеме у исполняющего обязанности прокурора СССР Малерова Малеров обещал освободить Бродского в течение нескольких дней если за него поручатся известные люди решено мы хлопотавшие 15 человек число назвал он берем Иосифа на поруки срок сокращается до 8 месяцев вечером 19 у Фриды я Гнедин Грудинина написали соответственную бумагу подпись Копелевых отсутствует потому что они были в это время в командировке 20 утром я Шура и Грудинина съездили к Корнею Ивановичу он подписал затем Грудинина поехала по Устовскому а от него прямо в Ленинград то даже Фрида чтобы не потерять ни минуты там подпишут Анна Андреевна Дар Вахтин Долинина Эдкинд Адмани и тогда письмо будет представлено Малерову а к Иосифу поедет Толя из Ленинграда с которым Фрида посылает ему для осведомления наше поручительство из книги Наймана рассказы В октябре 64 года я встречал Ленинграде Вигдорову ехавшую из Москвы собирать подписи тех кто хотел поручиться Забродского перед властями ступив на перрон она воскликнула Толя победа в прокуратуре СССР ей сказали что его вот-вот выпустят кто же уверяли перед поездкой в Лондон Ахматову в Союзе писателей страница 142 из поручительства Забродского 19 октября 1964 исполняющим обязанности генерального прокурора СССР товарищу Малерову Михаилу Петрович В Ленинграде по указу о тунеядцах был осужден и выслан на пять лет в места спецпоселения начинающий поэт-переводчик Иосиф Александрович Бродской год рождения 1940 Мы ниже подписавшиеся профессиональные литераторы просим освободить Бродского от пребывания на поселении ограничив срок его осуждения временем истекшим со дня приговора Мы хотели бы чтобы Бродской вернулся к полюбившей своему работе работе поэта-переводчика Мы обещаем вам заняться воспитанием молодого поэта добиваясь того чтобы Бродской прочно утвердился на пути советского литератора неустанно отдавая свои силы работе в соответствии своей квалификации по договору с издательствами или на других законных основаниях Мы убеждены что Бродской при его несомненном таланте систематически занимаясь трудовой деятельностью безусловно обеспечит себе необходимый прожиточный минимум всецело сознавая свою ответственность мы чувствуем себя в силах выполнить свое обещание Чуковской Корней Иванович член союза писателей Москва Паустовской Константин Георгиевич член союза писателей Москва Ахматова Анна Андреевна член союза писателей Ленинград Чуковская Лидия Корневна член союза писателей критик Москва Вигдорова Фрида Абрамовна член союза писателей журналистка Москва Грудинина Наталья Иосифовна член союза писателей поэт Ленинград Вахтин Борис Борисович член союза писателей переводчик Ленинград Ленецкая Эльга Львовна член союза писателей переводчик Ленинград Адмани Владимир Григорьевич член союза писателей доктор филологических наук переводчик Ленинград. Хмельницкая Тамара Юрьевна, член Союза писателей, критик-переводчик, Ленинград. Долинина Наталья Григорьевна, член Союза писателей, прозаик, педагог, Ленинград. Гнедин Евгений Александрович, журналист, Москва. Семенов Глеб Сергеевич, член Союза писателей, поэт, Ленинград. Лидия Чуковская, Корнею Чуковскому, 23 октября, 64-го. Дорогой дед, дозвониться тебе нет возможности, поэтому пишу. Сегодня приехала из Ленинграда Фрида счастливая, веселая и глазастая, совсем не такая, почерневшая и заплаканная, какой она дважды возвращалась после суда. Бумага подписана всеми ленинградцами во главе с Анной Андреевной. Приятель Бродского послан к нему с копией нашего поручительства и всякими наставлениями. Подписанная бумага сегодня отправлена прокурору Малерову, тому, с которым говорила Грудинина. Теперь остается только ждать. Впервые за восемь месяцев можно ничего не делать, а только ждать. Из моего общего дневника, 23 октября, 64-го. Да, а Миронов, тот самый Миронов, который сначала благословил суд над Бродским, а недавно, 3 октября, сделал крутой поворот, позвонив Грудининой, этот самый Миронов разбился в самолете вместе с нашей делегацией, и сегодня его хоронили. Намерены исключить. Ко времени моей ноябрьской встречи с Анной Андреевной 1964 года в Комарове, в литературных кругах разнесся слух, что из-за активной борьбы за освобождение Бродского, Вигдорову по инициативе партийной организации намерены исключить из союза писателей. Этот слух сильно встревожил друзей Фриды Абрамовны. Я, в частности, собиралась срочно прервать свое пребывание в Комарове и возвратиться в Москву. Привожу отрывки из писем, полученных мною от Фриды до Комарова и в Комарове. 5 ноября 1964 года он, Александр Борисович, тихо сидел в саду нашего дома. К нему подошел один молодой, впрочем, уже не очень молодой, критик и бухнул, как у Фриды Абрамовны с исключением из союза. 6 ноября, Александр Борисович был уверен, что я от него все скрыла, а я и сама ничего не знала. Правда, ко мне то и дело подходили с вопросом, говорят, у вас неприятности. Но я по глупости или по легкомыслию не волновалась, и не волнуюсь, и не буду. Впрочем, сейчас, кажется, и оснований нет волноваться, утихло. Хороши были разные люди в этих обстоятельствах, об этом лично. Но слова Полевого, тогда редактора журнала «Юность», сказанные им Романовой, я хочу вам сообщить. «Мне надоело это Вигдорова», — сказал он. «То она пристает с СНН, то с Бродским. Защищать ее я не буду», — подумав, «но и топить не буду». Вот одолжил. Любопытно, когда мне передали совет уехать из Москвы, поскорее подальше я ответил, «Я не заяц, я не побегу». 7 ноября 64-го. «Я очень огорчена вашей болезнью, а своими делами не огорчена нисколько. Кстати говоря, они пошли на убыль. Не волнуйтесь, дорогая, история эта сошла на нет, потухла. Единственное, что меня мучает, это судьба Иосифа. Почему тянут, почему не отпускают?» 11 ноября 64-го. «Хочу, чтобы вы поняли, я не волновалась, не горевала, не чувствовала ничего похожего на страх. Я только рада была, что у меня будет хоть минутная возможность сказать все, что я о них думаю. Кажется, не будет у меня такой возможности. Все затихло. Ну и слава Богу, скажу я, любя и жалея своих друзей и бедного Александра Борисовича». Орлова и Копелев вспоминают. Вскоре стало известно, что правление Московской организации Союза писателей готовит дело об исключении Вигдоровой из Союза. Уже подыскивали ораторов из числа умеренных либералов, хотели также, как раньше в деле Пастернака, спекулировать на аргументах. Она препятствует оттепели, она провоцирует репрессии, внушает недоверие к интеллигенции. Дело не состоялось. В октябре свергли Хрущева. Растерялись и литературные чиновники. Куда повернут новые власти? Мы жили в Москве, страницы 104-105. Теперь стали известны документы, подтверждающие серьезность намерения власти расправиться с Вигдоровой. В ответ на информацию председателя КГБ Семичастного, сотрудники идеологического отдела и отдела культуры ЦК КПСС, Снастин и Поликарпов, сочли необходимым провести совместное заседание секретариата в правлении Союзов писателей СССР, РСФСР, Московского отделения Союза писателей СССР, на котором обсудить вопрос о нездоровых явлениях и фактах антипатриотического поведения отдельных литераторов. В июле 1964 года этот вопрос обсуждался на совещании руководителей Творческих Союзов и секретарей Порторганизации и отдела культуры ЦК КПСС, а затем в соответствующих организациях. Литературные газеты 1993-18. С тех пор очевидные поползли зловещие слухи о предстоящем исключении Вигдоровой из Союза писателей. 1965. Москва. Анна Андреевна проезжала через Москву из Рима в Ленинград накануне Нового года. Жила у Любови Давыдовны Большинцовой, кажется, всего два дня. Мы не перекликнулись, я в переделкине. А 8 января она позвонила мне из Ленинграда в Москву. Голос чуть охрипший, пожаловалась, что утомлена, хоть ложками собирай, но говорила бодро. Поручение. Прочесть корректуру ее стихов, которые идут в Новом мире в первом номере. В первом номере Нового мира за 1965 год напечатаны семь стихотворений Анны Ахматовой. «Земля, хотя и не родная», под заглавием в пути. «В Выборге». «Почти не может быть». Стихи, посвященные памяти Срезневской. «Петербург в 1913 году». «Это рысь и глаза твои, Азия». «Ташкент зацветает». «И я буду помнить звездный кров». «Бег времени. Седьмая книга». Примечание автора. Пожаловалось, что в дне поэзии из цикла «Полночные стихи» удалено в Зазеркалье. И из одного стихотворения выпала строчка. Речь идет о московском альманахе «День поэзии» 1964, в котором Анна Андреевна попыталась напечатать полночные стихи в их первоначальном виде. «Цензура изъяла в Зазеркалье», то есть третье стихотворение этого цикла. Выпала строчка. Предпоследнее в пятом стихотворении «Зов. Твоя мечта. Исчезновение». Полностью полночные стихи «Бег времени. Седьмая книга». Примечание автора. «Сказала, я в Москву вернулась из Рима под самый Новый год. Этакой Дед Мороз. Шесть чемоданов с подарками. Потом объявила свое дальнейшее предполагаемое расписание. Может быть, еще в январе приедет в Москву. В марте намерена пожить в Комарове. Не у себя, а в Доме творчества. В июне Оксфорд. Оттуда уже прислали ей мерку для мантии. 16 февраля 65-го. Получила письмо от Анны Андреевны. «Милая Лидия Корневна, вы опять были больны, а я опять узнала об этом с опозданием. Вчера Пантелеев показал мне свою невероятную девочку. Я в жизни моей не видела ничего подобного. Показывая, передразнивая пьянеющую эстонку, она отчетливо произносила какие-то эстонские звуки и наполнила комнату чем-то эстонским». Письмо, написанное из Дома творчества в Комарове. Дочери Пантелеева, Маше, с детства был присущ необычайный актерский дар. Она показывала знакомым отдельные номера собственного сочинения. В 1965 году, когда Анна Андреевна встретилась в Доме творчества с писателем Пантелеевым и его семьей, Маше было 8 лет. Мария Алексеевна Пантелеева скончалась после тяжелой многолетней болезни в 1989 году. Одной из причин недуга был отказ принять ее в какой-либо театральный вуз. Примечание автора. «Вы, вероятно, знаете, что я выбрана на съезд и думаю быть в начале марта в Москве. Мне очень не хватает наших бесед и накопилось множество новостей разного рода. Бег времени что-то не торопится. Сегодня написала Фризи, как она, как Корней Иванович, как вы. Пробуду в Комарове до 18 февраля. Целую вас, ваша Ахматова. 11 февраля 1965 Комарова. Упоминая о новостях разного рода, Анна Андреевна, безусловно, имела в виду среди других и множество новостей по делу Бродского. За последнюю четверть года, что мы не виделись, дело Бродского явно сдвинулось в хорошую сторону, хотя освобожден он после нашего поручительства, упреки обещанию Миронова, еще не был. Большим событием в нашей жизни того времени была также и тяжелая болезнь Фриды Вигдоровой. Много разговоров велось вокруг провала Прокофьева на выборах в Ленинградском отделении Союза писателей 14 января 1965 года. Подробно рассказал об этом многообещающем происшествии поэт Глеб Семенов в своем письме к Фриде Абрамовне от 28 января 1965 года. Привожу отрывки. «Фрида, дорогая, милая, друг мой, как я рад, что вам лучше уже, по крайней мере, настолько, что можно вам писать. Наверное, ведь только в эти недели окружающие вас люди, близкие и стоящие поодаль, поняли, что вы значите для них. Можно не видеть вас каждодневно, но знать, что вы есть, и от этого становиться выше и чище, мерить себя вами. Не знаю, кто дотянется, таких, наверное, нет, но разве не гордо хоть примериваться? Я горжусь тем, что могу писать вам сейчас. Вам, вероятно, интересно узнать, что происходило 14 в Ленинграде». Далее Семенов описывает перевыборы в Ленинграде во всех подробностях. Отводы лицам, выдвинутым в новое правление партгруппой, давались очень решительно. Многие-многие выступали против Прокофьева, в частности, поминая дело Бродского. Один из выступавших закончил словами «Уходите, уходите, вы засиделись, кроме зла от вас ждать нечего». Прокофьев был вынужден сам снять свою кандидатуру в связи с преклонным возрастом и ухудшением здоровья. Вместо Прокофьева выбран был первым секретарем Ленинградского отделения Гранин. Под конец выступил один из секретарей обкома, который, заговорив о деле Бродского, упомянул о протесте прокуратуры СССР и расшифровал его так. «Не реабилитация, а немедленное амнистирование, согласно письму группы литераторов, не помню уж, кто его подписал, но, кажется, там есть и товарищ Грудинин». Далее Семенов пишет. «Воеводинах ни младшего, ни старшего на собрании не было. Младший в больнице лечится от пьянства. Старший за несколько дней до этого на заседании Бюро секции прозы подрался, буквально, с даром за то, что тот посмел сказать ему, что в нетрезвом виде на Бюро приходить не следует. Его дело будет разбираться в партбюро. О младшем говорилось с трибуны. Думается, его песенка спета. Вот доносье о наших ленинградских бурях. В заключение привожу запись из дневника Чуковского, сделанную им 18 января 1965 года. Литераторы в восторге. В Ленинградском союзе писателей были перевыборы и с грохотом провалили Прокофьева, который состряпал дело Иосифа Бродского. В правлении выбраны братскисты Добрынина, Грудинина, Долинина, Эткинт и другие. Такое крошечное и хрупкое торжество справедливости вызывает восхищение всего литературного мира. Дневник 2, страница 367. Собрание, на котором был провален Прокофьев, изображено также Латманизовым. Смотрите разговоры, страница 92. Примечание автора. 28 февраля 1965 года. Анна Андреевна позвонила мне сразу же в день своего приезда. Наконец-то мы увиделись. В гостинице «Москва». Номер 508. Большой безобразный номер, со всеми удобствами. Возле Анны Андреевны, Любовь Давыдовна и Аня. У Ани лицо лишено всякого выражения, а потому и обаяния, при несомненной юности и красоте. Анна Андреевна заботливо причесана, в элегантном костюме, в красивой современной, а не старинной шале, с новой сумкой и в новых модных туфлях. Впервые вижу ее одетой нарядно, и не вообще, а по моде. Я вслух восхитилась ее туалетом. Она с оживлением рассказала, что привезла Иосифу и Толе две одинаково волшебно теплые и волшебно легкие куртки. А Ниночке — купальный халат нечеловеческой пушистости, а Эмми Григорьевне — материю на пальто. Я одевала тех, у кого ничего нет. Анечка и Любовь Давыдовна отправились куда-то что-то доставать и устраивать чай. Едва лишь они ушли, Анна Андреевна дала воле усталости. Плечи у нее опустились. Передо мной сидела старая, жестоко переутомленная женщина, одетая не по возрасту модно, вялая, рассеянная, небрежная. Холодно и небрежно спросила она о Корнееван, чьи обо мне, и без большого интереса даже о Фриде. — Самое страшное о Фридочке она уже знает, но у меня на губах был подробный рассказ. 14 января Саша и Галя, дважды спускавшиеся к нам врач. В этот день на операционном столе должно было выясниться, какая причина вызвала желтуху, каково имя болезни. Камень в желчном протоке? Рентген не показывал камня. Киста аппендикса? Да, быть может, и киста, но профессор Виноградов предполагал рак поджелудочный. Мы сидели в вестибюле больницы. Раиса Ефимовна Облонская, Нора Яковлевна Галь и я. Перед нами ходили, вставали, присаживались и вставали снова Саша, Галя, Исаак Абрамович. Спустилась к нам знакомая докторша. Объявила, что Фриде уже в операционной. Ушла. Спустилась снова. Сделали еще раз. В последний раз рентген. Камня нет. Осталась одна слабая, слабейшая надежда. Опухоль железы, но не злокачественная. Один случай из миллиона. Бывает. Я смотрела на Изю и девочек, стоявших перед нашей скамьей, Фридины дочери и Фридин брат. Три варианта ее лица, бровей, глаз, ресниц, скул, волос. Держались они все спокойно. Галя была румяна, как всегда, Саша, как всегда, смугла и глазаста. Ни истерик, ни стиснутых губ и рук, ни рисовки, ни позы. Спокойные, обыкновенные речи. Фридины дочери воспитаны ее мужеством и ее чувством достоинства. Перед лицом самого горького горя, которое им когда-нибудь доводилось или доведется испытывать, они вели себя свободно, непринужденно, с большим непритворным мужеством. Докторша вернулась в третий раз. Брюшина вскрыта, виноградов прав, рак поджелудочный. Я видел, как схлынул румянец Галяных щек, и, побелев, Галя стала более обычного похожа на Сашу и Фриду. Все окружили докторшу, та что-то чертила на бумаге, объясняя, как расположена опухоль и почему к ней нельзя прикоснуться. А я осталась сидеть, все равно не увижу. А если увижу, то что? Лидия Чукопская «Памяти Фриды» Цитируется по рукописи неопубликованной книги. Примечание автора. Нет, сегодня ей не до того. Я не стала на этот раз исповедоваться, когда-нибудь в другой раз. Она и об Иосифе, и о Толе говорила как-то мельком. Знает она или не знает о нашей скопелевыми телеграмме Руденко и о письме Корнея Ивановича Смирнову. Привожу целиком нашу телеграмму к Руденко и в отрывках письмо Чукопского к Смирнову. Генеральному прокурору СССР, Роману Андреевичу Руденко. Вот уже год тянется так называемое дело Бродского. Молодой талантливый ленинградский поэт, несправедливо осужден как тунеядец. Его дарование и квалификацию, особенно как поэта-переводчика, высоко оценили такие мастера советской литературы, как Маршак, Чуковская, Ахматова, Паустовской, несправедливый приговор взволновал самые разные слои советской интеллигенции. За границей дело Бродского смущает и тревожит друзей нашей страны. Наше беспокойство усугубляется плохим состоянием здоровья Бродского, порог сердца, острая психостения. Просим вашего скорейшего вмешательства для отмены несправедливого приговора. 2 февраля 65-го. Члены Союза писателей. Копелев, Орлова, Чуковская. Отрывки из письма Чуковского к Смирнову. «Дорогой Лев Николаевич, с радостью узнал, что дело Иосифа Бродского поступило теперь в ваши руки. Теперь я могу надеяться, что это злополучное дело, так глубоко встревожившее нашу интеллигенцию, будет решено справедливо. Вам, опытному юристу, не нужно доказывать, сколько нарушений закона допущено во время невежественного суда над Бродским. Суда, который был для ленинградской молодежи тяжелым моральным потрясением. Прямое нарушение закона вы увидите с первого взгляда. Я глубоко убежден, что несправедливый и жестокий приговор по делу Бродского будет, наконец, отменен, и молодой поэт возвратится в Ленинград, в литературную среду, необходимую для его профессиональной работы. С глубоким уважением к Орнею Чуковской. 12 февраля 1965 года. А то ли, она сказала, предстоит новый тур вальса, его не принимают в группком. Попробую поговорить в Ленинграде с самим Дудиным. Михаил Александрович Дудин. 1916-1994. Поэт, литературовед, прозаик и переводчик. Как поэт, Дудин сформировался на фронте. Сообщает второй том краткой литературной энциклопедии. Сборники «Фляга» 1943, «Военная Нева» 1943, «Дорога Гвардии» 1944, «Костер на перекрестке» 1944. Военно-патриотические стихи Дудина по своей тональности мужественны, энергичны. В них создан лирико-романтический образ советского солдата, активного гуманиста. После войны Дудин пишет о труде советского человека, о борьбе за мир, о жизни послевоенной Европы. В сборнике «Считайте меня коммунистом» 1950, «Родина» 52, «Сосны и ветер» 57, «Мосты» стихи из Европы 58, «Упрямое пространство» 1960. Поэзии Дудин, звучная и волевая по своему ритмико-интенционному строю, остро публицистично, оптимистично и эмоционально. Писал Дудин и повести, например, «Где наша не пропадала» 1967. Когда в январе 1965 года произошел переворот в Ленинградском отделении Союза писателей, и Прокофьев вынужден был уйти, одним из руководителей правления стал Дудин. Вот почему Анна Андреевна со своей просьбой обратилась именно к нему, к Дудину. Упомяну о двух стихотворениях Дудина, посвященных Ахматовой уже после ее кончины. Одно «Летят года» 1978, другое «Надпись на книге Ахматовой». В первом Дудин называет Ахматову «Сафо» XX столетия и пересказывает в стихотворных строчках ее разговор с ним о поэтах и поэзии. Из второго привожу четыре строки. «Исповедью откровений, каждой своей строкою, правда ее творений встала над клеветою». В 1988 году Михаил Александрович Дудин возглавил комиссию по литературному наследию Анны Ахматовой при Союзе писателей СССР. Примечание актора. Помолчали немного. Смирнов, Руденко, тщетные наши потуги, как и поручительство, как все. Я спросила, не хочет ли она лечь. Она сердито покачала головой. Я начала расспрашивать об Италии. По-видимому, поездкой она недовольна. Не Италия недовольна, а своей поездкой, то есть отношением тамошних людей к ней, встречами с тамошними людьми. Через много лет, в 1976 году, Константин Симонов, член советской делегации в Сицилию, писал Веленкину. Я был в Италии, в Таурмине, когда Анне Андреевне присуждали там премию, когда вокруг нее шумели и суетились, в сущности, в огромном большинстве своем не имевшие представления о ее поэзии, люди. Анна Андреевна испытала разочарование, когда почувствовала и поняла не слишком большую литературную весомость этой премии, ощутила суетливо рекламный, даже отчасти литературно-туристский характер суеты вокруг этого. Может, по дороге в Италию Ахматова думала иначе, но где-то уже там она почувствовала истинную меру значения всего происходившего, и, я думаю, сейчас не этим ли объяснялась ее отчужденность, некоторая скованность человека, оставляющего для себя на потом окончательную оценку происходящего и не желающего слишком щедро духовно заплатить за ту меру внимания к себе, которая, в сущности, не заслуживает слишком щедрой благодарности. Константин Симонов, собрание сочинений в десяти томах. Том двенадцатый, дополнительный. Москва, художественная литература, 1987, страница 437, примечание автора. Ни одного родственного слова, ни одной свежей интересной мысли, ни одного человека, с которым хотелось бы подружиться. Стихов они и своих-то не любят, а наших и говорить нечего. Меня они знают только по реквиему, более ничего не знают и знать не хотят. Борис Леонидович жизнью своей оплатил мировую славу, а мировая слава уж наверняка мерзость. Вам ни за что не угадать, какое тамошнее учреждение устроило мою поездку, премии и прочее. Попробуйте. Я предположила нечто вроде здешнего Министерства просвещения, Министерства культуры, Союз писателей. «Министерство туризма», — выговорила Анна Андреевна с отвращением. То есть реклама. Приветствовал меня там министр туризма. Из отчета сицилийской газеты «Ля Сицилия» от 13 декабря 1964 года явствует, что церемонию открыл президент Общества по развитию туризма города Катаньи, адвокат-нотариус Гаэтано Музумеччи. Он же один из организаторов премии. Затем взял слово депутат сицилийского парламента Розарио Николетти, помощник мэра, ответственный за туризм. И, наконец, генеральный секретарь Европейского сообщества писателей Джан Карло Вигарелли. Не знаю, как сейчас, а в то время туризмом в Италии ведало то же лицо, что спортом и зрелищами. Примечание автора. Ни один из тамошних издателей не предложил мне деньги. Статья о Дельке на уровне речи Жданова. Все они ожидали, что я там останусь, попрошу политическое убежище, а когда оказалось, что у меня и в мыслях этого нет, напустили Адельку. Так она называет какую-то тамошнюю даму, которая написала о ней по ее словам грубую и глупую статью. Говоря о грубой статье Адельке, Анна Андреевна имела в виду статью Адели Камбрия, опубликованную 29 декабря 1964 года в еженедельнике «Ильмондо» под названием «Арсенал любви». Статья с бульварной развязностью трактовала Ахматову как женщину, которая 60 лет писала любовные стихи. Невнятно изложив биографию Ахматовой, Адель Камбрия умудрилась перепутать фамилии Гумилева и кубинского поэта Гильена, объявив, что именно Гильен был первым мужем Ахматовой. Примечание редакции 1996. Потом слегка повеселела, рассказывая о своей встрече с Твардовским, было по ее словам так. Когда она шла через проход посреди зала в том замке в Сицилии, где ее чествовали, она отыскивала глазами своих, то есть русских. Иду и озираю зал. Ищу наших, москвичей. Там ведь была и наша советская делегация. Смотрю, в одном ряду посреди зала с самого края прохода сидит Твардовский. Шествую торжественно и бормочу себе поднос, тихонечко, но так, чтобы он услышал. «Зачем нянька меня не уронила маленькой? Не было бы тогда этой Петрушки». Он, бедняга, вскочил и, закрыв рот ладонью, выскочил в боковую дверь, отсмеиваться. Не фыркать же тут, прямо в зале. Я тоже чуть не выскочила в коридор. Воспринять величественную церемонию как Петрушку — это могла только она, Ахматова. Воображаю, как хохотал в коридоре или где-то там Твардовской. Интересно, собрался ли он с силами, чтобы вернуться в зал и послушать ее чтение? Она читала «Музу». А вечером она говорит, Твардовской вместе с Сурковым постучались в ее дверь. «Александр Трифонович всю жизнь полагал, будто я — эткая чопорная, чинная, старорежимная дама. Но переменил суждение. Алексей Александрович и он зашли ко мне с водкой и закуской, и мы отлично выпили и закусили втроем». О вечернем визите Твардовского и Суркова в гостинице «Эксельсиор» Александр Трифонович рассказывал так. «Вечером я решил зайти в номер гостиницы, чтобы лично поздравить Ахматову с премией. Она приняла меня так, словно мы были уже давно знакомы. Но я все же с некоторой опаской, женщина немолодая, может быть, сердечница, спрашиваю ее, а не отметит ли нам некоторым образом ее награждение? «Ну, конечно же, конечно», — обрадовалась она, — «тогда, может быть, я закажу по этому поводу бутылку какого-нибудь итальянского?» И вдруг слышу от нее «Ах, Александр Трифонович, а может быть, водочки?» И с такой располагающей простотой это было сказано, и с таким удовольствием, а у меня как раз оставалась в чемодане бутылка заветной. Я тут же ринулся к себе в свой номер. Смотрите «Кондратович, Твардовская и Ахматова. Воспоминания. Страница 678-680. Примечание актора». Вернулась Аня. Подала стаканы без блюдец и ложек, сыр без ножа, хлеб черствый. Я уже давно слышала, что с ножами у нас в гостиницах и в столовых всегда затруднения. Но ложечки, но хлеб, блюдца! Анна Андреевна попросила Аню подать ей конверт с фотографиями, показывала мне одну за другой. Вот я читаю им музу, вот мне вручают премию, вот я отвечаю и благодарю. А тут, видите, позади меня бюст. Это бюст императора Нерона. Видите, он в полоборота, он отвернулся. Говорит, Ахматова, не слыхал, не знаю, вот сапфо, слышал. Муза, бег времени, тростник. Считаю необходимым снова привести это стихотворение. Здесь, хотя в записках, том первый, оно уже приводилось. Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода, пред милой гостьей с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю, тыль Данту диктовала страницы ада, отвечает я. Примечание автора. Фотографии отличные. Показала еще одну, прекрасно воспроизведенную в тамошней газете. Демонстрировала и комментировала она всю серию как-то механически. Наверное, не впервые. Со слов Ахматовой, ее рассказ о вручении премии Таурмина записал Латманизов. В старинном зале Урсино XII века, говорит ему Ахматова, председатель вручил мне конверт. Этот конверт я положила на стол, не посмотрев в него. Но председатель улыбнулся, взял этот конверт со стола, открыл его, показал, что в нем чек на миллион лир, это премия, и положил мне в сумочку. Затем мне вручили вот этого рыцаря-марионетку. Мужчинам, получающим премию, вручают такую же куклу, но даму в костюме тех времен. Мне там было предложено вот это издание божественной комедии Данте, вот оно лежит сзади вас, с замечательными рисунками Боттичелли. Это именной том. На нем вытеснено мое имя. Разговоры, страница 86. 17 декабря 1964 года корреспондент литературной газеты Брэдбурд сообщал из Рима в Москву следующее. В зале старинного замка Урсина, где в 1402 году создавался первый в истории Сицилии парламент, собрались виднейшие итальянские и иностранные писатели, деятели культуры, официальные лица. Анна Ахматова поблагодарила собравшихся за вручение премии и в своем кратком слове выразила чувство симпатии к Италии и ее народу. С оценкой поэтического творчества Анна Ахматовой выступил известный итальянский критик профессор Джакомо де Бенедетси. Затем слово было предоставлено Александру Твардовскому, который, в частности, отметил. Первое, что можно сказать о поэзии Ахматовой, это подлинность лирического изъяснения, невыдуманность чувств и незаимствованность мыслей. Поэзия Ахматовой – образец высокого мастерства. Она на уровне высших достижений культуры русского стиха и, следуя классической и, главным образом, пушкинской традиции, обладает чертами несомненной самобытности. Ее поэзия немногословна, экономна в средствах и, по видимости, как бы только традиционна. На вечере, который транслировался по итальянскому телевидению, был прочитан перевод известного стихотворения Анны Ахматовой «Мужество», напечатанного вправде в дни Отечественной войны. Итальянские газеты широко комментируют вручение премии Тауармина как одно из наиболее значительных событий этого литературного года в Италии. О пребывании Ахматовой в Италии смотрите «Воспоминания Эвентова» «От Фонтанки до Сицилии» Об Анне Ахматовой, страница 378-379 Ее письма к Найману Рассказы, страница 174-182 12 встреч Страницы 277-278 А также приложение 3 Примечания актора Чай еле теплый Сыр недоступен, не ломать же руками Анна Андреевна не обратила на застолье ни малейшего внимания Ни пила, ни ела и не угощала меня Мне все время хотелось рассказать о Фриде, но я ощадила усталости Анны Андреевны Да и собственную свою боль Расскажу в другой раз Сегодня она невосприимчива Я спросила, писала ли она в Италии стихи Кажется, нет Как-то неясно Написала одно Но оно лучше удается в прозе Изложила свои ночные вагонные впечатления Сквозь мутное грязное стекло Какой-то безобразнейший город С полицейскими фургонами, нищими С неуклюжей дамбы Этот город Венеция Утром поднимется солнце И она опять станет нерукотворно прекрасной А ночью такая Молчание Самая его подходящая минута встать и проститься В глазах у Анны Андреевны тоска, тоска Но я не удержалась и спросила о беге времени Она с полным спокойствием ответила Реквиема не дают совсем А из поэма только первую часть Ахматова согласилась на требование Суркова Который 12 февраля 65 года Направил такое письмо на имя директора издательства Я категорически считаю, что триптих из книги надо снять Не на пользу Ахматовой пойдет завершение книги И так довольно сильно окрашенной закатными тонами Поэмой, отбрасывающей и автора, и с ним вместе читателя В предреволюционный Петербург В мир мистики и фантасмагорий Являющихся странным декадентским рецидивом На фоне стихов второй части книги Анна Ахматова, сочинение в двух томах Москва, правда, 1990, том 2, страница 382 Примечание редакции, 1996 Тираж нарочито маленькой Всего 25 тысяч Мы опять помолчали Это для того, пояснила она Чтобы за границей не подумали Будто я ничтожество Будто читатели вовсе не желают читать Ахматову Анна Андреевна ошиблась Тираж бега времени 50 тысяч Примечание актора Под ее ледяным спокойствием и я оледенела Кажется, ни в одну собственную свою книгу Я не вложила столько труда, надежды и тревоги Сколько в этот Ахматовский сборник Ладно, пусть Если ей все равно, то не мне же распускать нюни Анна Андреевна порылась в новой сумке И показала письмо какого-то иностранного издателя Из письма ясно, что в Америке Выходит ее двухтомник Под редакцией Струве и Филиппова Показала ей книжечку Рейквейма Изданную иммигрантами-чехами На обложке сквозь большое, чуть зарешеченное окно Виден цветущий сад Они думают, пояснила она Это окно тюрьмы, глядящее в парк Все вместе лагерь Да, конечно Есть от чего взбеситься или оледенеть Впрочем, она собирается в Оксфорд Я наконец встала Анна Андреевна проводила меня до дверей У самой двери Я из Франции получила приглашение Вот уж непонятно, зачем могла я понадобиться французам Тринадцатая марта шестьдесят пятого Днем я позвонила к ней, она у Любови Давыдовны Спросить, нельзя ли прийти вечером Анна Андреевна заговорила весело и возбужденно Я сама к вам приду Ниночку перевезли из больницы домой Я поеду на Ордынку ее навещать Оттуда к вам У меня к вам туча дел Хочу представить пред ваши ясные очи Египтян и посоветоваться о Наровчатове Как быть? Он звонит каждые шесть часов И просит у меня строчек четыреста для газеты Я ждала Но когда вечером привез ее ко мне Боренька Ардов Она была уже усталая, бледная Не поминала о египтянах Дышала трудно Я предложила валидол, чашку чая И прилечь Нет Сидит, хмурится, молчит Я начала расспрашивать ее о съезде и об Италии Тут с перерывами были произнесены монологи на разные темы Ушла я со съезда вся зацелованная На меня кидали стол под девиц и дам с поцелуями и криками Вы спасли мне жизнь Не понимая, что случилось Я и раньше ведь бывала на съездах Но в те годы, наверное, они еще боялись Думали, за это на них сразу наденут кандалы В Италии? В Италии совсем нет женщин Не знаю, куда они их всех дели Может быть, это потому так, на наш взгляд, кажется Что у нас женщин слишком много, а не всюду Потом мельком спросила о норовчатове Говорят, он сблизился с бандой Правда это? Состав той неорганизованной организации, которую современники называли бандой В разное время менялся В середине 60-х годов банды в литературных кругах Именовали обычно такую компанию Сафронов, Кочетов, Грибачев Позднее Алексеев Быть может, Вадим Кожевников Связывали этих людей тесная дружба, антисемитизм, бездарность И предоставленная им власть над издательствами и журналами Все они были, кто многоразовым лауреатом Сталинской премии Кто героем социалистического труда Кто секретарем СП Кто кандидатом в члены и даже членом ЦК И все редакторами или членами Ряд коллегий крупнейших газет и журналов Литературные газеты, Огонька, Знамени Или Октября Своей огромной властью Они пользовались прежде всего для издания и переиздания собственных сочинений Октябрь, возглавляемый Кочетовым Вел неустанную войну с новым миром Твардовского В пору борьбы с космополитизмом Все они, с особым злорадством Принимали участие в травле русских литераторов Еврейского происхождения Когда требовалось громили, разумеется, Пастернака И всех, кого свыше велено было громить Примкнуло ли, в конце концов, к так называемой банде норовчатов Человек более интеллигентный, чем они И поэт, не лишенный дарования, мне неизвестно Сергей Сергеевич Норовчатов 1919-1981 Поэт Цитирую краткую литературную энциклопедию Том 5 Военная тема составляет основу Как первой книги Норовчатова «Костер» 1948 Так и все его поэзии Особенно сборника «Взыскательный путник» 1963 Обращаясь к товарищам своей пионерской юности Павшим на фронтах Отечественной войны Поэт восклицает «Со всем поколением в сердце несу я Вашего сердца нетленную часть Навек присягаю, навек голосую За советскую власть» Для стихов Норовчатова характерны Высокая гражданственность, точность слова, простота И ясность стиля Позднее в его стихах появляется Все более ощутимая тяга К философскому осмыслению жизни Норовчатов часто выступает Со статьями о современной поэзии Норовчатову посвящен Очерк Елены Ржевской «Старинная удача» Смотрите «Новый мир» 1988, номер 11 Они были соучениками по Ифли Ржевская говорит о несомненном даровании Норовчатова О привлекательных чертах его наружности и характера О его преданности товарищам А затем, о времени более позднем Норовчатов искал осуществление На других нетворческих путях И в престижных достижениях Посты, награды Цитирует Ржевская и лирические признания поэта То есть строки о самом себе Мало дал я дьяволу и богу Слишком много кесарю отдал Потому что зло и окаянно Я с умы страшился и тюрьмы Откровенью помню Иоанна Жил я по Евангелью Фомы И бывало, что люди, соприкасавшиеся с ним Продолжает Ржевская Ощущали с неприязнью его равнодушие, сановность А глухая официальность его выступлений Разлучала, мне кажется, читателя даже с лучшими Талантливыми его стихами Подробные перечисления стихотворных сборников Выпущенных Норовчатовым И правительственных наград им полученных Смотрите литературный энциклопедический словарь Москва, советская энциклопедия, 1987 Примечание автора Сказала, что завидует испанцу В 12 номере иностранной литературы Перевод Гелескула невероятный Восхитительный 15 февраля 1965 года Анна Ахматова писала Иосифу Бродскому Хочу поделиться с вами моей новой бедой Я умираю от черной зависти Прочтите в иностранной литературе Номер 12 Дознание Леона Филиппе Там я завидую каждому слову, каждой интонации Каков старик и каков переводчик Я еще таких не видывала Посочувствуйте мне Диалог поэтов Три письма Ахматовой к Бродскому Публикация Якова Гордина Ахматовский сборник 1 Париж Институт славяноведения 1989 Страница 222-223 Как удар Подействовал на нее дознание Леона Филиппе Вспоминает Герштейн По-видимому, это стихотворение было близко ей конкретностью видений поэта Он видит траурные реки, черные кладбищенские кони бегут с рыданием Собеседник, поправляя его, переспрашивает С ржанием Все кошмары приводят к морю Твердит не отвечая поэт Образ моря Леона Филиппе перекликается с мотивами поздней Ахматовой Вот строки испанца В огромной раковине, в горьких отголосках Где эхо выкликает имена И все поочередно исчезают И ты идешь один Из тени в сон От сна к рыданию Из рыдания в эхо Перевод Гелескула Это я должна была написать С силой даже досады Сказала мне Анна Андреевна Воспоминание страницы 553 Камино Галисия Леон Филиппе 1884-1968 Испанский поэт Анатолий Михайлович Гелескул Родился в 1934 Эссеист, поэт, переводчик Познакомил Гелескула с Ахматовой весной 65-го года Его близкий друг Анатолий Якобсон Вместе они побывали в Сокольниках Когда Анна Андреевна гасила там у Большинцовой Анатолий Михайлович прочел Анне Андреевне По его воспоминаниям Два или три цыганских романса При жизни Ахматовой Были опубликованы такие переводы Гелескула Два цыганских романса Федерико Гарсия Лорки Девять стихотворений Леона Филиппе Иностранная литература номер 12 И в 1965 году Многие стихотворения Лорки В сборнике лирика С предисловием Гелескула Москва художественная литература Когда Анна Андреевна узнала Что Гелескул собирается переводить рильки Она воскликнула Дай Бог, теперь, может быть, наконец будет русской рильки Мы жили в Москве Страница 287 Гелескул продолжает вести работу поэта-переводчика Переводит испанцев, португальцев, латиноамериканцев, поляков, французов Произведения Гарсия Лорки, Хуана Рамона Хименеса, Фернанду Антонио, Ногера Песоа, Адама Мицкевича, Болеслава Лесмяна, Гийома Аполлинера Для однотомника «Поэзия испанского возрождения» 1990-й Он перевел сонеты Гарсиласо де лавеги, Франсиско де Кеведо и других В 1993 году вышел сборник зарубежной лирики «Темные птицы» в переводе Гелескула Примечание автора Потом, что потеряла для себя Хименгуэя с тех пор, как прочла воспоминания о Париже Слова Анны Андреевны о том, что она потеряла для себя Хименгуэя с тех пор, как прочла воспоминания о Париже Относятся к роману Хименгуэя «Праздник, который всегда с тобой» Иностранная литература 1964-й, номер 7 Примечание автора Потом «Мне позвонил Сурков, говорит, ваши стихи, дорогая Анна Андреевна, ходят по рукам и попадают куда ни след В полицейские застенки ФРГ Не знаю, что он имел в виду Мюнхенское издание «Реквейма», что ли? Я у него спросила «Можно ли будет мне из Англии съездить в Париж?» «Да», — ответил он «Я видел ваше имя в списке, составленном триоле» Ему я ничего не ответил, но вы, конечно, понимаете, что мне невместно ехать куда бы то ни было по приглашению триоле При свидании я ему объясню Я могу быть гостью Франции, но не триолешки Помолчал немного, отдыхая от собственных слов Юля привела ко мне одного поляка, который изучает акмеизм Образованный, тонкий, умный, все понимает Рышард Пшибыльский Родился в 1928-м, специалист по русской литературе Переводчик с русского на польской Историк литературы, критик Автор многочисленных эссе о русских писателях О Достоевском, о Мандельштаме, об Ахматовой Живого рассказывает Рышард Пшибыльский неоднократно встречался с Анной Андреевной Весной 1965 года Ахматова подробно в течение двух часов Рассказывал ему об акмеизме Анна Андреевна называла его «самый умный человек в Польше» Примечание автора Он мне сказал «Замечательные поэты Пастернак, Мандельштам, Цветаева Создали свой язык, каждый свой, и на нем писали А вы своего языка не создали Ваши стихи написаны просто на русском Как вы думаете, Лидия Корневна, это правда?» «Пожалуй, — сказала я, — да, — это правда» «Я тоже так думаю», — ответила Анна Андреевна «Она еще раз отказалась принять валидол и прилечь Я вызвала такси и отвезла ее домой, то есть к Любови Давыдовне, в Сокольнике Она создала свою единственную, неповторимую, единственную в мире новую гармонию И внесла ее в мир Чем новее эта ее новая гармония, тем менее она с первого взгляда претендует на новизну Новизна Новизна Ахматовской новой, воистину новой гармонии Ошеломляет тем, что читателю кажется Эти звуки были всегда Слова были всегда Само собой разумеется Так, а как же иначе? Иначе и не скажешь Следует сопоставить этот диалог И вызванную им мою мысль со словами Анны Андреевны В примечании на странице 34 Нева 1996, номер 8 Примечание автора А что, если разгадка тайны Ахматова-Пушкин тут и кроется То есть где-то неподалеку, возле 15 марта 1965 Только что ушли от меня Анна Андреевна, Копелев, Орлова, Петровых Мы при исполнении обязанностей Надобно решить следующий шаг Прокуратура СССР Дело Иосифа переслала, как и было обещано, Верховный суд РСФСР То есть ко Льву Николаевичу Смирнову А он взял и уехал на 10 дней в Африку В тот день, когда он вернется, ему будет вручено письмо Корнеевановича Но этого, конечно, мало По преданному совету Алена, то бишь Ольга Георгиевна Чайковская Побывала на приеме у Шубина, заместителя Льва Николаевича Надо использовать оставшиеся до решающей минуты время, чтобы вооружить суд Доклад Алены не весел Ее рассказ о встрече с Шубином совсем выбил Анну Андреевну из колеи Раздраженная, слабая Алена советует Анне Андреевне срочно обратиться с письмом к Анастасу Ивановичу Микояну Чтобы в руках у него оказался высокий отзыв Ахматовой о поэте Иосифе Бродском Он со своей стороны может повлиять на Смирнова Ильичев и Толстиков распоряжаются Верховным судом по своему усмотрению Надо создать противовес Нравится мне этот независимый суд Анна Андреевна предложила нам такой план Она письмо Микояну напишет Но пусть присоединят в своей подпись еще два поэта Сурков и Твардовской С Александром Трифоновичем она подружилась в Италии И теперь надеется на него Алексей же Александрович предан ей издавна Да и сам думаю уже заинтересован в освобождении Бродского Потому что в качестве главы иностранной комиссии Часто ездит на запад А там отбою нет от расспросов, возмущений и настояний Одним словом, правду матку режь, а тактику и стратегию блюди Я сказала, что мысль обратиться к Микояну дельная Но уж если Анна Ахматова свидетельствует, что Иосиф Бродской Поэт, какие и кому и чьи и какого черта требуется еще заверение Какие еще Сурков и Твардовская эксперты и экспертизы? Говорит Анна Ахматова Не наивничайте, пожалуйста, этого терпеть не могу Оборвала меня Анна Андреевна Вам не десять лет Голоса Суркова и Твардовского для Микояна и для Смирнова Гораздо более весомы, чем голос какой-то Ахметкиной Наверху своя шкала ценностей Ольга Георгиевна мне пересказала собственные слова Шубина Больше всех меня возмущают эти Маршак и Чуковской О деле Бродского они представления не имеют А пишут и пишут, что он, видите ли, поэт А какой он поэт? Заумник и даже не член групп кома Мария Сергеевна глядела на меня с укором В самом деле не в возрасте Анны Андреевны И не с ее заболеванием сердца пускаться в судебные тяжбы И в споры Я умолкла Сурков и Твардовской им ближе нас всех Сказала Анна Андреевна спокойно О себе не говорю Про меня давненько с полной ясностью Высказался товарищ Жданов Если бы среди нас была сегодня Фриточка Она в конце разговора обняла бы По своему странному обыкновению голову правой рукой И спросила бы из подсогнутого локтя нахмуренные думающие брови Ну и как же мы будем поступать? В это время Вигдорова была уже выписана из больницы И вместе с Копелевыми снимала в переделкине половину дачи Ивановых В город она не приезжала Примечание актора Да, вот именно Как мы будем поступать? Гораздо позднее В начале июля 1965 года Поступлено было так Телеграмма Микояну Тогда председателю Президиума Верховного Совета СССР Послана за тремя подписями Анна Ахматова, Константин Паустовской, Корней Чуковской Кончалась она словами Мы хорошо знаем творчество Бродского И считаем его одним из самых талантливых поэтов молодого поколения Наши неоднократные обращения в разные инстанции Остались безуспешными И поэтому мы просим вас вмешаться И восстановить нарушенную справедливость Примечание актора Лев Зинович Сел за телефон И со свойственной ему виртуозностью Несколькими звонками Добыл из телефонного аппарата Голоса своих многочисленных друзей И поручил им добыть и подать ему телефоны Домашние и служебные Твардовского и Суркова Мы начали пить чай А Лев Зинович трудился Не покладая трубки Телефоны обоих были ему доложены В течение десяти минут И он упорно дозванивал с обоим поэтам Пока мы молча отхлебывали из чашек И жевали пастилу Ни Суркова, ни Твардовского Он, однако, не раздобыл Но и он, а потом Раиса Давыдовна Крепко-накрепко условили с кем-то из своих друзей Что обоим поэтам будет передано Звонила Ахматова И просила Александра Трифоновича И Алексея Александровича Звонить ей по такому телефону Не допив чая, все заторопились Сижу и размышляю Одобрит ли наше мероприятие Фрида И если Верховный суд Вынесет отрицательный приговор Как перенесут его Бродской Родители Бродского Анна Андреевна, молодые друзья И больная Приговоренная к неминуемой казни Через раковые муки Фрида 19 марта 65-го Пренеприятный день Устроила мне сегодня Анна Андреевна Утром ее телефонный звонок Скромненько просит об одной небольшой услуге Принять Сергея Сергеевича Наровчатова А, я догадалась сразу Она и его Мобилизовала на защиту Иосифа Да-да, пожалуйста, жду Пришел Наровчатов Вельможно снисходительно-демократичной По просьбе Анны Андреевны Он написал письмо Смирнову Анна Андреевна просила Чтоб вы проверили Нет ли фактических ошибок В датах или в чем-нибудь Я ведь не особенно в курсе Прочитал мне вслух Я в курсе Но посылали бы уж лучше подобные письма без меня Письмо в той части, где он объясняет Что такое работа переводчика, толковая А под конец Бродской именуется мальчишкой И тон просьбы таков Мальчишка, конечно, нашкодил Ну, по заслугам его и наказали А теперь уж, пожалуй, хватит наказывать Пора миловать Кончалось письмо Наравчатова такими фразами Без некоторой суровости воспитания молодежи Не обойтись Но крайности не нужны И не стоит, на мой взгляд, бить из пушек по воробьям Мальчишка, если был в чем-то грешен Сейчас проучен достаточно жестоко И наверняка извлечет необходимые жизненные уроки И случившегося с ним Пора его возвратить в нормальную жизнь Где он еще принесет пользу нашему обществу Парень явно одаренный Более всего меня возмутило слово Мальчишка Слушая это вельможно-снисходительное сочинение Я вспомнил разговор, происшедший недавно при мне в Переделкине Говорили о Наравчатове Дружно бронили его выступление на съезде Речь Наравчатова на втором съезде писателей РСФСР Весьма примечательна Сначала, не называя имен, он клеймит тех поэтов, у которых, по его выражению, одна нога на эстраде, а другая в инстанциях Он не одобряет поэтов-эстрадников, вызвав бурные аплодисменты публике Они пугаются, что начальство примет их за франдеров и срочно сочиняет правоверные стихи Им, этим изворотливым сочинителем, гоняющимся за злободневностью, в речи Наравчатова противопоставлена гражданственность, названная «столбовой дорогой» и будто бы завещанной нам поэзией комсомольской Наравчатов сожалеет, что самый термин «комсомольская поэзия» у нас почти исчез из употребления А между тем, говорит он, комсомольские поэты создали сотни ярких строк Литературная газета, 5 марта 1965-го, примечание автора Но в стихах он спору нет разбирается, сказал один из собеседников Конечно, ответил другой, но согласитесь, в начальстве он тоже хорошо разбирается Когда Наравчатов кончил и сложил листки, я решительно не понимала, что мне делать Ошибок фактических нет О переводах и таланте Бродского он говорит со слов Анны Андреевны Но конец гадкой «Я извинилась перед гостем, на минуту оставлю вас, там, кажется, пришел почтальон, а сама отправилась к телефону в дальней комнате Позвонила Анне Андреевне Говорю так и так, письмо толковое, ошибок фактических нету, но тон обидный В трубке недовольное молчание Затем «Лидия Корневна, это письмо кто подписывает? Вы или Наравчатов?» «Наравчатов» Опять многозначительное молчание, потом «Всего хорошего, Лидия Корневна, до свидания» Мастер выразительного диалога Я изобличена в беспросветной глупости Изобличена одним лишь до свидания Положив трубку, я вернулась к Сергею Сергеевичу Улыбка во все лицо А я тут вам пока книжку свою надписал Оказывается, он принес мне подарок Книжку своих стихов, вышедшую в этом году И теперь надписал ее Я прочла надпись «Дорогой Лидии Корневне Чуковской Среди печального разговора С надеждой на его благополучное завершение Дарю я свои стихи Наравчатов, 19 марта Я сказала «Большое спасибо, так что разговор наш завершился вполне благополучно А вот дело-то как завершится» Гость поднялся «Так, значит, вы одобряете» Я кивнула Он взглянул на часы «Очень благодарю за консультацию» Небрежно протянул мне листки и заторопился «Вы уж вложите, пожалуйста, в конверт сами и доставьте Мне, знаете, очень некогда Да-да, я вложу в конверт и посоветую с друзьями, как доставить У нас время найдется Но тошно мне, гадко мне» Следующая моя встреча с Сергеем Сергеевичем Наравчатовым состоялась через 9 лет То есть уже после освобождения Бродского и кончины Анны Андреевны 9 января 1974 года Сергей Наравчатов председательствовал на том самом собрании секретариата Союза писателей, где меня из Союза исключили Подробнее смотрите процесс исключения Страница 235-253 Примечание актора 10 мая 65-го Ленинград Сегодня целый день провела в Комарове у Анны Андреевны А сейчас вернулась в город к Шуре И записываю Мы проговорили несколько часов безотрывно А потому в голове сумбур вместо музыки Надо записывать скорее Хотя бы и беспорядочно А то рискую четверть или половину уронить в небытие С утра я вызвала такси и отправилась Дождь не дождь, туман не туман Укутанная в туман дорога и гладь воды Внезапно выглянуло солнце и одолело туман Праздник Анна Андреевна вышла навстречу Стояла в прямоугольнике открытых дверей Пока я пробиралась по сверкающей мокрой тропке Я так и знала, что эта машина имеет отношение ко мне Я издали увидела ее Сказала она, приложив палец к губам Шепотом почему-то очень таинственно Сели мы друг против друга Она в кресло за свой стол Я напротив Она явно обрадована моим приездом А я просто счастлива увидеть ее помолодевшей Движется она легко, без одышки Сделал свое дело спасибо дачный воздух Отеки исчезли Потому и Ахматовский профиль снова четко очерчен Единственен Неувидаемая ее красота И так же, как прежде, приветливо, щедра, остроумно, ласково, бурливо И гневна Анна Ахматова Думали ли вы, что в машине, за которой следите, я... Нет, вас я не ждала Ведь мы с вами расстались в Москве Вот тебе на В первый же свой питерский день я позвонила Пунинам Попросила Ирину Николаевну предупредить Анну Андреевну Я в Ленинграде Хочу наведаться в будку Да не знаю, когда удобно Ирина Николаевна записала телефон Александры Иосифовны И сказала, что как раз едет в Комарова Доставить почту, все разузнает и мне позвонит Вообще была со мной очень любезна Звонка от нее, однако, не последовала И потому, объяснила я Анне Андреевне Я и приехала без предупреждения Рискуя оказаться не кстати Вы всегда кстати Гостеприимно отозвалась Анна Андреевна И вдруг с нарастающим гневом Ирочка и Анечка Никогда не помнит ничего, что меня касается Они хотят жить так, будто меня не существует на свете И им это удается виртуозно Она задохнулась, и я обругала себя Она ябедничала Но я ведь в самом деле удивлялась Сидя у Шуры, почему Анна Андреевна Не отвечает на мой вопрос Я не ждала такого подвоха со стороны Ирины Николаевны Гневная вспышка погасла Но ненадолго Анна Андреевна перевела разговор на другие темы И уж тут, не по моей вине и не по вине Пуниной Боль тоже, видимо, давно наболевшая И все время возобновляющаяся Плавилась и плавилась в гнев Предмет раздражения — Запад Точнее, западноевропейская пресса Некий итальянец Посвятил ей стихи, напечатанные в журнале, редактируемом Вигарелли Анна Андреевна сочла их оскорбительными Найман полагает, что Анна Андреевна Сочла для себя оскорбительными стихи Пьера Паола Пазолини Напечатанные в журнале Левропа Литерария Номер 33, 1965 Автор трактует Ахматову Как царско-сельскую поэтессу Которая поет свою песенку Не замечая великих событий 20 века Примечание автора Кто-то когда-то написал, будто Псевдоним Ахматова Происходит от Акме От акмеизма И будто она это скрывает со страху Ведь акмеизм, Гумилев, Мандельштам Имена запретные И вот она, Ахматова, струсила И не желает признаться, что тоже Принадлежала к этой группе Кто-то где-то Это Анджела Мария Репеллино Написавший предисловик Сборнику произведений русской поэзии Начала века Репеллино писал В кругу акмеистов Развивалась поэзия Анны Ахматовой Жены Гумилева Псевдоним этот Ахматова Произведен ею от самого названия Акмеизм Примечание автора Ай да свободная пресса Призадумались бы хоть над тем, что рассуждая публично О русских писателях, они рассуждают о людях, которые Не имеют возможности ответить, возразить Анна Андреевна надеется на Жермунского Виктор Максимович едет в Лондон читать лекции И обещал разъяснить там истинное происхождение Ахматовского псевдонима Ахматова приняла фамилию прабабки А прабабка непростая Из рода последнего хана Золотой Орды Ахмета На Виктора Максимовича положиться можно Он разъяснит там авторитетно и убедительно Да расслышит ли? Анна Андреевна вынула из сумочки две телеграммы Из литературной газеты Обе от Наровчатова Первая Глубоко уважаемая Анна Андреевна Мой отъезд в Чехословакию затормозил Опубликование ваших стихов Они будут напечатаны тогда-то Вышел обещанный номер газеты, стихов нет Вторая телеграмма Дорогая Анна Андреевна За время его отсутствия мы сблизились Комментирует Анна Андреевна Стихи появятся в первом номере после праздников Значит, завтра? Поглядим Ожидаемые стихи в литературной газете так и не появились И еще припомнили мы одну смешную историю Случившуюся, пока мы не виделись Стихотворец Василий Журавлев принял одно стихотворение Ахматовой за свое собственное И не какое-нибудь, а знаменитейшее Перед весной бывают дни такие Ну там, где о песню ту, что прежде надоела, как новую с волнением поешь Слегка подпортив, он тиснул стихи в четвертом номере журнала «Октябрь» За сим последовал насмешливая реплика в известиях Оправдываясь, Журавлев разъяснял, что в своем фронтовом архиве он обнаружил эти стихи и принял их за свои Смотрите известия 17 и 27 апреля 1965 года Примечание автора На месте начальства я после этого эпизода разогнала во всю редакцию А пушкинские строки птичка Божия не знает ни забота, ни труда Приняли бы они их или нет за стихи Василия Журавлева Посмеялись, Анна Андреевна восхищена статьей непомнящего о пушкинском памятнике Он верно пишет, что Пушкин был проклятым поэтом У нас к этой мысли не привыкли, а ведь это так и было За последние девять лет жизни он не слышал о себе ни одного хорошего слова, ни единого Читатели прочитали окончание Онегина с живым отвращением Да что же это с ними случилось, спросила я Что случилось? Они сочли, что он исписался, он стоит на месте А они же растут, они росли-росли и очень скоро доросли до Бенедиктова Я покатилась со смеху О непомнящем еще сказала так Я рада, что у этого поколения наконец появился критик Профессия критика редчайшая на свете Цитаты из моей статьи, кажется, мне там отнюдь не случайно и весьма на месте Она взяла в руки книжку журнала и с явным удовольствием Медленно и тихо провозгласила окончание статьи Непомнящего С цитатой из собственного слова о Пушкине и из письма Карамзиной Речь идет о статье Непомнящего, 20 строк В которой критик подробно разбирает стихотворение Пушкина И о памятник себе возник нерукотворный В конце своей статьи Непомнящий приводит отрывки из слова о Пушкине Анны Ахматовой И из письма Екатерины Андреевны Карамзиной Я цитирую с пропусками статью Ахматовой После океана грязи, измен, лжи, равнодушия друзей, высочайшего двора Заглядывавшего во все замочные скважины Величавых тайных советников, членов государственного совета Не постеснявшихся установить тайный полицейский надзор Над гениальным поэтом После всего этого Как торжественно и прекрасно увидеть Как этот чопорный, бессердечный, свинский Как говаривал сам Александр Сергеевич И уж, конечно, безграмотный Петербург Стал свидетелем того, что, услышав роковую весть Тысячи людей бросились к дому поэта И навсегда вместе со всей Россией там остались Мне надо привести в порядок мой дом, сказал умирающий Пушкин Через два дня его дом стал святыней для его родины И более полной, более лучезарной победы свет не видел Вся эпоха, не без скрипа, конечно, мало-помалу стал называться Пушкинской Он победил и время, и пространство И напрасно люди думают, что десятки рукотворных памятников Могут заменить тот один нерукотворный Эра Перениус Эра Перениус И 30 января 1837 года Екатерина Андреевна Карамзина Писала сыну Швейцарию Милый Андрюша, пишу тебе с глазами наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горстью Закатила звезда светлая, Россия потеряла Пушкина Он дрался в середу на дуэль с Дантесом, и он прострелил его насквозь Пушкин бессмертный, жил два дня, а вчерась в пятницу отлетел от нас Я имела горькую сладость проститься с ним в четверг, он сам этого пожелал Он был бледен как полотно, но очень хорош, спокойствие выражалось на его прекрасном лице После этой статьи Валентин Непомнящий стал пушкинистом О Пушкине вышли две его книги, одна дополняющая другую Поэзия и судьба, статья и заметки о Пушкине, 1983 Поэзия и судьба над страницами духовной биографии Пушкина, 1987 Примечание автора Одышка все-таки слышна при таком долгом чтении Отложив вопросы литературы, она заговорила не сразу Но заговорила после паузы снова спокойно и ровно Вы знаете, конечно, что в Ленинград приезжал Иосиф Приезжал на майские праздники Два дня назад сидел напротив меня, вот на том самом стуле, на котором сейчас сидите вы Все-таки хлопоты наши недаром Где это видно, где это слыхано, чтобы из ссылки на несколько дней отпускали преступника Погостить в родной город Не разлучен со своей прежней дамой Очень хорош с собой Вот влюбиться можно Стройный, румяный Кожа, как у пятилетней девочки Но, конечно, этой зимы ему в ссылке не пережить Порог сердца не шутка Ходят слухи, что его собираются загнать на Ямал Вы об этом слышали? Слышал, но как-то не верю Или, точнее, в понедельник верю, во вторник не верю, ну и так далее Мне вообще почему-то кажется, может быть, безо всяких оснований, что дело будет выиграно Я напомнила Анне Андреевне о Сартре, Неруде, Арагоне, да и о Тендрякове Как и в какой форме писатели Жан-Поль Сартр, Пабло Неруда и Луи Арагон весной 1965 года заступили за Бродского, я, к сожалению, сказать не могу Что же касается Синдрякова, то 22 апреля на собрании в Доме журналистов, посвященном теме «Мораль и суд» он заявил «Дело Бродского волнует людей во всех уголках нашей страны» Я прочел запись Викторовой, и если это правда, то надо судить суд Владимир Федорович Синдряков, 1923-1984, автор многочисленных повестей, романов, пьес, очерков, киносценариев и рассказов Он был любим читателями при жизни, но подлинного Синдрякова мы узнали только посмертно То, что мы знали про Синдрякова при его жизни, пишет Наталья Иванова в девятом номере журнала «Юность» за 1989 год в статье «Потайон и Синдряков» Это искренние, честные работы писателя, которые он пытался успокоить свою воспаленную совесть То, что мы узнали сегодня по рукописям, помеченным 60-ми или 70-ми годами, над которыми Синдряков работал упорно и практически без надежды на публикацию Это безоглядная жажда в конце концов сказать правду, без всяких компромиссов со своей совестью Говоря о новом Синдрякове, Наталья Иванова перечисляет повести и рассказы, появившиеся в нашей периодике в 1988-1989 годах «Пара гнедых», «Параня», «Хлеб для собаки», «Донна Анна», «Новый мир» 1988-3, «Охота», «Знамя» 1988-9, «На блаженном острове коммунизма», «Новый мир» 1988-9, «Люди или нелюди», «Дружба народов» 1989-2 Выступление Синдрякова в защиту Бродского в 1965 году – это тоже настоящий Синдряков, примечание автора Нельзя сказать, чтобы на Бродском фронте удача была на стороне Прокофьева и Ленинградского обкома Вы обольщаетесь попусту, правота и удача, конечно, не с их стороны, но власть О происшествии в союзе со старшим Воеводином и Даром она уже знает Старший Воеводин, Всеволод, явился на заседании секции в пьяном виде Давид Яковлевич Дар предложил собранию обязать Воеводина, председателя секции, приходить трезвым Воеводин кинулся на него с криком «Помолчи, жудобская морда» Примечание автора Помолчали. Я все боялась, что она спросит о Фриде, но она не спросила Прочитала мне четыре строки, никогда мною неслыханные «Светают» — это страшный суд «Свидание горе с неразлуки» «Там мертвой славе отдадут меня твои живые руки» Четверостишей под названием «Из дневника путешествия» опубликована в библиотеке поэта «Большая серия» На странице 311 Чуть по-другому Вторая строка «И встреча горе с неразлуки» Примечание автора «О, это из ее страшнейших» «И подражая ей, я сказала бы, из ее ключевых» «Свидание горе с неразлуки» «Как настаивает она в последние годы на этой теме» «Слава же — тема давнишняя» «Пожалуй, не впервые уже», «Но лишь впервые с такой отчетливостью» «Стетливостью сопоставлена она со смертью» Об убитом Пушкине спрашивает «Кто знает, что такое слава?» «Какой ценой купил он право?» «О своей судьбе притащится слава «Погремушкой над ухом трещать» «Где под ногой, как лист увядший, слава» «И вот теперь там мертвой славе отдадут меня твои живые руки» «Это меня поставлено высоко, высоченно, на самой вершине стиха» О славе потом еще раз сегодня у нас возник разговор И снова горестный, и снова о стихах, правда, чужих Но сначала она протянула мне приглашение Ее приглашают в Югославию на конференцию Пен-клуба Мне хотелось бы поехать Меня очень интересует тема литературы и читатель В Европе, по утверждению самих же европейцев, кризис литературы Ее меньше любят, ею меньше заняты и так далее У нас не так Я сделала бы им сообщение на основе писем читателей У нас сейчас так любят стихи, как никогда не любили Как вы думаете, отчего это? Я думаю, сказала я, это потому, что они у нас вместо всего Вместо религии, вместо политики, вместо совести Вместо всего, повторила Анна Андреевна Да-да, вместо всего Мы заговорили о предстоящей поездке в Англию Интересно понять, сказала Анна Андреевна Соблаговолит ли там присутствовать в это время Вы знаете, о ком я говорю Он ведь с большими странностями, господин Да-да, может как раз взять, да и уехать читать лекции в Америку Я от него еще не такие странности видела Сейчас она усиленно вместе с Толей переводит Леопарди Хочет сдать все до отъезда Египтян уже сдала, ждет денег Египтяне восхитительны Самая ранняя из известных нам поэзий мира Две тысячи лет до Рождества Христова От египтян перешла к Рильке К вышедшему недавно сборнику Рильке В переводе Тамары Сильман Все знакомые бронят эти переводы, вы еще не видели? Нет, а я читала Знакомые правы Я спасаюсь тем, что сочиняю, будто Анечка утащила книгу В самом деле переводы плохи Но я очень люблю их обоих, Адмани и Сильман Вот эти цветы, видите, свежие, не вянут Это примета Значит, подарен от всего сердца И тут неожиданный поворот разговора Новый бешеный взрыв Она рассказала о посещении Гранина Который явился к ней по поводу какой-то листовки Выпущенный в ФРГ антисоветским издательством Грани На листовке Реквием, ни больше, ни меньше И сообщил, будто сделалось известно Я не поняла из ее рассказа, кому известно Что когда она была в Италии К ней приходили и предлагали ей остаться Я так на него закричала Что он даже и сам крикнул Не кричите на меня, пожалуйста А я кричала, что никто нигде ко мне не приходил Никто ничего не предлагал Что это все вранье Кому нужно это вранье Зачем Кто это изобретает Она задохнулась Значит, есть кому и есть зачем Потом, успокоившись, опять о Наровчатове Вот все его ругают Я не спорю Но скажу только Эмми он наколдовал союз Да и Забродского заступился По первому моему слову Наровчатов долгое время Всячески сопротивлялся приему Герштейн в Союз Хотя рекомендовали ее Анна Ахматова Ирак Леандронников и Корней Чуковской Когда же Сергей Сергеевич стал постоянным посетителем Анны Андреевны И она обратилась к нему с соответствующей просьбой Он заявил в Союзе, что перечитал заново работу Герштейн И во втором чтении ее книга Лермонтова представилась ему ценной После этого в 1965 году Герштейн в Союз писателей была беспрепятственно принята Примечание актора Ну, за Эмму я рада Уж сколько времени ее не допускали в святилище Несмотря на рекомендации Ахматова, Деда и Андроникова Да, за Эмму я рада А вот о письме Наровчатова в защиту Бродского Не могу вспомнить без ощущения брезгливости Тему эту я поднимать не стала А спросила, как Толина дела с группкомом Толю приняли, сказала Анна Андреевна Значит, обвинение в тунеядстве ему не грозит Помог устроить Дудин Итого, подумала я, две хорошие вести Иосиф приезжал в отпуск Толю приняли в группком Нет, три Тендряков Это здесь Да еще неожиданное подспорье Сартер, Неруда, Арагон Разумеется, Толю, вопреки пребыванию в группкоме Могут по случаю его дружбы с Иосифом Обвинить в чем угодно Был бы человек, обвинение найдется Но тунеядство отпало Член группкома, трудящийся Переводы, признаваемые властью труд Я, в свою очередь, сообщила ей свою хорошую весть 24 апреля, после длительных откладываний Состоялось, наконец, заседание суда Нашего Свердловского района Я была уверена, что под давлением свыше суд Решит дело незаконно Однако суд постановил Издательство «Советский писатель» Обязано выплатить мне все сто процентов За ненапечатанную, но принятую издательством Повесть Софьи Петровна Лисючевской в ярости На суде было много народу И судья, сохранявший, впрочем, полное бесстрастие Не один раз предоставлял слово мне И все-таки, сказала я Я предпочла бы, чтобы мне не заплатили Ни копейки, лишь бы книга вышла Раиса Давыдовна сделала полную запись суда За обедом Анна Андреевна опять хвалила Леопарде Точных слов не помню Темнело, мне было пора Уходить не хотелось Незадолго до моего ухода снова зашел разговор о славе, коснувшейся стороной Фриды Анна Андреевна спросила у меня Виделось ли я Старковским, который какое-то время жил в Переделкине В тамошнем доме творчества Я сказала, что видела его во Фридо-Копелевском гнезде Что он обрадовал меня стихами И огорчил тем, что, как мне показалось Он людей не очень-то замечает По настоятельной просьбе гостей и хозяев Он прочел несколько стихотворений Кажется, пять очень хороших А когда его попросили повторить три из пяти Он ответил Нет, я прочту только одно И прочел именно то, которое вообще в данных обстоятельствах И один-то раз читать не следовало Стихотворение о девочке, умирающей в больнице Все смутились, а он... Общего замешательства, общего смущения не заметил Фридо только что из больницы И почти нет надежды, что снова не окажется там Фридочка сделала вид, будто не поняла причины общего смущения Но я видела, притворяется Один человек ничего не заметил Тарковской Значит, он не замечает людей Но из самих его стихов следует, что замечает И даже очень замечает И чувствует чужое страдание Иначе и не написал бы Привожу то стихотворение Арсения Тарковского, о котором идет речь Девочки в сером халате Аньки из детского дома В женской четвертой палате Каждая малость знакома Кружка и запах лекарства Няньки дежурной указки И тридевятое царство Пятна и трещины в краске Будто синица из клетки Глянест из-под одеяла Не просыпались, соседки Утро еще не настало В остренький нос Восковые пальцы Льняная косица Мимо проходят живые Что тебе, Анька? Не спится Ангел больничный за шторой Светит одеждой туманной Я за больной За который? Я за детдомовской Анной Арсений Тарковской Земле земное Москва, советский писатель 1966, страница 138 Примечание актора Он не выдержал славы Сказала Анна Андреевна Говорю я вам, Лидия Корневна Поздняя слава — ужасная вещь Слава должна приходить в 20 лет Хорошая, дурная Приятная, неприятная Ею нужно шутить Ею можно рисковать Играть с нею по-всякому А к нему она пришла в 60 И не такая, о какой он мечтал всю жизнь Сделался он очень обидчив Рассказывал мне В одной студенческой аудитории Его не хотели слушать Потому что все хотели слушать Своего очередного Единственного Ну, знаете, как это бывает Какого-то пупсика Хотели только пупсика А Тарковского не хотели Это очень часто случается И решительно со всеми Я ему объясняю У каждого поэта Своя аудитория У вас одна У пупсика другая Там, где будут слушать вас Там не станут слушать пупсика И наоборот Нет, не принимает объяснений Вы, говорит, великой утешитель И не утешился Слава пришла к нему слишком поздно Уже больному, немолодому И он не выдержал Рухнул в себя Сборник стихов Тарковского Перед снегом Вышел в 1962 году Когда автору было 55 лет В 1946 году В издательстве Советский писатель Готовилась книга поэта Стихотворение разных лет Сообщает Лаврин Она была набрана И сматрицирована Когда появилось Печально известное И ныне отмененное Постановление ЦК ВКПБ О журналах «Звезда» и «Ленинград» Издательство, решив переждать волну Вызванную постановлением Отложило выход книги На более поздний срок Но затем сменился Главный редактор издательства И новый руководитель Дал указание Отправить книгу Тарковского На рецензию Критику Кнепович Рецензия оказалась Резко отрицательной По воспоминаниям вдовы поэта Озерской Тарковской В ней заявляло, что Тарковской принадлежит К тому же Черному пантеону Что и Ахматова Мандельштам, Гумилев И Ходосевич Матрицы книги Были уничтожены Поэт был глубоко ранен Трагической судьбой Своей первой поэтической книги И не хотел даже слышать О новой попытке издания Смотрите примечания Лаврина В книге Арсений Тарковской Собрание сочинений в трех томах Том 1 Москва Художественная литература 1991 Страница 420-421 Об отношении Ахматовой К поэзии Тарковского Смотрите также записки Том 2 Нева номер 8 И Нева номер 9 В отделе за сцены Примечание редакции 1996 26 мая Переделкино Только что сюда дозвонился Миша Ардов Приехала Анна Андреевна Передаю ей трубку Она приехала сегодня Остановилась на Ордынке Живет в большой комнате Ардова Сам он в командировке А Нина Антонна В маленькой Алешиной Нина только что вернулась Из санатория после больницы Анна Андреевна Увы Без Нины Едет в 6 часов Во вторник В Англию Через Бельгию Хочет непременно Увидеться со мной До отъезда И чтобы я привезла Ей поглядеть Тот автограф Черепков Которые она подарила Мне в прошлом году Встревоженно спрашивает Сколько там стихотворений Я отвечаю Пять Пять? Прекрасно А вы все-таки Привезите Я спросила Как поживает Ленинградский сборник Валяется где-то Его пора уже Переименовать Из бега времени В бег на месте Я спросила Я спросила Известно ли ей Что в перспективном плане Госиздата Красуется ее Трехтомник Знаю На 1967 Это уже Не для меня Это уже По ту сторону Никакой Ахматовский Трехтомник В 1967 Году В Гос Лит Издате Не вышел Что же Касается выражения По ту сторону То это перекличка С названием Которое Я собиралась Дать сборнику Своих стихов По эту Сторону смерти Примечание Автора 28 мая 1965 Вернувшись в город Я сразу же Позвонила Анне Андреевне Она просила Приехать на Ордынку Не позднее двух В шесть часов Вечера Уезжает Столовая Анна Андреевна В углу дивана На столе Пионы Изумительной красы Особенно один Чудо пышности И расцветки В силе В интенсивности Цвета Мне почудилось Даже что-то Ташкентское Смотришь на него И не веришь Сказала Анна Андреевна Возле нее Ирина Пунина И Юля Живова На минуту Вышла в столовую Услыхав мой голос Нина Антонна Бедная Бедная Нина Всегда Моложе себя Лет на двадцать Теперь она Лет на двадцать Старше своих лет Лицо серое Волосы седые Говорит Обрываясь Теряя слова Все умолкают Стараясь ее Не торопить Анна Андреевна Ласково И терпеливо Подсказывает Какая жалость Что ни она Нина Антонна Будет сопровождать Ахматову В Оксфорд Аня Слишком юна Обстановка Что же там Будет непривычно И сложное Во всех отношениях Да и здесь Непросто Ситуация такова Билеты Приобретены На сегодня На шесть часов Разрешение Есть Чемоданы Уложены А вот Виз Для интересу И для укрепления Сердечной мышцы Как раз Виз-то Еще и нет Еще О том Что Ахматова Едет летом В Оксфорд Известно было Не менее Полугода Назад Сознательное Издевательство Вряд ли Нечто Более Страшное Чиновничье Бездарное Бездушие Анна Андреевна Жалуется Что отекли ноги В особенности Правая В Москве Так уютно Говорит она Я с удовольствием Осталась бы тут И никуда Не ехала Жила бы тут И нянчила Нину Потом Помолчав Идемте В соседнюю комнату У меня к вам Как всегда Секреты Тяжело Поднялась Я заметила Что взглядом Простила С фионами И я Вошла за ней В кабинет Отсутствующего Хозяина Шла она Грузно Ступая На отекших Ногах В кабинете Пыль Беспорядок Тяжелые шторы Позади письменного Стола Книги и бумаги В разброс Мы сели В два Сдвинутые кресла Казалось Хозяин уехал Внезапно А после его Отъезда На полу Чемоданы Уезжающей Анна Андреевна После отъездной И предотъездной Разгром Анна Андреевна Потребовала Черепки Быстрым Зорким Оком Оглядела Две странички Так Верно Сказала Она Я не спросила О чем она Тревожилась Чему рада Верно Верно Повторила Она Возвращая Листки Все так Знаете Как пишут В телеграммах И далее Нечто Истинно Ошеломительное Я Нашла Обрывки Седьмой Видя Что я Как всегда Соображаю Медленно Разъяснила О чем Речь Прочитав Давно Известную Мне Страфу Из Поэмы И Со Мною Моя Седьмая Полумертвая И Немая Рот Ее Сведен И Открыт Словно Рот Трагической Маски Но Он Черный Замазан Краской И Сухою Землей Набит Смотрите Записки Том Второй Нева Номера Пятой Шестой Порылась В сумочке Вынула Листок Седьмая Нашлась Обрывок Черновик Слушайте А я Молчу Я Тридцать Лет Молчу Молчание Арктическими Льдами Только Эти Строки Запомнились Мне А Строчки Лили С потоком И еще И еще Но Я Воспринимала Туго Рассеянно По Весьма Постыдной Самолюбивой Причине Я Только Что Решила Назвать Книгу Своих Новых Стихов Молчание Заметили ли вы Сказала Анна Андреевна Не обратив Никакого внимания На мою просьбу Прочесть Новонайденную Седьмую Еще раз Заметили ли вы Что Ни в английском Ни во французском Нет слова Тишина Только Молчание Потом Заговорила Легким Свободным И даже Веселым Голосом К вопросу О седьмой Василия Журавлева Помните Так вот Я Оказывается Прямо наоборот Он принял Мои стихи За свои А мне В руки Попались Эти листочки Я читаю И думаю Чьи это стихи Кто бы это мог Написать Оказалось Я Седьмая Элегия Опубликована В 1989 Году В Ахматовских Сборниках Я Голос Ваш Москва Книжная Палата 1989 Страница 297 И Узнают Страница 286 Примечание Автора Тишина Так тишина Посидели В тишине Вернули В столовую Анна Андреевна Села на прежнее Место Все вокруг Стола Вокруг Невероятных Пионов Чтобы снова Поверить в них Потребовалось Некоторое Время Анна Андреевна Не спускала С них глаз Я показала Ей номер Газеты Новости дня С объявлением О реквиями И о книге стихов Иосифа Бродского С пометкой Поэт-то неядец Она Глянула Невнимательно И протянула Газету Юли Заговорила О Бродском Оказывается К нему На день рождения Ездили друзья Толя Найман И Женя Рейн Застали его Не в деревне Наринской Где он Отбывает ссылку А в районном Центре В Каноше В тюрьме Наказан За нарушение Режима Опоздал Из отпуска Толя Пробился К какому-то Большому Начальнику И тунеядцы На сутки Отпустили Тунеядствовать Праздник Удался Какие Однако Нежности Хороший Знак Об этой Поездке Найман Рассказывает В мае Бродскому Исполнялось Двадцать пять Лет И мы С Рейном К нему Отправились Когда С тяжелыми Рюкзаками Подошли К дому Дверь Оказалась На замке И тут же Подбежал Пестерев Крича Издали А Йосиф Александрович Посаженный За нарушение Административного Режима Его увезли В Каношу И там Приговорили К семи Суткам Тюрьмы Через час Появился Грузовик В сторону Каноши И я Двинулся В обратный Путь Каношская Тюрьма Сложенном Из толстых Бревен В ту минуту Когда я подходил К ней Бродской Спускался С крыльца С двумя Белыми Ведрами На дном Было написано Вода На другом Хлеб Он Объяснил Мне Что Все зависит От судьи А судья Сейчас в суде Точно Таком же Доме Напротив Я встал Ждать Судью Судья Мне в просьбе Отказал Я пошел К секретарю Райкома В дом Ближайший К суду Секретарь Был моих лет С институтским Значком Серьезный Слушал Меня Без враждебности Набрал По телефону Трехзначный Номер Сказал Ты Бродского Выпусти На вечер Потом Отсидит Круглая Дата Друг Приехал Выслушал Видимо Возражение Повторил Выпусти На вечер Повесил Трубку Я сказал Что в деревне Ждет еще Один человек Что там Водка И закуска Дайте уж Сутки Он подумал И согласился На сутки Рассказы Страницы 140-141 Дело Явно Сдвинулось С мертвой точки В мае Оно поступило На стол К председателю Верховного суда РСФСР Смирнову И к заместителю Председателя Верховного суда СССР Теребилову 17 мая 1965 года В ЦДЛ Состояла Встреча Писателей С Теребиловым Копелев Заговорил О деле Бродского Теребилов Оборвал его Заявив Что дело Будет рассматриваться На днях И что Попытка давления На суд Недопустима Впоследствии В июле Когда дело Все еще Оставалось нерешенным Копелев Обратился К Теребилову Уже не устно А письменно Забегая вперед Привожу Отрывок Из его письма 16 июля 1965 Уважаемый Владимир Иванович Прошло уже Два месяца С того вечера Когда вы были У нас В союзе писателей И не позволили Мне говорить О деле Бродского На том основании Что через несколько дней Вы сами будете Рассматривать Это дело И не хотите Чтобы на вас Оказывали давление Не знаю Чем объяснить Что ваше Публично данное Обещание Все еще Не исполнено И все еще Не отменено Постыдное Судебное решение Осудившее Как тунеядца Талантливого Поэта Решение Грубо противоречащее И духу И букве Советского закона Несправедливое В основе Каких кондиций Можно осуждать Поэта Как тунеядца Последнее обвинение Тем более нелепо Что в противоположность Многим своим ровесникам Бродской не пьет Не курит Крайне воздержан И не притязателен В быту Он по-настоящему Бескорыстный Литературный Труженик Фанатично Одержимый Стихами И книгами К тому же Он физически Очень Болезненен Все сказанное Выше Побуждает Меня просить Вас Объяснить Тем Кому Это необходимо Знать Какую тяжкую Моральную И политическую Ответственность Возлагают На себя Все Кто причастны К этому Постыдному Делу Дать указание Чтобы это Мое письмо Было Приобщено К делу Бродского Известить Меня о том Получили ли вы Это письмо Копии Я направляю В секретариат Союза писателей СССР С уважением Копелев Примечание Автора Анна Андреевна Рассказала Что в литературной Газете После всех Коленопреклоненных Просьб Извинений Телеграм Выйдут Только переводы Из египетской Поэзии А из собственных Стихов Ни единого Анна Ахматова Из древнеегипетских Папирусов Предисловие Сергея Наравчатова Литературные газеты 29 мая 1965 года Примечание Актора Наравчатов Убит Добавила Анна Андреевна Он был здесь Вчера и дрожал Мелкой дрожью Я его утешала И глупо И смешно И противно А главное Скучно Как это все Надоело Одно и то же Одно и то же Одно и то же Почему не печатать Собственные стихи Ахматовой А печатать Только переводы Ведь Ждановщина Практически Отменена Или не отменена И какой болван Не имеющий Касательства К поэзии Звонит Другому болвану И кто Именно выносит Окончательные решения И почему Все это Вместе Государственная Тайна Причина Почему Отклонены Стихи Имя Решившего Отклонить Звонка О визах Между тем Нет и нет Едут Сегодня Не едут Боже Какая скука Сидим Молчим Ждем И новость Которую я могла Бы рассказать Но не рассказываю Тоже скучная Потому что Опять И опять И опять Лубянка От скуки Я молчу Оксмана Вызывали На Лубянку Весьма Учтиво Вернули ему Все книги И все бумаги Кроме писем Глеба Струве Владимира Набокова И нескольких книг Довели Свою любезность До такой степени Что какой-то Тамошний Генерал Представился Оксману Как поклонник Таланта И приказал Своему шоферу Довести Юлиан Григорьевич До дому И подумать Только подняться С ним вместе В квартиру И отнести Туда книги От своего Участия В исключении Оксмана Из Союза О запрете На имя Тамошние Деятели Однако Отказываются Это какая-то Другая Инстанция Людоеды В овечьей шкуре Скучно Возник Возник Обычный Общий Разговор О Яфтушенко Вознесенском И Ахмадулиной О Яфтушенко И Ахмадулиной Говорили По-разному О Вознесенском Там же Все С неприятием Мальчик Андрюшечка Как называли Его Пастернаков Сказала Анна Андреевна Вчера Он мне Позвонил Я Лечу В Лондон Огорчительно Что у нас С вами Разные Маршруты Я Хотел бы Присутствовать На церемонии В Оксфорде Вовсе Незачем Ответила Я На этой Церемонии Должен Присутствовать Один Единственный Человек Я Свидание Ему Не назначило Ни у Большого Бена Ни у Антибена Разговор Впал В обычную Колею Вот мы Сидим Недоумеваем Бронимся А Вознесенская Евтушенко И Ахмадулина Имеют Бешеный Успех Надо Признать Сказала Анна Андреевна Что все Трое Виртуозные Эстрадники Мы Судим Их меркой Поэзии Между тем Эстрадничество Тоже Искусство Но Другое К поэзии Прямого Отношения Не имеющие Они Держат Аудиторию Вот так Ни на секунду Не отпуская Она Туго Сжала Руку И поставила Кулак На стол А поэзия Поэзии Другой Жанр Меня Принудили Прочесть Озу Вознесенского Какое-то Кощунство Какие Вы Крутасы Приведенные Здесь Слова Анны Андреевны Об эстрадничестве Интересно Сопоставить С ее Словами На ту же Тему Приведенными В воспоминаниях Адамовича В разговоре Я назвал Имя Евтушенко Анна Андреевна Не без Пренебрежения Отозвалась Об его Эстрадных Триумфах Мне Это Пренебрежение Показалось Несправедливым Эстрада Эстрады Но Не все же Ею исчерпывается Ахматова Слегка Пожала Плечами Стала Возражать И Наконец Будто Желая Прекратить Спор Сказала Вы Напрасно Воспоминания Страницы 75 Что касается Поэма Вознесенского Оза Смотрите Молодая Гвардия 1964 Номер 10 То Кощунстином Вероятно Представлялась Анне Андреевне Восклицание Аве Оза Примечание Автора Было Около Четырех И до сих пор Неизвестно Едут они Или не едут Готовы Визы Или нет Я ушла Условившись Что позвоню И если да Примчусь На вокзал 28 Мая 65 Продолжение Не уехали Отправиться 1 Июня Нет Ничего Вреднее Для больного Сердца Чем Эдакие Финты 29 Мая 65 Вечером Вчера Международный Звонок Скороговорка Телефонистки Вас вызывает Лондон Будете Говорить Будете Говорить Будете Говорить Буду Звонила Аманда Она хочет Встретить Анну Андреевну В Голландии Чтобы помочь Ей на пароходе Я позвонила Про это Анне Андреевне И по бурной Ее радости Заново поняла Как она Боится Дороги Тридцать Но на перроне Я не вспомнила И вообще Мы минут на Я не знала Я не знала Говорить Иностранная Пресса Из чемоданчика Вынула Она Целый Ворох газетных вырезок и книгу «Воздушные пути», номер 4. Деду кто-то привез из-за моря в переделки на экземпляр. Дома я просмотрела, но еще не изучила досконально. С удивлением, благодарностью, радостью, скорбью увидела я там Фридину запись. В Советском Союзе полная запись двух судов над Иосифом Бродским опубликована только в 1988 году. Смотрите публикацию «Раскиной. Огонек, номер 49. Примечание автора». Хватит ли у Фридочки силы обрадоваться? И там же стихи Бродского, и воспоминания Ахматовой о Модельяне прекрасные, и ее же о Мандельштаме, обрывки драгоценные, разумеется, но в том же несобранном состоянии, в каком я читала их в Комарове. И дивная фотография Пастернака, и стихи лагерные Елены Михайловны Тагер. Остальное посмотреть я не успела. Анна Андреевна сердит и перелистывала книгу, отыскивая страницу. Нашла и протянула мне том, указывая ногтем, откуда читать. Чье-то предисловие, курсив. Сначала идет известный мне наизусть «Ахматовская последняя роза» с опечаткой в эпиграфе. Бег времени, седьмая книга, а также смотрите записки, том второй, Нева номер девять. В «Воздушных путях» опечатка в эпиграфе «Напишите» вместо «Напишите». Примечание автора. Потом текст от редактора. Весьма двусмысленный текст. Противно. Редактор Альманаха так комментирует «Последнюю розу». Роза всегда служила в поэзии символом. Содержание символа менялось на протяжении веков. Но этим средством поэты пользовались искони. Думается, что Ахматова пользуется этой метафорой, чтобы назвать избранника. В Дантовском раю мы уже встречались со схожим художественным образом. Но кто он? Кто избранник Ахматовой? Вскоре это имя стало известно всему миру. Иосиф Бродской. Примечание автора. Гадко. Не спорю. Анна Андреевна вынула книгу у меня из рук, швырнула в чемоданчик, а передо мною выложила газетные вырезки. Читайте. Я должна примерить платье под руководством Нины и Любочки. Скоро вернусь. Я начала читать. Не могу похвалиться, что справляюсь с английским без труда, однако в газетных откликах разобралась. Они разные. Что ж, пустовато. Хвалы, но за хвалами пустота и обидное невежество. Гумилев расстрелян в двадцатом году. Им все равно в двадцатом, двадцать первом. Ахматова рассматривается чаще всего не как великий русский поэт, а как женщина-поэт-поэтесса. Я научила женщин говорить. Она женщина, но отнюдь не феминистка. Не всегда также можно понять из текста заметок, молчала ли она двадцать лет, или двадцать лет работала, но ее не печатали. Прокламируется некое ее литературное воскресенье во время Второй мировой войны, когда она почувствовала себя патриоткой. А четырнадцатый год? А всегда? Затем какая-то путаница с каким-то звонком Сталина в Ташкент. Он будто бы приказал вылечить ее от Тифа. Хотя мне помнится, звонил в Ташкент не Сталин, а Жданов, и не во время Тифа, а раньше. Встречаются, впрочем, и толковые интервью. Это те, в которых добросовестно воспроизведены, собственные мысли Ахматовой об эстрадной поэзии. Существуют стихи, которые звучат с эстрады, а на бумаге оказываются мнимостью. Слова ее о Марии Петровых и о юных, но уже гонимых поэтах. Явно подразумевается Бродской с товарищами. Но то говорит Ахматова, а когда говорят газетчики, «Сплошное пустомельство». Анна Андреевна дала мне целую охапку вырезок из газеты «Таймс» от 2, 3, 5, 7 и 11 июня 1965 года. Этим перечислением не исчерпывается, конечно, вся посвященная Ахматовой по случаю присуждения высокого звания пресса. О поездке Ахматовой в Англию и о некоторых статьях в тогдашней английской печати смотрите очерк Сильвы Эльдар и Льва Шилова «Английские недели Анны Ахматовой» в сборнике «Тайны ремесла». Ахматовские чтения. Выпуск 2. Москва. Наследие. 1992. Примечание автора. Анна Андреевна вернулась и снова села на диван рядом со мной. «Вкусили?» Я сказала. «Толково кое-что, но много равнодушия и вранья. Много злобы. Здесь, в этом ворохе, собрано далеко не все». Интервьюировала меня одна журналистка. Поговорив со мной, опубликовала следующее соображение. «Сначала я думала, что это тяжелый случай нарциссизма». И вот так все. Я сказала, судя по вырезкам, не все. Да, человеческая глупость разнообразна. Анна Андреевна сунула газетные вырезки в чемоданчик, вынула фотографии. Некоторые ужасно. Не Анна Ахматова, а старушенция какая-то. Хорошая одна, трагическая маска. Без живой боли невозможно смотреть на ту, где Анну Андреевну почтительно сопровождают из одного здания Оксфорда в другое. Она уже в манте, выражение лица, поникшие плечи. «Люди, зачем вы ведете меня на эшафот?» Фотография эта опубликована теперь во многих изданиях. Смотрите, например, о бане Ахматовой, страница 525, примечание автора. Она объяснила. «В этот день у меня сильно болело сердце. Я глядела, вглядывала с ее лицо, мученически, возвышающиеся над мантией, и вспомнились мне строки из черепков. На позорном помосте беды, как под тронном стою балдахином. Здесь, на помосте торжеств, тронный балдахин, мантия кажется пестрым саваном. Господи, ты видишь, я устала воскресать и умирать и жить». Анна Андреевна спрятала фотографии, начался монолог, отрывистый и непоследовательный. «Сейчас восстанавливаю беспорядки». Я у сэра Исаия прямо спросила. «Все эти торжества, и Таур-Мино, и Оксфорд. Это ваших рук дело?» «Нет. Ну, конечно, вернувшись, я рассказал, что и как, но дальше все пошло само, своим ходом. Он пригласил меня и Анечку остановиться у него. Мы жили в отеле. Тамошние люди не понимают, что нам нельзя ни у кого останавливаться, а положено жить, где поселены». Оболенский. Князь Дмитрий Дмитриевич Оболенский родился в 1918 году, и тогдашняя его жена Елизавета Николаевна. Ахматову с Оболенскими познакомил в Оксфорде сэр Исаия Берлин. Родом Оболенской из России. Семья уехала на Запад, когда был он полуторагодовалым ребенком. С 1949 по 1961 год Оболенский занимал в Оксфорде кафедру русской и балканской истории. В 1962 году он выпустил антологию русской поэзии. В эту книгу, в частности, вошли и переводы 20 стихотворений Анны Ахматовой, и отрывок из поэмы «Без героя». Князь Оболенский – автор многих работ по византологии. Примечание автора. У Солдатовых была на семейном обеде. Милые, милые люди. Александр Александрович Солдатов родился в 1915-м, дипломат, наш посол в Великобритании с 1960 по 1966 год. Милые, милые люди, говорит Ахматова о нем и о его жене Руфине Борисовне. Привлекательность и обаяние Солдатовых отмечает в своем дневнике и Корнечуковской. Встречался он с ними в 1962 году в Лондоне, а затем в советском санатории в Барвихе. Человек большого образования, широкой, умница. Жена посла, волжанка, очень любит Некрасова. 4 июня 1962-го. Единственные барвихинцы посещают меня. Солдатовые, очень пытливые, начитанные, душевные люди. Он посол СССР в Англии, красивый, черный. Она миловидная умница. 28 октября 1962-го. У них обоих такая жажда знаний, такой широкий кругозор, какого я не встречал у наших дипломатов. 30 октября 1962-го. Примечание автора. В Париже пришел ко мне Юрий Павлович Анненков. Не узнаваем. Тут она таинственно понизила голос до шепота, словно удивляясь в подмене. Просто какой-то другой старичок. О встречах с Анной Андреевной в Оксфорде и в Париже Юрий Павлович Анненков подробно рассказал в своих воспоминаниях о неопубликованных в парижской газете «Русская мысль» 12 и 15 марта 1966 года и более лаконично в дневнике моих встреч. Примечание автора. Соломинка дивная, совершенно узнаваемая, та же. Встретила нас, приглашала жить у нее. В очерке поэтессы Ларисы Васильевой о заглавленном «Соломея» или «Соломинка, не согнутая веком» читаем отрывок из рассказа Соломей Николаевны Андрониковой. «Я встретилась с Ахматовой спустя годы, когда она приехала в Оксфорд на торжества в ее честь. Она пришла ко мне. У нас обеих было ощущение, что мы расстались лишь вчера и завтра встретимся снова. Оставила автограф тени, признавшись, что посвятила стихотворение мне. Огонек, 1988, номер 3, страница 23. Примечание автора. Кто переменился, это Париж. Прекрасен, но совсем другой. Переменил цвет. Был когда-то серый, а теперь белый. Волшебный. Старых улиц я не узнала. Какие-то роскошные взлеты, спуски, автострады. Меня щедро возили по городу. Но движение там — это уже не движение, а стояние. Город наряден. А люди, да, представьте себе, люди в парижской толпе одеты плохо. В Лондоне старомодны до ужаса. В Париже бедноваты. Да-да, как-то что-то накинуто на дно плечо, всунуто в один рукав. Все женщины выкрашены в соломенный цвет. Точно попадаешь в царство соломенных крыш. В Оксфорде я очень устала. Целые дни правила чужие диссертации. Кто бы мог подумать, что мне при моей серости придется заняться этим. Ну да, там все пишут диссертации об акмеизме, о Мандельштаме, о Гумилеве, обо мне. У них все перепутано и наврано, а я должна исправлять. Я сказала, хорошо, что вы получили такую возможность. Нет, Лидия Корневна, я поняла, что на все это надо махнуть рукой. Ничего не исправишь. Переводы ужасны. Я видел реквием. Избави бог такое и во сне увидать. Это наглая халтура. С морем разорвана связь, будто бы с балтийским. Памятник мне, будто памятник на могиле. И так все сплошь. Самый точный перевод, сделанный Амандой и Питером, прозаической. Я его авторизовала. Но ведь это всего только проза. Анна Андреевна называет стихотворный перевод Аманды Хейт и Питера Нормана прозаическим, потому что, хотя он весьма точен в смысловом отношении, стихи почти всюду лишены рифм. Что же касается халтурных переводов, то я не имею возможности установить, о чьих именно она говорит. Во всяком случае искажение чудовищное. В подлинном реквиеме подразумевается черное, а не Балтийское море. И памятник возле тюрьмы, а не на могиле. Примечание актора. Виделась я и с акулой капитализма. Акулой капитализма Анна Андреевна прозвала Гринберган, издателя-редактора Нью-Йоркского альманаха «Воздушные пути». Отклики Анны Андреевны на обе публикации поэма «Без героя» в «Воздушных путях». Смотрите записки том 2, страница 21, Нева номер 8, а также Нева номер 9, страницы 21-22. Примечание автора. Этот дурной человек, сэр Исайя, сказал ему, вы не раз печатали стихи и прозу Ахматовой, вы должны заплатить ей. Он ответил, закон на моей стороне. Видали хама? Через некоторое время он все-таки позвонил мне и спросил, хочу ли я, чтобы он лично привез мне деньги в конверте. Я ответила, рада за вас, что вы позвонили и произнесли эти слова, ничего мне не надо, ни вашего визита, ни денег, ни конверта. И повесила трубку, не простившись. Действительно, кроме поэма «Без героя», Гринберг в своем «Альманахе» напечатал при жизни Ахматовой стихотворение «Нас четверо», «Невидимка», «Двойник», «Пересмешник» в номере третьем, а также воспоминания о Медео Модильяне и Мандельштам в четвертом номере. Таким образом, он и в самом деле задолжал ей гонорар. Подробнее о Гринберге как об издателе и человеке смотрите публикацию Ржевского в новом журнале номер 123, Нью-Йорк, 1976, страница 162. Полагаю, что соображения об Анне Ахматовой и Осифе Бродском и, главное, о розе как символе влюбленности принадлежат также перу Гринберга. Примечание автора. «Нет-нет, Лидия Корневна, на Западе уже ничего не исправишь. Злое вранье неведомской Анны Андреевны Гумилевой, Маковского считается первоисточником и проникает в серьезные исследования. Мне некогда опровергать. Я не в силах». Главными пороками перечисленных воспоминаний, так же, как и воспоминаний о Доевцевой, Анна Андреевна считала искажение творческого и жизненного пути Гумилева. О встрече Ахматовой с Глебом Струве, автором статей о ее творчестве, сохранилась подробная запись в дневнике Оксмана. «Она очень устала от Оксфорда, Лондона и Парижа», записывает Юлиан Григорьевич 27 июня 1965 года. На церемонию в Оксфорт приехали некоторые русско-американские словисты во главе с Глебом Струве. Объяснение с ним по поводу того, что он пишет о ней, не привело к примирению. На ее возмущенные слова о том, что он говорит неправду, доказывая, что она кончилась в 1922 году, Струве заметил, что у него нет оснований менять общую концепцию. По-разному они смотрят и на ее роль в жизни Гумилева. «Политика для Струве дороже истины». Воспоминания, страница 646. Примечание актора. Поляки в Париже обращались со мной как с мощами. Каждую минуту целовали колени. Я спросила, побывал ли у нее Йозеф Чапской. Чапской? Был-был. Она весело ткнула пальцем в мою злополучную брошку. Я устроила ему сцену ревности, а он пел дифирамбы. Вам. Мне пришлось отколоть брошь от жакета и вручить ее на рассмотрение Нине Антонии и Любови Давыдовне, которые не замечали ее множество раз. Анна Андреевна насмешливо им пояснила. Черная неблагодарность. Я ему стихи, а он в ответ брошьку. Не мне, а сопернице. Дамы хвалили брошь. Заметки из дневника Чапского о встрече с Ахматовой в Париже были напечатаны уже после ее смерти. Смотрите «Русская мысль», 17 марта 1989. Примечание автора. Анна Андреевна продолжала. Знаете, чему они там из моих рассказов более всего удивились? Вы и вы и вы, она кимнула мне, Нине и Любочке, этому нисколько не удивляетесь. Для нас всех здесь это привычно. Они же делают большие глаза. Их удивило, даже потрясло, когда я рассказала, что за несколько дней до отъезда получила письмо от моряков и лесорубов. У них никто стихов не читает, кроме очень тонкого слоя интеллигенции. А тут вдруг, извольте видеть, моряки и лесорубы. Привожу письмо моряков и лесорубов. 12 апреля 1965 года. Сердечный привет из Архангельска. Здравствуйте, уважаемая русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова. Мы, это группа молодежи, лесопильщики и моряки из архангельских лесозаводов и пароходов, познакомились с вами на литературном вечере по радио. Вы читали, проникновенно декламировали. Мы слушали с любовью, с наслаждением. Хорошие стихи, как вино, немного опьяняют. Стихи, цветы и музыка – неотъемлемые вещи. Потребность их ощущаешь. Неразборчиво. Мне коллектив поручил передать Беломорскую вам благодарность за стихи «Муза». Желаем вам новых успехов, счастья и здоровья. Толошов Александр Андреевич, бывший танкист. Письмо опубликовал Лев Шилов в статье Анны Ахматова и ее слушатели. Журнал «Клуб» и художественная самодеятельность. 1988, номер 5, страница 24. Примечание автора. Хлынул дождь, он работал за окном, как хорошо налаженная, без перебоев, ровно работающая машина. Мне было пора. Анна Андреевна устала, да и ждала кого-то, кажется, Журавлевых. Из-за дождя я долго не могла уйти. Любовь Давыдовна капала ей в глаза какие-то синие, привезенные за границы капли. Оказывается, у этой злосчастной путешественницы в придачу ко всем болезням еще и конъюнктивит. 8 августа, 65-го. Дорогая Анна Андреевна, вчера утром умерла наша Фрида. Своей рукой написала я сегодня. И дальше адрес, потому что Анна Андреевна адрес могла позабыть, а телеграфировать пожелает. 10 августа, 65-го. Среди других телеграмм, читавшихся над гробом, над Фридиным гробом, была и такая. Пусть ее светлый образ останется для нас утешением и примером душевного благородства. Ахматова. Еще раз об образе Вигдоровой. Анна Андреевна помянула в надписи на том экземпляре «Бега времени», который она подарила Фридиной дочери Саше через пять месяцев после Фридиной кончины. «Нашей дорогой Сашеньки, пусть эта книга будет хотя бы слабым и несовершенным напоминанием о той, кому я когда-то обещал ее подарить, о той, кто была вашей матерью и единственным высочайшим примером доброты, благородства, человечности для всех нас». Анна Ахматова. 11 января 1966-го. Москва. «Из мира ушла большая добрая сила», — так начала я свое выступление на гражданской панихиде. Смотрите, Лидия Чуковская «Открытое слово». Примечание автора. Примером, да, но утешением. Какое тут утешение? Как утешиться, что Фриды больше нет, и, главное, какое утешение в ее предсмертных муках? 10 сентября 1965-го. Знает ли Анна Андреевна? И как я была бы счастлива позвонить Саше и сказать «Саша, говорю я, скажи маме, в субботу, 4 сентября, дело пересмотрено, Иосиф свободен». По-видимому, Анне Андреевне кто-то из москвичей дал телеграмму прямо в Комарова. Во всяком случае, по словам Наймана, 11 сентября им уже была получена от Ахматовой телеграмма «Ликуем, Анна, Сара, Эмма». Смотрите рассказы, страница 141. Примечание автора. Все кругом гадают, чье вмешательство побудило Верховный суд пересмотреть, наконец, это дело. Думаю, капля долбит камень. Фрида своей записью докричалась, наконец, до широкого мира. На нас всех, и на Ахматову в том числе, Толстиков может плевать. На Сартера и на Европейское Содружество ему плевать не позволяют. А Сартер, не знаю, правый он или левый, Сартер, если верить слухам, написал Микояну, что в октябре писатели Содружества съедутся в Париже, и там разговор о Бродском пойдет непременно. Письмо Сартера в защиту Бродского теперь напечатано. Оно адресовано Микояну и датировано 17 августа 1965 года. Жалуясь, что из-за дела Бродского атаки врагов СССР, являющихся и нашими врагами, становятся все более ожесточенными, Сартер продолжает. «Зная вашу глубокую человечность и вашу заинтересованность в усилениях культурных связей между Востоком и Западом в рамках идеологической борьбы, я позволил себе послать вам это сугубо личное письмо, чтобы просить вас во имя моей искренней дружбы к социалистическим странам, на которые мы возлагаем все надежды, выступить в защиту очень молодого человека, который уже является или, может быть, станет хорошим поэтом». Смотрите «Елена Якович. Дело Бродского. На Старой площади. Литературная газета. 1993 год. Номер 18. Страница 6. Примечание редакции. 1996 год». «Необходимо, чтобы Анна Андреевна и все ленинградцы знали. К нашей радости примешана капля яда. Лев Зинович ходил в Верховный суд РСФСР, и там ему сказано, решение ленинградского суда не отменено как ошибочное, а изменено только в части срока. Вместо пяти лет наказание сократили до уже отбыто времени — один год и пять месяцев». «Значит, он все-таки был виновен? В чем? А виноватость его может дать основание ленинградскому начальству, то есть Толстикову, Волкову, Лернеру, Прокофьеву, не допустить ни прописки, ни работы». 25 сентября 1965. Бродской. Освобожденный Бродской. Он приехал в Москву раньше, чем в Ленинград. С ним вместе мы позвонили в Ленинград, Анне Андреевне. Я отдала ему трубку, а сама ушла в кухню жарить яичницу. Иосиф. Тот, кого на один месяц и восемнадцать дней не дождалась Фрида. Он как-то еще вырос и поширел. Большой, будто сильный, но и потрясенный. Не кончает фраз, бегает по комнате, все время крутит пальцами. Одет плохо, но и это его не портит. Доброта, простодушие, ум, дурной нрав, ребячливость. Прямой поэт. Читал мне стихи, но бросал, забывал их. Теперь предстоит Ленинград, и последний барьер — прописка. Зашла за ним Юля, она его ко мне и привезла. Они ушли вместе. Подавая ей клетчатое пальто, Иосиф сказал. «Все в клетку, как тюремная решетка». Восьмое октября, шестьдесят пятого. Приехала Анна Андреевна, живет на Ордынке. Такой отяжелевшей, унылой и раздражительной, я кажется, ее еще никогда не видала. Жалуется на сердце. Мне хуже от того, что лето я прожила без единой прогулки. Когда она встает, вид откровенно страдающий, гримаса боли и одышка. Под зеркалом в столовой, где высокие белые стопочки книг. Возле нее под рукою один экземпляр. Бродский, наконец, освобожден, и, наконец, добежал до нас бег времени. Но на радость, на счастье у нее, видно, тоже не хватает сил. «Сейчас я покажу вам издательские мошенства, подлейшие». Она объяснила. «Снят эпиграф из Бродского к ее последней розе, то есть убрана строка Иосифа, обращенные к ней. Вы напишите о нас наискосок». Со стихами к Борису Леонидовичу поступлено так. Цикл разрушен, и вместо памяти Бориса Пастернака предложено заглавить стихотворение «Смерть поэта». Она согласилась. Но уже без спросу негодяи подменили даты. Вместо 1960-го, под смертью поэта, в надежде на беспамятность читателей, поставлено 1957-й. И под стихотворением «И снова осень валит Тамерланом» не 47-й, а тоже 57-й. Сняли строку Бродского понятно, имя его запрещено цензурой. Поставили под стихами «Смерть поэта» не 60-й, а другой год тоже понятно. Мало ли какой поэт умер в 57-м. Во всяком случае, не Борис Пастернак. В чем была задача злоумышленников, подменивших дату под последним стихотворением, не совсем понимаю. Просто чтобы подальше от 46-го? Примечание автора. «Это мелкое жульничество», — прокомментировала Анна Андреевна. «Нечто вроде воровства Муры Бутберг с прилавка. Вы слышали? Все английские газеты полны этим происшествием. Какие мелкие, однако, приемы для такой крупной авантюристки». Речь идет о Марии Игнатьевны Бутберг, урожденной Закревской, по первому мужу Бенкендорф, 1892-1974, секретаре и переводчице Горького. Мария Игнатьевна прожила в доме Горького с небольшими перерывами с 1920 по 1933 год. Именно ей Горький посвятил свою эпопею «Жизнь Клима Самгина». Она была невенчанной женой Герберта Уэллса с 1933 по 1946 год. Ахматова говорила о ней. «Бутберг Бенкендорф — это авантюристка типа Мата Хари. Помню, я ее встретила во всемирной литературе. Почему вы такая бледная?» — спросила я. «Я только что из тюрьмы». Она пыталась несколько раз перейти границу, и ее ловили. Когда Герберт Уэллс приехал в Петроград, она была переводчицей. Английский язык тогда мало кто знал. И сумела вскружить ему голову. Когда-то в Берлине она танцевала с Вильгельмом. И вовсе не была красавицей. Сейчас она живет в Лондоне. Она, наверное, старше меня. И, представляете, пьет коньяк. 12 встреч, страницы 245-246. Осенью 1965 года Бутберг была задержана в одном из английских магазинов за кражу. Об этом писали газеты. Мария Игнатьевна Бутберг зашла в какой-то магазин и сунула в свою сумочку товару на десятки фунтов. А в кассу внесла лишь самую ничтожную сумму. На суде она держалась развязно. Говорила, в тот день я украла кое-какие вещички еще и в другом магазине. В газетах было сказано, что Бутберг — уроженка России. Как удивились бы, узнав об этом Горькой и Уэллс, ее именитый Лаурс. Дневник 2, страница 379-380. Нина Берберова посвятила жизнеописанию Бутберг книгу под названием «Железная женщина. Москва. Книжная палата 1991-й». В рецензии на книгу Берберовой отмечено «Железная женщина — это рассказ об удивительнейшей женщине нашего века, о ее судьбе и о судьбе ее друзей, в круг которых в разное время входили люди, определявшие лицо столетия, о многолетней подруге Локкарта Горького Уэллса, о женщине, которую одни считали английской шпионкой, другие — немецкой, третьей сотрудницей ВЧК. О женщине, пользовавшейся репутацией одной из самых блестящих, одной из самых обаятельных, умных, талантливых в своем времени. Лондонская Таймс почтила ее смерть некрологом, названным «Интеллектуальный вождь. Новый мир. 1991-й, номер 9, стр. 21. Примечание редакции. 1996-й год». Она протянула мне книгу. Это для вас. Надписи поправки прочтете после. А сейчас я только покажу вам, где должно стоять, я всем прощение дарую. Вот здесь, сразу после стихотворения о Пастернаке 47-го года. Уверена, что весь тираж бега времени загонят в провинцию, там его никто не станет покупать. Быть может и так. Вообще, существует у нас подобный способ борьбы с книгами, с теми, в которые влюблены обе столицы. Сегодня Анна Андреевна и об Иосифе отзывается как-то раздраженно, безлюбовно. Я сказала, что после всего перенесенного ему нужен был бы санаторий, хоть на 26 санаторных дней нормальная жизнь. Какая может быть нормальная жизнь у того, у кого все на выворот? С каторги вернулся румяный, здоровый, а из санаторий вернется на четырех ногах и на цепи. Она спросила, читала ли я воспоминания Надежды Яковлевны, которые ходят по рукам. Я их читала. — Ну вот, теперь, наконец, я буду знать, что это такое. Расскажите. Я ответила, последовательный, подробный и напряженный рассказ о всех ступенях гибельного пути Мандельштама имеет ценность. Меня ее вопрос удивил. Она участница событий, там в рукписи очень много о ней. — А разве сами вы не читали? — спросила я. — Нет. — Надежда Яковлевна вам не предлагала прочесть? — Предлагала. — Почему же вы не прочли? — Не знаю. Сделав рассеянные глаза, ответила Анна Андреевна. — Предлагала Надежда Яковлевна Анне Андреевне читать свои воспоминания или нет? На этот вопрос друзья Ахматовые отвечают по-разному. Так Найман на странице 83 своих рассказов сообщает. Я спросил у Анны Андреевны, насколько книга разоблачительна и в самом ли деле так опасна для автора, как думает Надежда Яковлевна. Она посмотрела на меня взглядом, выражавшим, что находит мой вопрос странным, и прошептала. Я ее не читала. Удовольствовавшись моим изумлением, добавила. Она, к счастью, не предлагала. Я не просила. После кончины Ахматовой Петровых в разговоре со мной подтвердила, что Анна Андреевна воспоминаний не читала, хотя Надежда Яковлевна и предложила ей ознакомиться с оконченной рукописью. Ахматова была обижена. Речь в воспоминаниях идет о событиях, весьма тревоживших ее сердце, а Надежда Яковлевна, общаясь с ней, ни разу не упомянула о своей работе. Примечание автора. Потом мы долго пили чай с Ардовыми, Виктор Ефимович рассказывал анекдоты, Анна Андреевна молчала и не улыбалась. Нина Антонна, которой, слава богу, гораздо лучше, поила Борину, вторую Нину, из блюдечка. Анна Андреевна увела меня к себе. В Париж я ехать отдумала. Может быть, в марте, только не теперь. Пошарила в сумочке и вынула очаровательную записную книжку. Это мне сэр Исайя подарил. Помолчали. — Вы заметили, — спросила она, — кто именно во все горло чествует нынче Есенина? — Зелинской, Сергей Васильев, Куняев, Прокофьев. — Заметили, что Есенина выдвигают сейчас в противовес Маяковскому? — Заметила. — И компанию славящих тоже вполне оценила. Хорош каждый в отдельности и хороши все вместе. Анна Андреевна больна и устала. Я простилась. Спустившись в метро, я села на пустую скамью и открыла бег времени. В ярком свете прочла «Лидия Чуковская. Мои стихи», ставшие нашей общей книгой, дружеские Ахматова, 7 октября 1965-го, Москва. В вагоне, перелистывая бег времени, увидела выправленные Анны Андреевны даты, восстановленный эпиграф из Бродского над стихами «Последняя роза». Дома, вцепившись в книгу, обнаружила, что Анны Андреевны над стихотворением умолк вчера неповторимый голос, вписан эпиграф из Пастернака. «Как птица мне ответит эхо». Борис Пастернак. Анна Андреевна в эпиграфе не совсем точно приводит строку из стихотворения Пастернака «Все сбылось». В подлиннике «Как птице мне ответит эхо». Пятитомник, Пастернак, том 2, страница 120. Примечание редакции. 12 ноября 1965-го. Комаровым. «Колина смерть застала меня в Комарове». Мой старший брат, писатель Николай Чуковский, скоропостижно скончался от сердечного приступа 4 ноября 1965-го. Примечание автора. Пятого утром, после Люшиного звонка, я рванулась в Ленинград вечером в Москву. Шестого похороны. Седьмого я сплошь возле деда. И опять обратно в Комарова, но до отъезда все-таки успела побывать на Ордынке у Анны Андреевны. Приехала я к ней восьмого, ранним вечером, с тем, чтобы уйти пораньше. Позднее она ждала виноградовых. Она усталая, тревожная, хотя и получше, чем в прошлый раз. Дверь мне отворила Нина Антонна, пока я снимала пальто и стаскивала боты в передний. Нина произнесла трудным, запинающимся шепотом. «Прилетел Толя, и нам удалось отговорить мадам от поездки в Париж». Нина хотела сказать еще что-то, но с губ срывались одни запинки, хотя я ее и не торопила. Она с досаду и беспомощно помотала головой, взяла меня за руку и отвела в комнату Виктора Ефимовича. Арда в командировке, Анна Андреевна живет у него в кабинете. Сидит в низком широком кресле. Вместо ответного «Здравствуйте» пошарила вокруг себя и протянула мне экземпляр бега для Корнея Ивановича. Я поблагодарила. Не утешение, конечно, для деда, но от рада, любовь. Завтра снова поеду к нему и отвезу. «Я только что написала отказ от Парижа», — объявила Анна Андреевна. «Не еду никуда». Жаль, что вы в Комарове, когда я не там. Возвращайтесь скорее, застанете меня здесь. Побывала у меня Огородникова с инструкцией, поезжайте в Париж или нет, это как вам угодно, но только чтоб в городе не пронесся слух, будто Ахматову не пустили. Ирина Федоровна Огородникова, родилась в 1923 году, переводчица с румынского, тогда сотрудница иностранной комиссии Союза писателей. Отказ от Парижа, то есть письмо Ахматовой в иностранную комиссию, теперь опубликован. Ахматова пишет. «В последние дни состояние моего здоровья настолько ухудшилось, что о поездке в Париж в ближайшее время не может быть и речи. Мне очень жаль, что я принесла вам столько хлопот в связи с предполагаемым отъездом». «Тайны ремесла», «Ахматовские чтения», выпуск 2, 1992, страница 144. Примечание автора. «Мне понравилась внезапная забота об общественном мнении. Анне Жан-Древне, разумеется, ехать сейчас никуда не следует, разве что в хороший санаторий. Я спросила, как прошло ее выступление на вечере Данте в Большом театре, ведь мы с той поры не видались. Были ли там интеллигентные люди и как слушали? Никаких интеллигентных людей и никак не слушали. Все эти люди живут, я уверена, в одном каком-то доме, где им предоставлены квартиры при условии, что они не пропустят ни единого юбилейного вечера в Большом театре. Не реагируют они вообще ни на что, хлопают всем поровну и терпеливо ждут антракта и концерта. Вечер по случаю 700-летия со дня рождения Данте состоялся 19 октября 1965 года в Большом театре. Анна Андреевна произнесла на этом вечере небольшую речь, в которой заявила «Вся моя сознательная жизнь прошла в сиянии этого великого имени». Далее она цитировала строки «Чистилище», а также строки Гумилева из стихотворения «Флоренция». Смотрите «Гумилев», стихотворение и поэмы «Ленинград», 1988, страница 397, и «Мандельштама» из стихотворения «Слышу, слышу ранний лед». Смотрите «Библиотеку поэта», большая серия, страница 190. Из собственных своих стихотворений она прочитала два. «Музу» и «Данте», «Бег времени», «Тростник». «Последний раз я слышал выступление Ахматовой в Большом театре на вечере, посвященном Данте», — вспоминает Алпатов. Анна Андреевна читала свои замечательные строки. Ее низкий голос звучал сильно, будто она говорила с живым поэтом. «Алпатов», «Жизнь искусствоведа», страница воспоминаний, панорама искусств, выпуск седьмой, «Москва», «Советский художник», 1984, страница 198. Слово «Аданте» напечатано на основе магнитофонной записи. Двухтомник, 1990, том 2, страница 193. Примечание автора. У Анны Андреевны две радости нынче. Первая радость — книжка из березовой коры, прошитая веревкой. На коре выцарапаны ее стихи «Двадцать первая ночь понедельник». Светлое это чудо привез ей кто-то из лагеря. Чудо Анна Андреевна положила мне в раскрытые ладони, а я не то что перелистывать, я дохнуть не смела. Но она и не дала, вынула мгновенно меня из рук и положила в особую коробочку, усланную ватой. Фотография этой книжки, существовавшая в единственном экземпляре, была опубликована еще при жизни Ахматовой. 14 августа 1965 года, то есть как раз в годовщину постановления 46-го, в Уфе, в газете «Ленинец» была напечатана фотография берестяной книги, раскрытой на том месте, где выцарапаны стихи «После ветра и мороза было, любо мне погреться у огня». Впоследствии же фотографии книги публиковалось не один раз. Так, например, во втором томе двуязычного полного собрания стихотворения Анны Ахматовой помещена фотография той же лагерной книжки. Книжка раскрыта на той именно странице, где, не без ошибки, выцарапано стихотворение, которое Анна Андреевна показала мне. «Двадцать первая ночь, понедельник», примечание автора. «Отдам в Пушкинский дом», — заявила она. «Да, эти листки березовой коры почетнее Оксфордской мантии и Нобелевской премии и любой награды в мире». Вторая радость. Надежда Яковлевна переселилась, наконец, в свою новостройку. «Поедем туда на днях с Никой и Юлей, повезем пирог и крендель на новоселье. Я так счастлива за Надю. Наконец-то у нее свой дом. Это и с моей души снимает камень. Сурков давно уже предлагал нам обеим двухкомнатную. На двоих двухкомнатная. Не худо, правда? Но наша с Надей совместная жизнь в Ташкенте доказала, что жить нам вместе не следует. Я не дала согласия, и вот из-за меня Надя получила жилье с опозданием. Только теперь. Наконец-то. Я счастлива». Мандельштам поселилась по адресу Большая Черемушкинская, дом 50, квартира 4. Примечание автора. «И еще одна радость», — продолжала Анна Андреевна. «Надя, наконец, поняла, кто такие Те. Они всячески ее величали, как и Ольгу. С Ольгой-то понятно зачем. Через нее они хотели проникнуть к Борису Леонидовичу, и потому звали ее супругой поэта. Может быть, она больше, чем супруга, такая звезда любви. Но женой не была никогда. С Зинаидой Николаевной Борис никогда не разводился и не расставался». «Поговорили мы, конечно, о деле Синявского и Даниэля, как разговаривают сейчас всюду, и, конечно, с возмущением. Но меня чрезвычайно удивляет одно обстоятельство», — сказала я Анне Андреевне. «Секретарша Эренбурга Наталья Ивановна Столярова принесла мне книжку фантастических повестей Терца. И книжка показалась мне убогой, слабой. Стоит ли из-за таких пустяков идти на каторгу? Я спросила у Анны Андреевны, попадалась ли книга ей. «Да, мне тоже приносили. Мне это не надо. Ах, при чем тут хорошая проза, плохая проза? Надо одно, чтобы эти люди не попали на каторгу». Так, я попросил ее прочитать мне воспоминания о Блоке, я о них от кого-то слышала. Она прочла. Это прекрасно. Это точная, острая, афористичная проза, сравнимая по силе только со стихами Анны Ахматовой. С воспоминаниями о Мандельштаме несравнима. Почему-то Осьпо Мильчу не повезло. Там все, кроме нескольких абзацев, рыхло, внутренне бессвязно, клочковато. А это как лучшие ее стихи, коротко, емко, каждое слово отобрано. И, или это кажется мне, иронично насквозь. И так как он был не только великим поэтом, но и мастером тактичных вопросов, далее в качестве иллюстрации приводится бестактнейший вопрос Блока. «Одна ли она едет в поезде или не одна?» И все эти точные перечисления встреч и слов служат какому-то одному, несомненному умолчанию. Воспоминания об Александре Блоке. Смотрите двухтомник, 1990, том 2, страница 195. Примечание автора. Она спросила, быстро ли я доставлю корней Ивана Чубек. Внимательно расспрашивала, как перенес он Колину смерть, потом Алюши. Тронутая ее внимательностью, я мельком осведомила, вспомнит ли она такой эпизод из Люшиного детства. Когда-то мой рассказ заставил ее рассмеяться. Я впервые привела Алюшу в школу, синий выглаженный бант, новые книжки, новый портфель и цветы для учительницы. Внизу в холле в торжественной тишине мамы и дети. И вдруг, Анна Андреевна меня перебила, не дала договорить, и вдруг в этой торжественной тишине директор, долговязый парень, командует «Матеря, давайте направо». Обе мы рассмеялись, помолчали. Окончил же Анна Андреевна этот смешной эпизод неожиданно серьезным признанием. Помню ли? Конечно, помню. Я помню все. В этом и есть моя казнь. 15 ноября, 65-го, Комарова. Дурной день. Получила письмо от Люши. Она пишет, что Анна Андреевна в Боткинской. Не то сильный спазм, не то инфаркт. Какое счастье, что она не уехала. Буду теперь каждый день звонить в Ленинград, Пуниным. Только бы не инфаркт. Ведь это будет уже третий или, по ее счету, даже четвертый. Беда. 1 декабря, 65-го, Комарова. Заходил ко мне Иосиф, приезжавший Гитовичем. Он только-только из Москвы и трижды навещал Анну Андреевну. У нее инфаркт, тяжелый. Она в Боткинской. Я написала ей письмо на ордынку. 19 декабря, 65-го, Москва. Я только что от нее, из Боткинской. Корпус 6-й, палата 11-я. Я чувствую себя очень плохо и, наверное, не решилась бы выбраться из дому, если бы не позаботилась о моем транспорте, милая Ника. К Анне Андреевне вошли мы по очереди. Нельзя утомлять ее. Четыре постели в маленькой узкой палате. Тесно. Проход между кроватями такой узкой, что сиделка, протискиваясь между, задевает боками и койки больных и стулья гостей. Анна Андреевна лежит на спине, на высоких подушках, вытянув руки вдоль тела. Не ворочается. Шевелит только головой и кистями рук. Лицо глубоко в подушке. Инфаркт. По медицинскому счету, третий. По ее собственному, четвертый. Третий ли? Четвертый ли? А сколько их может выдержать человек вообще? Не было бы следующего. Одна надежда на ее гениальный организм. Анна Андреевна говорит тихим, сдержанным голосом. Я не задаю вопросов, но она говорит сама. О своем инфаркте. Подозреваю в этом одну ванночку. А я ловлю себя на мысли тяжкой и недолжной. О Фриде. С тех пор, как в прошедшем августе я изо дня в день видела Фридина умирание, я каждое лицо на подушке представляю себе умирающим. Да с чего я, собственно, вздумала, что Анна Андреевна умирает. Ведь видела же я ее после инфаркта там, в Ленинграде, в больнице, в гавани. Тогда инфаркт был тяжелейший, но она встала. Опять Ордынка, опять Комарова. Встречалась с друзьями, писала стихи, сердилась, радовалась. Из Ленинграда в Москву, из Москвы на запад. Жила и теперь так будет. В газете «Монт» проговорила Анна Андреевна тихим голосом. Напечатана моя биография. Тут я вздрогнула. Опять чья-нибудь ложь. Опять ее безудержный гнев. После инфаркта. К моему удивлению, спокойно продолжала Анна Андреевна, все правда, до последней запятой. Окончается словами, что этот человек, вы понимаете, кого я имею в виду, должен догадываться, премию нынешнего года следовало присудить автору «Реквиема». Анна Андреевна имела в виду Шолохова, о том, что Нобелевская премия по литературе присуждена ему, объявлено было в литературной газете 16 октября 1965 года. Ему же дана только из боязни. Если дать Ахматовой, не повторится ли история с Живаго? Я рассказала, какая мерзкая погода была в Комарове в тот октябрьский день, когда мы прочли о Нобелевской премии. С моря подлейший ветер, с неба ни то снег, ни то дождь, а люди оскорблены, унижены, смущены, в глаза не глядят друг другу. Срам и в природе, и в душах. Я услышала новость на бегу, перебегая из жилого корпуса в столовую. Меня будто грязным полотенцем по лицу ударили. Однако Анне Андреевне сейчас необходимы положительные эмоции, а не про Шолохова. Я пыталась припомнить что-нибудь радостное и веселое, но ничего вспомнить не могла, не потому ли, что сердце у меня колотится шибко и беспорядочно, без всякого толку. Рассказывать Анне Андреевне про свою мерцательную аритмию? Врач сказал мне, такая форма бывает после некоторых инфарктов, и она неизлечима. Или рассказать нечто общественно значимое? Про пятерых ретираторов, написавших в прокуратуру специальную бумагу, экспертизу, в поддержку обвинения Синявского и Даниэля. Барто, Корнейчук, Сучков, Михалков, Пятого забыла. Вообще уже заранее отравляют в воздух этот предстоящий процесс. Первая статья о деле Синявского и Даниэля появилась только через месяц, 13 января 1966 года, в газете «Известия». Но задолго до бурной и лживой газетной кампании, против этих двух авторов, осмелившихся публиковать свои книги на Западе, об их поступке и об их книгах вели сбурные споры в литературной и прелитературной среде, примечания автора. Для меня это люди малоизвестные, а Синявского фантастические повести просто не нравятся. Но как же это отдавать людей под суд за книги? Хорошие ли книги или плохие? А каковы наши литераторы? Слышу нередко осуждения арестованных, зачем они печатали за границей, за тем, что их не печатали на родине. Но это все сейчас не для Анны Андреевны. Наконец мне удалось вспомнить хорошее. Если только Лернер не пойдет в контратаку, дела Иосифа можно считать устроенными. Принят в группком, и работу у него переводческой хоть отбавляй. — Да, — ответила Анна Андреевна, смелькнувшей улыбкой, и дальше, сдвинув брови неожиданно громким голосом. — Теперь из наших молодых друзей надо бояться не за Иосифа, а за Толю и Бобышева, в особенности за Толю. С ним может произойти точь-в-точь то же, что было с Иосифом. Их сейчас надо жалеть. Их. — А я думаю, не их, а ее. Она пустила веки, я ушла. Тысяча девятьсот шестьдесят шестой. Девятое января шестьдесят шестого. Сегодня в двенадцать часов я опять через силу отправилась в больницу к Анне Андреевне. Через силу и физически, и душевно. Ничего нового хорошего я опять рассказать не могу. Напротив, новые угрозы. В Ленинграде выступил Толстиков и назвал освобождение Бродского крупной политической ошибкой. Это первое. Второе. На партбюро в ТАСС, докладывая о деле Синявского и Даниэля, кто-то заявил, писатели добились освобождения Бродского незаконно. Третье. Доклад Марка Поповского о следователе, издевавшемся над Вавиловым, и о смерти Вавилова в заключении запрещен. Марк Александрович Поповский родился в 1922-м. Литератор, эссеист, публицист. Первым из писателей он занялся изучением жизни и гибели великого русского ученого Вавилова. Академик Вавилов был арестован в 1940-м году, избивая наследствие и погиб от голода в Саратовской тюрьме в 1943-м. Поповский в середине 60-х годов начал читать открытые лекции о судьбе великого ученого. Затем рукопись сделала с достоянием сам издата. Затем, когда лекции подверглись запрещению, и сам он утратил возможность печататься на родине, Поповский в 1977-м году эмигрировал. Опубликовал он свою работу впервые в отрывках в журнале «Простор» 1966-й, номера 7 и 8, под заглавием «Тысяча дней академика Вавилова», а затем на Западе в русском историческом альманахе «Память», выпуск 2-й, Париж, 1979-й, под заглавием «Дело Вавилова». Впоследствии эта работа была напечатана полностью отдельной книгой. Смотрите, Марк Поповский «Дело академика Вавилова». 1981-й. Москва. Книга. 1991-й. Примечание автора. Так заново убивают память о тех, кого убили в 37-м. Не с этими же вестями идти к больной. Впрочем, Иосиф, все-таки освобожденный Иосиф, который сейчас гнездится на улице Горького, то в моей, то в Люшиной комнате, да и в переделке не побывал, Иосиф несколько дней назад рассказывал мне счастливым голосом, «Анна Андреевна уже ходит. Представьте себе, поднимаюсь по лестнице и издали вижу, как она идет». Мне не повезло. Сегодня у Анны Андреевны снова был приступ, и ей снова запретили ходить. Несмотря на это, она оживленная, бодрая. Я принесла ей те номера русских новостей, где в списках книг, поступивших в магазины, упомянуты первый том собрания и сочинений Ахматовой, «Бег времени» и еще одна книга «Лирика». Объявление о новых книгах Анны Ахматовой, о первом томе сочинения и о «Беге времени» появилось в «Русских новостях», насколько мне известно, 3 декабря 1965 года, и затем с присоединением заглавия «Лирика» публиковалось в той же газете не раз. Примечание автора. Анна Андреевна, заинтересованная и довольная, пыталась разобраться в ценах. И что за «Лирика»? Что в эту книгу входит? Раннее? Позднее? И кто составил ее? Мы вместе пытались сообразить и прикинуть, но безуспешно. «Лирика» — не «Лирики» у Ахматовой нет. Что же обозначает это специфическое название? Затем она вынула из-под подушки сумочку, а из сумочки «Большие листы», переведенные на русский язык и переписанные на машинке статья какого-то немца в «Дювельт». Называется «В защиту Ахматовой». Это об отвратительных переводах ее стихотворений на немецкий язык. Примеры лучше о них не думать. Статья доброжелательная, толковая, неглупая, но одно место особо поразило меня. Автор пишет, что после выступления Жданова настала такая пора, когда Ахматова утратила возможность печататься, а писать могла только в стол. Складывала бедняжка новые стихи в ящик своего соснового письменного стола, где они были недоступны Жданову. Статья из газеты «Дювельт» 5 июня 1965 года под названием «Между молитвой и отчаянием» и с подзаголовком «Защита Анны Ахматовой» принадлежит перу Валентина Польцуха. Родился в 1911 году, журналист и автор биографических романов. Похвалив перевод «Марий фон Хольбек», он приводит грубые ошибки, обнаруженные им в переводах к Саверия Шайфгодша. Разбор предварен краткой биографией Ахматовой. Эта вводная статья пестрит мелкими ошибками, но более всего меня поразили следующие фразы. Анна Андреевна молчала в продолжении целых двадцати лет, но тем не менее она писала, редкий случай в истории диктатур, складывая написанное в ящик своего письменного стола, над тем, что хранилось в этом ящике из соснового дерева, власть Жданова была бессильна. Почему бессильна? Примечание автора. И это, пишет человек, переживший фашизм, ящик стола, недоступный Жданову. Нет, не знаю, как у них при Гитлере, а у нас и теперь для иных стихов потребны ящики другого рода. Я спросила, многие ли навещают ее в больнице, ну, конечно, кроме самого собой разумеющихся, Нины, Ники, Толи, Марии Сергеевны, Иосифа. И что говорят врачи о ее здоровье, о последнем инфаркте? Она рассказала про даму, обогатившую ее при посещении целым ворохом сплетен. Корить грех — это ее органическое свойство. Так, например, у всех людей существуют особые железы, выделяющие слюну, а у нее в придачу железа, выделяющие злые гадости. Ну, что же она может с собой поделать? С обычной доброжелательностью рассказала о Наташе Рожанской, потом о физике Чердынцеве, побывавшем накануне. Он открыл новый элемент в таблице Менделеева. Виктор Викторович Чердынцев, 1912-1971, ученик Владимир Иванович Вернадского, физик и геохимик. С 1960 года сотрудник Геологического института Академии наук СССР. Ахматова, говоря об открытии Чердынцева, по-видимому, подразумевает либо работу «Первозданный трансурановый элемент в природе», опубликованный в журнале «Геохимия» 1963-1, либо открытие более раннее, совершенное вместе с Чаловым в 1957 году, о естественном разделении «Урана-234» и «Урана-238», именуемое «Эффектом Чердынцева-Чалова». В 1935 году в Ленинграде, когда после убийства Кирова власти, кроме схваченных будто бы по делу, выселяли в казахстанские степи или дальние города, даже и ни в чем не заподозренных людей, арестован был и Чердынцев. Однако заступничество Вернадского спасло его от ссылки. С Анной Андреевной Виктор Викторович познакомился в 1938 году. Они подружились и при встрече читали друг другу свои стихи. Об одном из стихотворений Чердынцева, написанном строфою «Поэма без героя» и посвященном Анне Андреевне, она упоминает во втором письме о поэме 22 августа 1961 года. Она цитирует «Не дожить до конца столетия, 21-е, 23-е, будто стружка летит с верстака». И продолжает «Это, извините, стихи трезвейшего и знаменитого физика-атомщика». Двухтомник, 1990, том 2, страница 255-256. Привожу эти стихи целиком. Посвящается Анне Андреевне Ахматовой. Кто атомные двинул турбины? Кто снаряд в мировые глубины? Имена их не можем знать. Пусть со временем их объявят, но уроки ребят заставят за отметки запоминать. Словом, тем, что было вначале, только им вы судьбу обличали. Повинуясь заклятию слов, мир открылся ясно и просто, от сугробов львиного моста до брезгливов каивских львов. Слово. Прошлое им обратили. Черный снег в серебро растопили. И ночной новогодний бред застывает могучим сплавом. Навсегда он становится правым талисманом погибших лет. Не увидеть конца столетия. 21-е, 23-е, точно стружки летят с верстака. Нас война и мор растерзали, но весна и гордость вскрижали их с Шереметьевского чердака. Власть, богатство, почесть и силу — все в могилу, только в могилу шутовской уводит парад. Пусть гоплиту жилось неплохо, позабыла его эпоха, но убитого им архилоха слово каждое в сотни карат. 6-е ноября 60-го года. Архив Петровых Чердынцевой. Она же в письме от 26 октября 1989 года сообщила, что гоплиты — пешие воины с тяжелым вооружением в войсках греков. И напомнила, что архилох — древнегреческий поэт 7-го века до н.э. Чердынцев, автор многочисленных стихотворений, одни из них, в том числе «Десятая муза» о музе науки, опубликован в журнале «Простор» 1960-й, номер 6, другие — в журнале «Химия и жизнь» 1981-й, номер 4. Подробные научные биографии Чердынцева изложены в послесловии к его книге «Ядерная вулканизация. Москва. Наука. 1973-й. Примечание автора. Французский посол передал ей через кого-то, что в Париже была для нее уже приготовлена квартира, машина, шофер, парикмахер. — Сами понимаете, Лидия Корнеевна, если парикмахер, надо ехать. — А врачи, — настаивала я. — Врачи, видимо, считают мое выздоровление чудом. Вы понимаете, слово это вовсе не из медицинского словаря. Но я расслышала, как один профессор употребил его, беседуя с моим лечащим врачом. Я уже говорила Иосифу, может быть, я совершу еще одно чудо, произведу на свет двух близнецов. Врачи требуют, чтобы я прямо из больницы ехал в специальный послеинфарктный санаторий. Я и не подумаю. — Отсюда на Ордынку. Пока не повидаюсь со всеми друзьями, не уеду ни в какой санаторий. Говорит она громко, свободно, как будто мы с ней наедине у нее в комнате. А между тем в палате еще три больные женщины, и возле одной сидит посетитель. Но Анну Андреевну это не стесняет ничуть. Я уже не раз замечала, что к больнице она приспосабливается легко. Спит. А я здесь не могла бы уснуть ни минуты. Да, относительно статьи немца. Пишут, что я вышла замуж за вождя акмеизма. Другие пишут, будто когда я выходила замуж, у меня уже был свой салон, а я вышла замуж за начинающего. Никто не пишет правду. Гимназист седьмого класса влюбился в гимназистку четвертого класса. О переводах Иосифа и Толи. Оба работают отлично. Иосиф хорош, но вольничает. Толи, пожалуй, точнее. Иосиф, рассказал я Анне Андреевне, говорил мне недавно, переводить стихи больше не могу, они меня душат. Уж лучше возьмусь за технические переводы. Показала я Анне Андреевне поздравительную открытку от Иосифа, украшенную его собственным рисунком. Подарен также стихотворение «В деревне Бог живет не по углам». Смотрите «День поэзии», Ленинград, 1967, страница 135, примечание автора. А на открытке перышком изображение Божьей Матери с младенцем, вол, осел. Прочла ей открытку вслух. — Дорогая Лидия Корневна, уж если приходится нам думать о времени, то давайте уж лучше думать о всем времени, не прогадаем. Вот этого самого, а также здоровья и какого-нибудь веселья хотел бы пожелать вам в наступающем году. Всегда ваш Иосиф. Анна Андреевна с интересом оглядела рисунок. Стихи ей были уже известны. Я рассказала ей, что они особенно понравились Корнею Ивановичу. Тут я вспомнила, что забыла передать ей новость, полученную Корнеем Ивановичем. Сэр Исайя опубликовал статью об Осипе Мандельштаме. От этой вести Анна Андреевна пришла в радостное возбуждение. — Дам знать Наде. Событие. Никогда никому не завидовала, а этому завидую. Еще одно событие. К Новому году я получила письмо от Арсения Тарковского о моей книге. Это лучший подарок. Это что-то неслыханное. Я сразу попросила Нику переписать на машинке, чтобы сокровище не потерялось в потоке бумаг. Самую лучшую новость она приберегла под конец. Лева был у Нины и сказал «Хочу к маме». 23 января 1966. Мы с Володей Корниловым написали письмо по поводу предстоящего суда над Даниэлем Исинявским. Мы отправили его в известие безо всякой, разумеется, надежды на публикацию, но с большой надеждой на лучшее издательство в мире. Сам издат. О нашем моем и Корнилово письме в известие смотрите «Лидия Чуковская. Открытое слово. Москва 1991. А также московский журнал «Горизонт» 1989 номер 3. Через несколько месяцев я еще раз выступила в защиту Синявского и Даниэля. Смотрите мое письмо Михаилу Шолохову, автору «Тихого дона». Там же примечание автора. По этому поводу аритмия моя разбушевалась. Черт знает что. А дышка. Когда сердцебиение наконец утихло, я поехала навещать Анну Андреевну. Стыдно мне, что я так давно ее не навещала. Правда, в промежутке послан был ей мною пакет, полученный от Корнея Ивановича. Первый том собрания ее сочинений. И столь желанная статья Берлина о Мандельштаме. A Great Russian Writer. Статья Исаии Берлина о вышедшем в Принстоне томе прозы Мандельштама в переводе и с предисловием профессора Кларенса Брауна. The Pros of Осип Мандельштам. Статья эта, написанная в виде критического и весьма высокого отзыва о работе профессора Брауна, является в то же время собственной оригинальной работой Берлина, посвященной основным чертам поэзии, прозы и биографии Осипа Мандельштама. Смотрите The New York Review 23 декабря 1965. Примечание автора. Она сидит в кровати, опираясь на высокие подушки, приветливая, веселая, с разметавшимися неприбранными седыми волосами, видимо, радуется моему приходу, расспрашивает о моей болезни, просит поблагодарить Корня Ивановича за посылочку и начинает возбужденный монолог. А статья сэра Исаии пока ни слова, прочла, не прочла, но свой том она уже начала изучать и говорит о нем с насмешливой злостью. Предисловие могу назвать только так – «Кого бить?». Главный редактор по-прежнему твердит, что с 25 по 40 год я не писала. Насчет того, писала ли или не писала Ахматова с 26 по 40 год, смотрите приложение 2. Примечание редакции 1996. А на самом деле реквием, творчество, сказка о черном кольце, пастернаку, если плещется лунная жуть, одно из лучших моих стихотворений, и многое другое, вам ведомое, а им неведомое. Второе предисловие – это просто иммигрантский маразм. Ахматова не могла родиться в Москве, что за чушь? А если бы моя мама в это время случайно оказалась в Москве? И почему их боли устраивает, что я родилась в Одессе? Составлена книга тоже плохо, не говорю уже о перепутанных датах. Поэма «Путем всея земли» разбросана кусками по всей книге. Редактор не заметил, что куски эти – всего лишь отрывки из единой вещи, – что все они написаны размером, который более нигде у меня не встречается. Мне подарены два чужих стихотворения, да-да, вместе с моими вставлено два чужих, одно «Закат» и еще одно «Забыла» от мужского имени. Продолжение сказки о черном кольце писалось именно в тридцатые годы, окончена она в тридцать шестом, и не печаталось вплоть до сорокового. В предыдущие же десятилетия, например, в 1923 году, вещь эта публиковалась как два отрывка из сказки о черном кольце. Смотрите «Анно Домини, Берлин, 1923». Вставлено два «Чужих», одно «Закат» и еще одно «Забыла» от мужского имени. Анна Ахматова, сочинение, том 1, страница 260. «Одна звезда живет в моем саду», там же, страница 284, примечание автора. Умолкла, длинная речь вызвала одышку, помолчала. Потом, не скрою от вас, пишу на отдельном листе замечание под фамильярным заглавием «Для Лиды». Интересно. И тут странная случайность, совпадение. Не успела Анна Андреевна окончить свой монолог о книге и помянуть эпистолу «Для Лиды», как в палату вошла Ирина Николаевна Пунина, только что из Ленинграда. Поздоровалась и положила на тумбочку возле постели тот же том, первый том собрания, полученный на имя Ахматовой в Питере, и кипу писем. Прежде чем взглянуть, откуда письма и от кого, Анна Андреевна пристроила на поднятых коленах оба одинаковые экземпляра, и один протянула мне. «Прекрасно. Теперь будем читать вместе, хотя и врозь. Заведите, по моему примеру, особый листок и пишите все, что заметите». «Для Лиды», — писал Чуковская, — «это не письмо ко мне, а запись, сделанная Ахматовой в тетради. Запись представляет собой рецензию автора на первый том сочинении Анны Ахматовой, вышедшей в 1965 году под редакцией Струва и Филиппова. После смерти Ахматовой Пунина передала ксерокопию страниц для Лиды Лидии Корневне. По словам Наймана, эта запись находится в Ахматовской тетради Лермонтов. Полностью запись для Лиды не напечатана до сих пор. Отрывок из нее опубликован в сборнике памяти Анны Ахматовой с ошибкой в дате и с другими опечатками. Примечание редакции 1996. Приводим выдержки из Ахматовской записи для Лиды. Струве не подозревает, что после вечера русского современника в Москве было первое постановление в 1925 году. Даже упоминание моего имени без ругани было запрещено. Оно выброшено из всех перечислений, просто не существует. «Господину Струве кажется мало, что я тогда достойно все вынесла. Он, якобы занимаясь моей поэзией и издавая толстенный том моих стихов, предпочитает вещать «Ее звезда закатилась» и бормочет что-то о новом рождении в 1940 году. Но почему же тогда четкие и белая стая, которые переписывали от руки и искали у букинистов, не находили себе издателя? Просто от того, что книги находились в индекс «Леброрум» – «Прохибиторум» – перечень книг, запрещенных духовной цензурой. Двухтомник Гессена «Петроград» 1928 был запрещен, корректура есть у Лукницкого. Ругань, о которой господин Струве умалчивает, начала систематически примерно с Лелевича, на посту. «Мы не можем сочувствовать женщине, которая не знала, когда ей умереть», – писал Перцов. И это самая приличная фраза из его статьи «Жизнь искусства» 1925. Позднее, 1946, про Сергеевского в Москве говорили, он себе из Ахматовой шубу сшил, как про дачу Плоткина. На ваших костях стоит. Затем как может не прийти в голову господину Струве, что в то время я писала нечто, что не только печатать было нельзя, но даже читать так называемым «друзьям» – такого был реквием. Вот несколько таких стихотворений. Стихи никогда не были записаны, 30-е годы, оттого невозможно точно их датировать. «Не мудрено, что похоронным звоном». Литгаз. Александрийские стихи о лучшем ястребам, 20-е годы. «Зачем вы отравили воду?» 1935. «Эпиграммы», 20-е годы. «Пиво светлого наварено», 1922. «Не столицу европейской», 30-е годы. «Привольем пахнет дикой мед», 30-е годы. И Мандельштам, и Пастернак считали это одним из лучших моих стихотворений. Последний тост, 1931, под вопросом. «Русский трианон сгорел». «И ты мне все простишь», 20-е годы. «Морозово», 30-е годы. «Черепки», 30-е годы. «Подражание армянскому». «Стеклянный звонок и неоплаканную тенью», 20-е годы. «На стеклах нарастает лед», 30-е. «Что войны, что чума», неразборчиво. «Заклинания из тюремных ворот». «В том доме было очень страшно», полузабыла, 20-е годы. «Станцы», «Подвал памяти», «Заклинания», 30-е годы. «Итого двадцать при беглом больничном». «Застольное». Когда Осинская и Калантай попытались спикнуть, их немедленно усмирили. Простые смертные не смели рот открыть. Книга Виноградова шла как научная, образ Ахматовой как рукопись. Очень мило звучат критические статьи того времени, например, «Критика» и «Контрреволюция». Можно еще заглянуть в тогдашнюю литературную энциклопедию, авторы Маслин и Рыбасов. Всем этим с высоты своего калифорнийского великолепия господин Струва пренебрегает. Он говорит о тяжко больной, находили даже туберкулез брюшины, женщине, которая чуть не каждый день читала о себе оскорбительные и уничтожающие отзывы, и если бы не поддержка верного читателя, вероятно, так или иначе погибла. Это были годы голода и самой черной нищеты. То странное пособие, которое я получала, я делила между мамой и Левой и жила на несколько рублей в месяц. Это тогда знали все, знают и теперь. Этот первый том производит впечатление последней корректуры, над которой еще мало серьезно поработать. Перепутаны даты, если, развалилась целая поэма путем, нет цикла, новоселье, возникли произвольные инициалы, нам встречи нет, все в чудовищных опечатках, никуда не годится расположение стихов. Примечание автора. Итак, при двух неизвестно чьих стихотворениях «Закат» и «Одна звезда» не хватает одиннадцати проверенных и одобренных автором стихотворений. Всунуты стихи из старых журналов, отвергнутые автором для книг. Из цикла «Новоселье» выпало заглавие и два стихотворения, второе и четвертое. Полночные стихи испорчены тем, что произошло с зовом, выпала строка. Не надо было печатать и кусок поэмы без героя, раз она вся идет во втором томе. Что сделано с путем всея земли? Неприятные речи затевать, как говорил Некрасов. Еще неприятнее писать о предисловии. С этого я начинаю мою критику и не буду повторяться. Примечание автора. Я думала было сразу уйти, чтобы не мешать встрече Анны Андреевны с Ириной, и главное, чтобы скорее-скорее приняться за чтение. Но Анна Андреевна уйти не позволила. Она со смехом и очень подробно пересказала Эфтерпу с берегов Невы. Я так надеялась, что ирония Рихтера не обидит ее, и она сквозь иронический тон угадает хвалу. Его статья помещена в приложении 3. Примечание автора. Я спросила, что говорят врачи? Скоро ли выпишут ее из больницы, и куда она после больницы отправится? Выпишут меня скоро, уже научили ходить, требуют, чтобы я ни в коем случае после больницы никуда не ехала, кроме специального санатория, сразу, а я поеду на Ордынку. Я никуда из Москвы не уеду, не поведав всех друзей. Потом вдруг... Чуть не забыла. Я приготовила для вас дивный подарок. Копию письма Тарковского о моей поэзии. Вот, возьмите. Привожу тот отрывок из письма Арсения Тарковского, который Анна Андреевна подарила мне. Дорогая Анна Андреевна, вы не можете представить себе, сколько людей вместе с вашими врачами, с какой любовью и преданностью следит за каждой десятой вашей температуры. Как добивались и добиваются ваши читатели бега времени. Все, чего нет в книге, или известно читателям, или воображается ими, они видят книгу такой, какой она могла бы быть, и пусть вас не огорчает ее неполнота. Все же это самая полная ваша книга, самая большая по охвату созданного вами. Выход ее в свет — праздник русской поэзии. И был бы праздником любые времена. Но она и очень современна. Даже в присутствии имен, которые и произнести страшно — Тютчев, Боротынской и еще... Я не один, кто знает окончание поэмы без героя и многое другое. Об отдельных стихотворениях нет смысла говорить. Все уже сошло, скрепилось воедино. Это уже система, воздушная громада, уже не северные элегии. И библейские стихи — это Ахматова. Ваш подвиг недаром совершаем. Кроме того, каждое стихотворение больше самого себя в соседстве с другими, в этом единстве, в этой системе, в этом мире. Даже этой одной книге, без ненапечатанного, без черновиков, достаточно для посылки адресату через двести лет. Если никто пока не распорядился, чтобы цел был дом поэта, то читатель об этом распорядится. Для вас уже построен, вами же, коридор в будущее, и вы по нему идете уже за столетия впереди самой себя. Мне кажется, что, говоря так, я чего-то не договариваю, и, пожалуй, вот чего. Вы написали за всех, кто мучился на этом свете, в наш век, а так еще не мучились до нас ни в какие времена. И если Пушкин был Пушкиным, то голос его за тех, кто такого совершенства, как мы, в страста терпении не достиг, допустим, хоть война 1941-1945-го, ваш читатель и ваш двигатель хлебнул совершенного лиха, и это ваше преимущество. Примечание редакции. Это письмо теперь опубликовано. Смотрите «Всемирная литература», 1994-й, выпуск 6-й, страница 337. 20 февраля 1966-го. «Лицо Ахматовой — единственное, прекрасное в мире, что осталось у нас», сказал мне перед своим отъездом в Ленинград Иосиф. «Утром сегодня позвонила мне, наконец, Анна Андреевна. Вчера она вернулась из больницы Кардовом на Ордынку. Не послушала, значит, врачей, настаивавших, чтобы она, никуда не заезжая, отправлялась прямо в Домодедово. Да и союз писателей не побеспокоился вовремя достать путевку. Позвонила она мне с утра, привыкла, видно, в больнице рано вставать. «Лидия Корневна, когда вы, наконец, придете?» «Я очень соскучилась. А вы все больны и больны. Поправляйтесь скорее и приходите. Ведь вы так и не дали мне отчет о моем первом томе». «Я объясняю, больна. Предписан постельный режим. Да-да, мне и Ника говорила, но я не поняла, что с вами. Объясняю, декомпенсация. Дефицит. Дефицит? Объясняю, сердце 140 ударов в минуту. Пульс 80. Мне велят побольше лежать и делают уколы с Трафонтина. У меня за всю жизнь пульс не был более 72-х, доставительно сказала Анна Андреевна. Я спросила, как она преодолела ардовскую лестницу, хоть этаж невысокий, второй, а все же. Я ее и не заметила. По лестнице меня научили еще в больнице. Если вы не скоро поправитесь, я приеду вас навещать. Ждите. Отлично. У нас хоть и шестой этаж, но, слава богу, лифт. И как счастливу буду я снова увидеть ее. Доложу свои впечатления о первом томе, расскажу об Иосифе. Мы ведь много общались с ним в январе, и дома в Москве, и в Переделкине. Деду он читал «Новые станции» в августе. Дед очень хвалил, но, кажется, Иосиф остался недоволен. Иосиф Бродской. «Новые станции» к августе. Стихи КМБ 1962-1982. Какие именно стихи шестидесятых годов, вошедшие впоследствии в эту книгу, читал Бродской Корнеев Иванович, я не помню. Быть может, он читал ту поэму или отрывки из поэмы, которые так и называются «Новые станции» к августе. Примечание автора. Читает он так напористо, что с него течет пот. Иногда кажется красивым, похож на фотографии молодого блока. А Мандельштаме сказал «Знаете, Лидия Корнеевна, есть общее в судьбе, но я несчастнее». «Я не грешите, Иосиф». «Нет, правда». А Цветаевой восторжена. Она одна понимала, все кончено. Ходил к Твардовскому в новый мир. Твардовская ему «В ваших стихах не отразилось то, что вы пережили». И пригласил к себе домой поговорить о поэзии. Иосиф в ответ «Не стоит». Я показала ему наше с Володей письмо в «Известие» по поводу Синявского и Даниэля. Он с грустью «А мне соваться нельзя, я все своим именем испорчу». «А мы что, помогли?» И весь мир страшнейший приговор они получили. Двадцать седьмое февраля шестьдесят шестого. Звонила Анна Андреевна. Длинный разговор о первом томе сочинений, собственно, не разговор, а монолог. Я, лёжа, успела уже проштудировать том и составила. Первое — длинный список замеченных мной ошибок. И второе — вопросы свои кахматовой даты, тексты и прочее. Общие впечатления у меня двойственные. Радуешься реквейму и тому подобному, огорчаешься неряшеством, путаницей, полузнальством, опечатками. Но всё это не для телефонного разговора, всё это я откладываю до нашей встречи. В частности, потому что, когда говорю в трубку, усиливается сердцебиение. — Не книга о полуфабрикат, — говорит Анна Андреевна, — не книга о гранке или верстке. Её всю надо выправить красными чернилами и послать редакторам. Я так и сделаю. Всё перепутано. А ещё претендует на академичность. В завершение бедствия вставлено множество моих стихов, которые я не разрешала публиковать сознательно, потому что это плохие стихи. — Приходите скорее. Я уверена, что вы во всём согласны со мной. Поправляйтесь. 1 марта, 66-го. Опять неудача. Я чувствую себя лучше. Страфантин отменён, и собралась было ехать к ней. Люша обещала сопровождать меня туда и обратно, на машине, разумеется. Я позвонила. Подошла Анечка. Оказывается, Анне Андреевне хуже. Снова был сердечный приступ. Ей делают страфантин. Не разрешают двигаться, принимать гостей и говорить по телефону. Она лежит. Я спросила, как же она третьего поедет до Мадедова. Достали путёвку для неё и Нины Антонны. Анне говорит. Доктор велел не ехать, а лежать. 3 марта, 66-го. Какая досада. Я позвонила на Ордынку, чтобы справиться о здоровье и сказать, если лучше могу прийти. А Виктор Ефимович почему-то с раздражением ответил мне. Вы опоздали. 20 минут назад они с Ниной уехали в Домодедово. Как? Ведь доктор велел лежать. А другой доктор отменил страфантин и велел как можно скорее на воздух. Теперь когда же мы увидимся? Когда у меня хватит сил туда добраться? 5 марта, 66-го. Вечер. Конец. Мне сказала Люша. Мне сегодня было получше. Я встала с утра, самостоятельно мылась, из ванной прошла на кухню. Люша у плиты. — Ну, как ты себя чувствуешь? — спросила она необычайно бодрым голосом. — Крепче гораздо. — Не стой, тебе стоять вредно. Люша предмиловал мне табуретку. Я села. Мама, случилось ужасное несчастье. Сегодня утром в Домодедове умерла Анна Андреевна. Приложение второе. Лидия Чуковская. Голая арифметика. Не имея возможности прочитать все статьи и воспоминания об Анне Ахматовой, напечатанные за рубежом, приведу лишь один пример главной лжи, которая ее возмущала. В томе первом ее сочинении, опубликованном в 1965 году, в предисловии Глеба Петровича Струве, на седьмой странице, читаем. Период между 1925 и 1940 был периодом почти полного молчания. Далее автор предисловий производит подсчет. Около полдюжины стихотворений Ахматова написала с 1925 по 1931, немногие в 1936 и одно в 1939. Как видит читатель, ознакомившийся хотя бы с одним из сборников стихотворений Анны Ахматовой, вышедшим в конце 80-х или в начале 90-х годов, а также прочитавший первый том моих «Записок», «Подсчет», произведенный Глебом Петровичем Струве, неверен. Подсчет этот и не мог быть верным. Находясь за тысячи километров от поэта, о котором пишешь, да к тому же еще по ту сторону железного занавеса, «Подсчитать, сколько стихотворений и когда этим поэтам создано» — затея неисполнимая. В особенности, если сознавать, что речь идет о той поре, когда Анна Ахматова не только не имела возможности печатать свои стихи, но даже записывать их. Однако автор предисловия столь твердо убежден в своих подсчетах, что с небольшой оговоркой повторяет их в 1967 году в новом издании первого тома сочинений Анны Ахматовой. Повторяются они с оговорками и в статье Никиты Алексеевича Струве в сборнике, изданном в 1989 году в Париже. Сборник юбилейный. Ахматовский сборник один. Составители Дидюлин и Суперфин. Париж. Институт славян ведения 1989. Примечание автора. Статья заглавлена бесстрашно. Колебание вдохновения в поэтическом творчестве Анны Ахматовой. Пытаясь подтвердить давнюю мысль Глеба Петровича Струве о многолетнем полном или почти полном молчании Ахматовой, Никита Алексеевич Струве прилагает к своей статье две научные таблицы, номер один – количественное распределение стихотворений по годам, и номер два – количественное распределение стихотворений по периодам. Цель этих таблиц – доказать, что Ахматова в иные годы создала много стихотворных единиц, термин Струве, а в иные меньше. Так, например, из таблицы номер один явствует, что Ахматова в 1913-м написала 46 стихотворений, в 27-м только три, а в 40-м – 33. Это ли не колебание вдохновения? Это ли не доказательство, что творческая способность Ахматовой на долгие, преимущественно с конца 20-х и в 30-е годы, угасла, а в 40-м – воскресла? Но, замечу я, ни Ахматова, ни кто другой и не утверждал, что, подчиняясь собственному плановому хозяйству, она почитала себя обязанной каждый год поставлять на потребу читателя одинаковое количество стихов. Кроме того, самый расклад по таблицам ясно показывает, что речь идет уже не о вдохновении, которого никакими таблицами не уловишь, а о плодах вдохновения, о стихах. Как бы предчувствую публикацию ученых таблиц, Ахматова в своей автобиографической прозе написала. В частности, я считаю, что стихи, в особенности лирика, не должны литься как вода по водопроводу и быть ежедневным занятием поэта. Действительно, с 1925 по 1935 я писала немного, но такие же антракты были у моих современников, Пастернака и Мандельштама. Анна Ахматова, автобиографическая проза, публикация Тименчика и Черныха, литобозрение, 1989, номер 5, страница 8, примечание автора. Стихи никогда не были ежедневным занятием Анны Ахматовой. Главный же недостаток научных таблиц, там не указано, что именно подразумевает струве, употребляя термин «стихотворная единица». Так, например, две страфы о блоке, вставленные Ахматовой в поэму «Без героя» в 1959 году, считать ли единицей чего-либо, нет ли? Если же единица не определена до точности, то что, собственно, подлежит подсчету? Можно сказать «десять штук яиц», подразумевая равенство подсчитываемого. Но нельзя сказать «десять штук облаков», «десять штук упадков» или «десять штук подъема вдохновения». И по затраченному труду, и по затрате времени одна единица не равна другой. И по значительности результата. Стихи бывают более характерные для главной темы, которой обуреваем в эту пору поэт. Бывают и менее выразительные, случаются беглые, промельк, очерк. Или, напротив, по определению Ахматовой, ключевые. Бывают, наконец, попросту короткие и длинные. «От других мне хвала, что зала, от тебя и хула похвала». Это двустишее есть, несомненно, оконченное художественное произведение, равное народной поговорке, и при том, несомненный экспромт, мгновенно ударившее молнии. Ну, а элегия не в две строчки, а в пятьдесят восемь строк. Например, «Предыстория» — это тоже стихотворная единица? Или тут требуется какое-то другое обозначение? Создавалась она в разные годы. Длилась. Струва говорит, особенно бесплодны будут конец двадцатых, начало тридцатых годов. А что означает слово «бесплодны»? Пастернак и Мандельштам, как рассказывала Ахматова, считали лучшим из созданных ею в начале тридцатых годов стихотворение «Привольем пахнет дикой мед». Мне она говорила, что одним из лучших своих стихотворений она считает «Если плещется лунная жуть» 1928-й и «Тот город, мной любимый с детства» 1929-й. Смотрите «Нева» 1996-й, номер 9, страница 27, примечание Аптера. «Лучшее, оно сказано ненаучно и не подлежит арифметике, но вес имеет, и во всяком случае об угасании вдохновения не свидетельствует. Тот город, мной любимый с детства, в его декабрьской тишине, моим промотанным наследством, сегодня показался мне». Если в 1929 году Ахматова действительно написала с начала и до конца только одно это стихотворение, для русской поэзии год 1929-й следует считать не только неубыточным, но весьма богатым. Согласно таблице, в 1926, 30, 32, 48, 51, 53, 54 годах число стихотворных единиц, созданных Ахматовой, равно нулю. Но ведь сила и быстрота, с какой прорастает стих еще до того, как он пророс наружу и лег на бумагу или в память, нам неизвестны. Что создавалось в творческой лаборатории Анны Ахматовой в те перечисленные струвые годы, где в соответствующей графе значится ноль? Это неизвестно составителю таблицы, да и не может быть известно никому. Ведомо, например, что над поэмой «Без героя» Ахматова работала 25 лет. Начала с эстрофы «Ты в Россию пришла неоткуда» в 1940-м и кончила в 1965-м. А когда началась работа над поэмой «В самом деле?» Когда она зародилась? Эта тайна тайн никому неизвестна. И голой арифметике термин «струве» не подлежит. «Определить, когда она начала звучать во мне, пишет Ахматова, невозможно. То ли это случилось, когда я стояла с моим спутником на Невском после генеральной репетиции маскарада 25 февраля 1917 года, а конница лавой несла с помостовой, то ли когда я стояла уже без моего спутника на Литейном мосту, в то время, когда его неожиданно развели среди бела дня, случай беспрецедентный, чтобы пропустить к Смольному миноносцы для поддержки большевиков. 25 октября 1917 года. Как знать? Проза о поэме. Двухтомник, 1990, том 2, стр. 251. Примечание автора. Как знать, что и когда именно начало звучать и пламенеть неведомым ядом в Ахматовской незримой и необозримой мастерской в 26-м, 30-м, 32-м, 48-м, 51-м, 53-м и 54-м годах, в годы, обозначенные в таблице Струве, жирными нулями. А над поэмой без героя, между прочим, в нулевые, сороковые и 50-е годы разве Ахматова не продолжала работать? Попробуем сослаться на собственное признание Ахматовой. Им свойственна сбивчивость. Это неудивительно. Попытайтесь сами вспомнить, что и когда впервые зазвучало в глубине, в подсознании. «Мне было очень плохо, ведь я 13 лет не писала стихов. Вы подумайте, 13 лет!» говорит мне Ахматова в августе 1940 года, рассказывая о своей трудной жизни Ниспунином. «Шесть лет я не могла писать. Меня так тяготила вся обстановка. Больше, чем горе!» говорит она мне в марте сорокового о том же тяжком периоде своей жизни. Записки тон 1, страницы 152 и 69, примечания автора. «Сколько же лет она не писала? 13 или 6?» Вот признание Ахматовой о периодах рабочих и нерабочих. «Просто мне петь не хочется, под звон тюремных ключей» или «Проходят десятилетия, пытки, ссылки и смерти, петь я в этом ужасе не могу». «Петь не хочется, а ведь пела. Петь не могу, а пела». «Не пела», оказывается, по собственному признанию, целые десятилетия. Если бы в самом деле так, откуда бы взял струва стихотворные цитаты, подкрепляющие его мысль о молчании? Прямо, открыто, будто специально идя ему навстречу, Ахматова признается уже не в шести и не в тринадцати годах молчания, а в десятилетиях. Но если бы она и вправду молчала десятки лет, откуда бы взялись ее книги, издаваемые из трувы? И его арифметические таблицы. Не следует ли опереться на более достоверные строки, предваряющие написанные в тридцатые годы рэквием? Женщина, стоящая вместе с Ахматовой в тюремной очереди, спрашивает, «А это вы можете описать?» И я сказала, «Могу». Рэквием был впервые опубликован полностью в Мюнхене. В 1963 году Глебом Петровичем Струве. Но и этот благой поступок не излечил ни Глеба Петровича, ни Никиту Алексеевича Струве от плачевного заблуждения насчет бесплодности Анны Ахматовой то ли до 1939, то ли до 1936, то ли до 1940 года, который по количеству стихов объявлен годом расцвета. А что же «Привольем пахнет дикой мед», написанный, повторяю, в 1933? Это не свидетельство расцвета, хотя это единственное из известных нам в 1933 году стихотворение. А что если бы Лермонтов в 1831 году написал всего лишь одно стихотворение, «Ангел», если бы он в этом году создал всего лишь эту одну стихотворную единицу, следовало бы считать 1831 год для него годом упадка или расцвета, хотя по количеству шедевров годы 1840 и 1841 для Лермонтова гораздо богаче. Однако отгол арифметики и споров о том, когда угасало вдохновение, а когда разгоралось вновь, пора перейти к голой истине, точнее, к самой сути спора. Ахматова утверждала, что никогда не отрывалась от жизни своего народа и никогда не переставала писать стихи. В этом ее гордость, сильнее того гордыня. «Сквозь все, там, где мой народ к несчастью был», писала стихи. Сквозь все невзгоды, выпавшие на долю народа и все беды собственной судьбы исполняла она свое предназначение, предназначение поэта. Сын ее долгие годы томится на каторге. Отец ее сына, Николай Гумилев, расстрелян. Третий муж, Николай Николаевич Пунин, умирает в лагере. Долгие годы ни одна ее строка не печатается вообще, и большую часть жизни заветные строки хранятся только в памяти. Молодость, туберкулез, вторая половина жизни, инфаркт за инфарктом, почти всю жизнь нищета, бездомие, тайный или явный полицейский надзор, ближайшие друзья погибли в застенке или уехали навсегда. Сама она от застенка на волосок. С 46-го года имя ее и ее работа преданы громогласному поруганию. Юношам в вузах и школьникам в школах преподносит высокую любовную лирику Анны Ахматовой как полупохабной откровенности распутной бабенки. И сквозь все это она продолжает работать. Не чудо ли? Чудо вдохновения и воли. И проходит десятилетие, пытки, ссылки и смерти, петь я в этом ужасе не могу. Не могу, в данном случае не есть признание в собственной немощи, но мера ужаса, творившегося вокруг. Мы на сто лет состарились, воскликнула Ахматова о первом дне Первой мировой войны, и цифра сто обозначает здесь не количество лет, а степень потрясения. Так и я тринадцать лет не писала стихов, шесть лет я не могла писать, а если угодно и десятилетиями не писала, обозначает нереальное число неплодотворных годов, а степень душевной угнетенности и униженности. Ведь и на унижение она пошла, пытаясь спасти сына. Вместе с вами я в ногах валялась у кровавой куклы-палача, сказанной ею о вымученных стихах в честь Сталина. На Западе кому-то и зачем-то сначала нужно было утверждать, что, в отличие от ближайших друзей, Ахматова, оставшись в России, хоть и не замолчала совсем, но была подвержена припадкам полного онемения, а так как Ахматова хоть и провела под крылом у гибели большую часть своей жизни, зрелость и старость, работа в ее лаборатории никогда, вопреки всему, не прекращалась. То разговоры о ее мнимом бесплодии ранили и оскорбляли ее. Ведь это она, Ахматова, а никто другой, написала в 30-е, в 32-м или 33-м году. «Водою пахнет резида и яблоком любовь, но мы узнали навсегда, что кровью пахнет только кровь». Ведь это она в пору Отечественной войны, когда пол России занято было неприятелем, сказала «Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Ведь это ее стихи о любви, о разлуке, о разрывах и встречах питали и питают русских читателей и русскую литературу. В сдержанном, чинном или подцензурном предисловии к весьма урезанному сборнику стихотворений 1961 года Ахматова заявила «Читатель этой книги увидит, что я не переставала писать стихи, для меня в них связь моя с временем, с новой жизнью моего народа». «Новой?» Вспомним, «Там, где мой народ к несчастью был». А 27 июня 1963 года Ахматова сказала Латманизову и он тогда же зафиксировал ее слова. «Конечно, в разные годы у каждого поэта, писателя продуктивность не одинакова. В конце двадцатых годов я писала меньше, в тридцатые годы я писала больше, особенно много писала в середине тридцатых годов. Но я никогда не переставала работать». Это прямо с какой-то определенной целью хотят меня поставить в такое положение что-то Ахматова интенсивно работала, много писала, выпустила несколько сборников и вдруг замолчала. Все кончилось. Кому-то нужны эти выдумки. Латманизов «Разговоры с Ахматовой». «Русская литература», 1989, номер 3, страница 79. В предшествующей таблицам статье перегруженной оговорками Никита Алексеевич Струвы пишет немаловерного. Так, например, он справедливо указывает, что цикл «Полночные стихи», созданный 70-летней Ахматовой, это сочетание юной свежести с умудренной старостью. И все-таки подспудная, а иногда и явная цель статьи с помощью не только арифметики, но и биологии усыхание поэтического вдохновения приходится, как правило, на 33-34 год жизни. Цель статьи и таблиц доказать, что Ахматова была подвержена многолетним колебаниям вдохновения. У Ахматовой перерыв оказался на редкость длительным. Перерывы бывали, правда, на редкость длительные упорно повторяемая неправда. Изо дня в день при одинаковом количестве и качестве продукции трудятся только ремесленники. Ахматова поэт. И зачем Никите Алексеевичу Струве понадобилось, высказывая общеизвестную истину о колебаниях, неравномерности вдохновения, иллюстрировать свою мысль творчеством Анны Ахматовой, того поэта, чей вдохновенный труд может служить образцом неколебимости, удивительно. 24 февраля, 1 марта, 1992 год. Приложение номер 3. Ганс Вернер Рихтер «Эфтерпо с берегов Невы» или «Чествование Анны Ахматовой в Таурмино». Ганс Вернер Рихтер 1908-1993 немецкий романист, сатирик, критик, эссеист, основатель литературной группы 47. Его выступление по радио, названное «Эфтерпо с берегов Невы», было передано 30 января 1965 года, а в октябре вышло отдельной брошюрой в издательстве «Фриден Ауэр Пресс в Западном Берлине. Примечание автора». «Знаете ли вы, кто такая Анна Ахматова?» «Нет, не знаете. А если скажете, что знаете, то для этого могут быть всего лишь три причины. Либо вы действительно образованнее, чем я, либо хотите казаться более образованными, чем я, либо вы были солдатом в России. На самом же деле вы обретаетесь в том же состоянии неведения, в каком обретался я, когда поехал в Таурумино, куда обычно ездят, чтобы осматривать греко-римский театр, дымящуюся этну и несколько нормандских церквей. Впрочем, я вовсе не хотел ехать в Таурумино, ни вообще куда-либо. Внезапно мне позвонили из Рима, как раз перед полуночью. Должен вам сказать, уважаемые радиослушатели, что мне редко звонят из Рима накануне полуночи, поэтому я с некоторым удивлением смотрел на трубку. Оттуда раздался тихий и запоминающийся женский голос. Я должен немедленно прибыть в Таурумино. Почему в Таурумино? Это очень важно, сказал тихий женский голос. Нет, нет, воскликнул я, нет денег и вообще... Тихий голос повторял упрямо. Таурумино это важно. Вы получите телеграмму, официальное приглашение. Господа, закричал я в трубку, так как голос, голос из Рима звучал все тише. Да что мне делать в Таурумино? И тогда прозвучали слова Анна Ахматова. Что ни говори, эти слова звучат хорошо. Пять А подряд, а я люблю А. И все же я воспринял это имя неправильно. Мне послышалось Белла Ахмадулина. Не пять А, а только четыре, но имя заставляет прислушаться. Белла Ахмадулина, татарка, молодая, красивая, первая жена Евтушенко. Стихи она пишет лучше, чем он, и, слава Богу, уже развелась с ним. Ах, вот что значит Ахмадулина! Но тут тихий голос исчез, и связь прервалась. На следующее утро прибыла телеграмма, смесь итальянских и французских слов, официальное приглашение КОМЕС, Общество Европейских Писателей, руководимого итальянцами, телеграмма, в которой трижды повторяло слово «необходимо». Речь шла о важном международном событии и вовсе не о Белле Ахмадулиной, а о чествовании Анны Ахматовой в Таормино. Телеграмму подписал генеральный секретарь КОМЕС Джан Карло Вигарелли. Но кто ж такая, наконец, Анна Ахматова? Я мог бы разузнать, но времени уже не оставалось. Самолет опаздывал, туман и метель в Баварии, я надел не те ботинки, они годились для Таормино, а в Мюнхене меня замело снегом. Холод пробирался сквозь демисезонный костюм, надетый мною для Сицилии. Я проклял Анну Ахматову. В Риме я пересел в самолет, который летел в катанию. Падал он во все воздушные ямы, какие пролегали между Римом и катанием. Салон полон пассажиров, все места заняты, в каждом кресле мужчина, каждый, читая газету, громко разговаривает с соседом. Мне на ум приходила мафия, и я мерз в промокших ботинках. За окнами ночь, звезды, подо мной горы Сицилии. Не стану описывать приземление, все пассажиры до единого оказались писателями из разных стран, французы, испанцы, ирландцы. Мне кажется, нужно рассказать только об отеле в Таормино, куда мы наконец добрались. Сан-Доменико, бывший монастырь, построенный в 15 веке одним из князей катанье, в течение нескольких столетий место отдыха для переутомленных работой монахов. В нашем веке превращен законным наследником сицилийского князя в отель. Во время Второй мировой войны здесь располагалась ставка фельдмаршала Кесселеринга, пока его не прогнали американцы, а сейчас здесь на неделю резиденция Комес. Огромный монастырский отель с колоннадами, галереей, внутренним двором, висячими садами, с молельнями, превращенными в холлы, и со множеством келей, превращенных в двойные и одиночные номера. Над каждой дверью символическая картинка. Над моею изображена святая Иоанна Португальская, играющая черепом и короной. Но кто ж такая Анна Ахматова? Наутро, когда я открыл ставни, я увидел секретаря Союза советских писателей, который сидел на желтой садовой скамейке под моим окном, окруженный мандариновыми и апельсиновыми деревьями, на фоне пышной зелени и цветущих кустов. Он сидел, как олицетворение мирного сосуществования посреди сицилийского утра, и быть может думал о хрущеве, утраченном им всего два месяца назад. Ах, Сурков, как переменчива жизнь, хотел я воскликнуть, но ограничился чопорным поклоном из окна, и он также чопорно поклонился мне. То были поклоны добропорядочных прихожан во храме мирного сосуществования. Солнце сияло, этно курилось, греко-римский театр гляделся в мирное море, а я лежал в шезлонге, размышляя о смысле своего пребывания здесь. И тут я увидел, что мимо проходит генеральный секретарь Джан Карло Вигарелли, итальянский литературный менеджер. Был он, как всегда, элегантен, строен, волосы гармонически завиты, очки сияли. Я окликнул его и спросил, что мне нужно делать. Он изумленно возвел очки горе и развел руками. Ничего, мой милый, ничего, события поэта сами придут к вам. И они действительно шли, испанцы, португальцы, финны, шведы, русские, румыны, венгрии, югославы, чехи, французы, англичане, целые делегации с председателем, переводчиком и секретарем и растерянные одиночки, несущие перед собою свои стихи. Лишь немногие были мне знакомы Унгаретти, Альберти, Симонов, Лундквист, Твардовской, Квазимода, Пазолини. Но здесь не требовалось представляться друг другу. Достаточно было днем лежать на солнце, вечер проводить в перестроенном измолельне баре, есть, пить, спать и не платить за это ни гроша. Виски, водка и граппа безвозмездно текли в глотки, закаленные стихами. Кто оплачивал все это? Советское посольство, сицилийская промышленность, римское правительство и, может, все-таки мафия? Неужели мы гости мафии? А может быть Анна Ахматова? Но нет, дальше я думать не стал. В последующие дни не происходило ничего. В конце концов, я сообразил, что все мы просто пребывали в ожидании. Да, мы заняты тем, что ожидаем Анну Ахматову, божественную Анну Ахматову. Обязана она быть божественной, судя по всему тому, что говорила с кругом вслух, шепотом, намеками, судя по всем стихам ее честь, которые в стольких комнатах огромного монастыря вколачивались в пишущие машинки и потом выколачивались наружу. Право, теперь уже и я с нетерпением ожидал ее прибытия. Анна Ахматова здесь, услышал я, вернувшись в отель после прогулки на пятый день безделья. Это было в пятницу в двенадцать часов дня, когда солнце стояло в зените. На этом месте, уважаемые слушатели, я должен сделать цезуру. Необходима пауза, чтобы достойно оценить этот час, потому что из-за этой груди, из-за этого голоса, из-за всего этого облика могла бы начаться Первая мировая война, если бы не нашлось для нее других причин. Да, здесь сидела сама Россия, посреди сицилийско-доминиканского монастырского сада. Россия восседала в белом лакированном садовом кресле на фоне мощных колонн монастырской галереи. Великая княгиня поэзии, придворная дама на почтительном от нее расстоянии, давала аудиенцию поэтам в собственном дворце. Перед нею стояли поэты всех стран Европы, с запада и с востока, малые, мельчайшие и великие, молодые, старые, консерваторы, либералы, коммунисты, социалисты. Они стояли, построившись длинную очередь, которая тянулась вдоль галереи, и подходили, чтобы поцеловать руку Анны Ахматовой. Я присоединился к ним, она сидела, протягивала руку, каждый подходил, кланялся, встречал милостивый кивок, и многие, я видел, отходили, ярко раскрасневшись. Каждый совершал эту церемонию в манере своей страны. Итальянцы обаятельны, испанцы величественны, болгары набожны, англичане спокойны, и только русские знали ту манеру, которую ожидала Ахматова. Они стояли перед своей царицей, они преклоняли колено и целовали землю. Нет, этого, разумеется, они не совершали, но выглядело это именно так или могло быть так. Целую руку Анны Ахматовой, они словно целовали землю России, традицию своей истории и величие своей литературы. Среди них только один оказался насмешником, я не хочу называть его имени, чтобы уберечь его от немилости Анны Ахматовой. После того, как и я совершил обряд целования руки в стиле моей страны, насмешник сказал, а знаете ли, в 1905 году, в пору первой русской революции, она была очень красивой женщиной. Тогда Анне Ахматовой было 16 лет, два года спустя, в 1907 году, появились ее первые стихи, которые привлекли внимание избранных литературных кругов, то были стихи 18-летней, а сегодня, в 76 она принимала чествование в Таормино. Она, живое олицетворение целого периода русской истории, от Николая II, через Керенского, Ленина, Сталина, Хрущева, до Брежнева и Косыгина, все еще непреклонная, все еще величественная, часть самой России среди сицилийских мандариновых деревьев. Теперь следовало бы, наконец, рассказать о жизни и творчестве Анны Ахматовой, ради чего, признаюсь откровенно, мне пришлось заглянуть в историю русской литературы. Но сперва я хочу описать вечер, который наступил после этого дневного приема. Нам объявили, что Анна Ахматова будет читать стихи. Мы собрались вечером в одном из залов просторного монастыря, 200 человек, большинство в праздничных костюмах, как на премьеру. За столом президиума сидели Унгаретти, Альберти, Вигарелли и Квазимодо. Один стул посередине оставался пустым. Снова мы ждали Анну Ахматову. Когда она вошла, наконец, в зал, все вскочили с мест. Образовался проход, и она шла сквозь строй рукоплещущих. Шла, не глядя по сторонам, высоко подняв голову, без улыбки, не выражая ни удовлетворения, ни радости, и заняла свое место в президиуме. После пышной итальянской речи наступило великое мгновение. Она читала по-русски голосом, который напоминал о далекой грозе, причем нельзя было понять, удаляется ли эта гроза, или только еще приближается. Ее темный, рокочущий голос не допускал высоких нот. Первое стихотворение было короткое, очень короткое. Едва она кончила, подняла с буря оваций, хотя, не считая нескольких русских, никто не понимал ни слова. Она прочла второе стихотворение, которое было длиннее на несколько строк, и закрыла книгу. Не прошло и десяти минут, как ее чтение, акт милости, оказанный всем, окончилось. Взволнованно благодарил ее Вигарелли, взволнованно благодарил Унгаретти, взволнованно рукоплескали все, аплодисменты не умолкали долго. После этого присутствовавших поэтов попросили прочесть стихи, посвященные Анне Ахматовой. Один поэт за другим подходил к ее стулу и читал свое стихотворение, обращаясь к ней и к публике. И каждый раз она поднимала голову, смотрела налево, вверх или назад, туда, где стоял читавший, и благодарила его любезным кивком каждый раз, будь то английские, исландские, ирландские, болгарские или румынские стихи. Все происходившее напоминало, пусть простят мне это сравнение, новогодний прием при дворе монархини. Царица поэзии принимала поклонение дипломатического корпуса мировой литературы, причем от выступавших здесь дипломатов не требовалось вручения верительных грамот. Потом кто-то сказал, что Анна Ахматова устала, и вот она уже уходит, высокая женщина, на голову выше всех поэтов среднего роста, женщина, подобная статуи, о которую разбивалась волна времен с 1889 года и до наших дней. Видя, как величественно она шествует, я внезапно понял, почему в России время от времени правили не цари, а царицы. Я увидел Анну Ахматову еще раз, это было в палаццо Орсенго в Катанье, во дворце, построенном Фридрихом Вторым, там вручали ей премию Таормино. Она сидела на эстраде, окруженные президентами и полупрезидентами, итальянскими писателями и сицилийскими сановниками. Современницу Максима Горького и Антона Чехова освещали прожекторы телевизионных операторов. Но в этот раз пришлось ожидать не только нам, но и ей, так как опаздывал итальянский министр культуры. Она ожидала величественно и терпеливо. С самолетом, который не может стартовать из-за тумана, ничего не в силах поделать даже сама Анна Ахматова, а значит, она не может позволить себе проявлять нетерпение. В этот раз она отвечала на речь министра культуры. Она коротко поблагодарила, и в речи ее не было ни единой лишней фразы, ни единого лишнего слова. Царица благодарила своих подданных, и снова я увидел множество склоненных спин. Перевод с немецкого Льва Копелева. Третий том записок печатается посмертно. Лидия Чуковская скончалась 7 февраля 1996 года. Конец книги. Май 1997 год. Звук режиссер Наталья Веселкина читала Светлана Репина. Крюкин